ай я смотрю приветики приветики максим доброе утречка всем пришел такой черный а потом раз такой лоб и белый сразу матчащую себя это камера зум зум да на себя на навел как потому что у меня настяш открыто окно и в нем отражается телевизор шел ну а ты боишься шлик спалит что-то на нашу вдруг у меня порно открыто я такой ошибаюсь вкладка ты не открывал значит вдруг у меня открыто прямо сейчас так пацаны я запускаю пуля анонса давай пули раз уже везде вышли короче все нормально вот они мы в эфире если что имейте ввиду вы можете нас смотреть и в видео версии в аудио версии как вам хочется причем вы можете смотреть и цензуренную аудиоверсию не цензуренную аудиоверсию вам совершенно ну чисто чисто вот ваше дело да вот и все что я тут недавно подумал о том что мне нужна кружка с надписью дима был прав я ее нашел на одном из наших бывших рекламодателей на сайте одного из наших бывших рекламодателей не буду упоминать зараза стоит 750 рублей я такой подложил пошли вы в хуге 750 рублей за кружку за кастомную кружку ну ты чё братан ты же знаешь что это не кастомная кружка это блять самая дешевая говеная кружка с термопечатью термопечать стоит копейки блять кружка стоит бизайдом 50 рублей что хочешь не сделай себе давай шуток дешево же долгий грустный стрим раз уж ты так сегодня обращаешься хорошо хорошо я блять специально закажу кружку с надписью дима был прав и будут блять его в лицо тыкать на стримах знаешь вот так вот так типа знаешь так пацаны ваш аргумент конечно очень классный как жалко будет если кто-то его разобьет и такой кружку я просто с нетерпением жду что мне на это 9 июля подарит что-нибудь знаешь типа кружку в лучший папа или там еще такое какую-нибудь крижать на связанную с родительством я уже сука внутренне к этому готов и братан я влево отменять что ли на самом деле наш подарок в максимке моему уже ему подарили так что пошел в хер конечно я про него сегодня рассказал сегодня про него расскажет да поэтому тут такое слушайте для тех кто не живет в москве не живет в питере не живет на южном побережье как вы там северное западное бля я забыл какое побережье неважно какое-то там побережье калифорнии и вообще в восточное побережье сша то вы наверное не в курсе вы наверное не в курсе но во всем мире жара пиздец что в москве жара что в казани жара что я не знаю там блять нижнем новгороде жара везде жара на самом деле сша жара канаде жара в канаде блять если разговаривал с и никотом который живет в испании он такой типа а у нас нормальная прохладника 22 красотка сука сказал кот носи есть у меня случилось тут вообще дикая ужасная штука от того что у меня как сломался кондиционер несколько месяцев назад я просто как-то вроде забивал на эту историю думаю ну ладно там потом как-нибудь что-нибудь да я все-таки починю вот и вот таки вот долбанула жара и естественно все кондиционер щеки города москвы просто крутили меня нахую просто все те кто обещали приехать просто исчезли все до единой компании которым звонишь они просто не берут трубку короче когда оставляешь им заявка нити просто не перезванивает и в итоге ты сидишь с основным кондиционером в течение недели и всем просто посрать на то что кондиционер я причем вспоминаю ситуации наш когда типа у них не сезон они такие позиции пожалуйста может вам чем починим почистим ну давайте скидочку держите ваша теперь я просто сижу и всех записываю да куда хорошо хорошо бы быть человеком который злопамятный в такую жару да тимур то есть да нет прекрати таким что я сейчас буду как тимур потому что я же на прошлой неделе прекрасно понимаю что больше подкаст отказываю но откладывать нельзя потому что действительно ну и тему набрались и вообще а мы тут и блять все втроем охуеваем особенно я и тимур потому что у меня один на поговорите за себя братишку я не охуеваю все хорошо а у тимур сломался конди и в итоге это в итоге я купил таки сплит-систему чтобы можно было в комнату и на квартиру хватало над купил сплит-систему мне сегодня кондиционер звонит говорит вот им к 21 подъеду мы все поставим до 22 как вы как вы можете понять никто мне нихуя ничего не поставил потому что подкаст есть это просто я уже мысльно готов что где-нибудь июля 10 может быть кто-нибудь меня посетит за то за ведь я вот кстати я хотел знаете что сказать в этом плане что я воспользовался специально посмотрел оставлю заявки короче на профи на юду на яндекс услугах короче если что имейте ввиду что везде там список кондиционер чека в основном пересекается так хочу ну я такой думал бля ну оставлю вообще везде короче заявки причем там такая функция типа для лоха типа если тебе никто не отвечает как бы но ты можешь сам такой пазиази потяните мне кондиционер дядя короче и они тебе типа с барского плеча мы могут типа ответить а ты такой тип пазиази ну ну короче в общем нет никто даже не отвечает вот и все эти сервисы это к дому но хуенно конечно и только сейчас мы с вами сидим один чувак мне откликнулся и написал были но он там типа готов починить там выехать всего за 1000 рублей короче там всего 4000 рублей килограмм там хладагент короче туда-сюда ну в общем всего десятка получится починить ваш кондей короче это и что стоимость установки сплита сейчас такая слушайте по стоимость установки макс сейчас в москве 1025 не в москве да я про казань говорю то есть казани сейчас плит вот я установку сплита ставил меня взяли 11 200 чтобы не соврать ну в общем короче это все очень довольно таки грустненько вот но так или иначе хорошо что мы все-таки собрались спустя полтора недели вот сейчас чуть-чуть спала жара сегодня вся москва утопила просто огромное количество причем я живу как бы на довольно гористой местности я живу на юге москвы где если вы посмотрите на топографию москвы живут немного в гористой месте скалом тимур такой поправил кепку аэродрома такой но просто южная часть москвы как бы она же довольно такие высокая потому что я могу сказать что у меня был момент пару лет назад короче я взял короче и поехал с беляева на бабушку блик мне очень нравится эти рассуждения о том как как ты куда-то поехал для людей которые вообще в душе не будут где в москве что находится блять то есть я такой тимур пытается объяснить и дима такой стоп сейчас я сделаю очень охуительную вставку которая прерывает твой спич чтобы сказать о том что то что ты хочешь сейчас принести ты это все еще не произнес как так вот короче пассивная агрессия от него как заметил макс он к в жару у него просто слетает нахер все эти все тормоза не сразу начинается вот это пассивная агрессия моментально просто включать я не буду сейчас прерывать потому что записывает ждем короче смысл в том что в итоге чтобы понимали беляева находится на юге москвы это самая это самая высокая часть москвы то что ну около беляева теплый стан который ну еще там на 10 метров выше условно вот а бабушкинская находится типа на 1 на севере москвы где как бы наоборот ну типа сильно ниже так вот я на беляева сажусь метро и там короче ну снег лежит тупо снег снег же бабушкин блять февраль типа блять снег лежит от и феврале я думал ты сейчас в районе где-то блять не я говорю что несколько лет да да окей хорошо ну и вот и короче приезжаю на бабушкинскую и там даже намек нет на снег то есть как бы вообще то есть идешь уже под солнцем абсолютно высохшие даже не то что мокро прямо высохшие трава такая наш пазуха ну то есть даже намек нет брата наехал 20 километров всего с теми с той степени расширения москвы когда она превращается в новую москву потом еще еще больше будет захапываться территории и так далее так далее скоро ты сможешь неделю ехать на поезде из москвы в новый владивосток это будет район или в новую казань другой вопрос такси будешь по москве заказывать эти а будут спрашивать на какой казанский вокзал да да я хотел главное сказать что его так вот живя по сути в такой довольно гористой части москвы которые обычно не затапливают сегодня нахуй все затопило вообще я шел машину переставлять потому что у ней под самое днище вода как бы подлилась и я пошел переставить соседний двор где было чуть повыше и воды не налило но это был пиздец конечно просто у меня сегодня на два часа отключился свет и у нас отключился короче еще и базовая станция мегафон у меня есть вообще был к в каменном веке в течение двух часов сидел у меня не было ни связи не интернет вообще ничего короче если тимурчик вылетел у нас к тимур не привыкайте сегодня в подкасте у нас но если что приходящий сегодня ведущий такой знаешь когда когда электричество есть он приходит вот когда его нет он еще реально по полет и тимур так это не будет все сказал максим у которого отключается электричество постоянно а у нас а у нас уже два раза за эти две недели перегревалась подстанция и реально по два по три часа не было свет мы такой типа подкаст наш там типа про новости какие-то новые технологии там новые видеоигры новые там все там про прочее обсуждаем блять на полном серьезе да вот эти истории что у меня вот горячий включили а у меня свет включили как она по талонам еда ты теперь да это работает так дим да ну короче берешь свой смартфон которым процесс нейронный процессор забиваешь через голосового ассистента который работает на удаленном сервере себе напоминания она летит в космос да потом обратно возвращается что с 23 по 26 в доме горячей воды не будет в курсе что вот эти все истории про то что горячую воду отключают ну то есть для чего это делается да официально официально делается для личические испытания для профилактики да то есть проверяют прочее прикол в том что поскольку все трубы поменены давным-давно на пластиковые эти бесплатные просто нахуй не нужны они просто не нужны но их по старинке делают и сам прикол у меня когда отключали горячую воду в этом году у меня ее так в итоге и не включили то есть они хотели отключить там условно там 5 июня до отключили только девятого пусть а четыре дня видимо кто-то вспомнил такой а бля точно да может в этом доме даже мельчировать даже на джаза я забыл да совсем на протяжении сколько у меня практически вся семья работает в энергетике вот поэтому я скажу что не слушайте димку это хуйня полная на самом деле профилактику ведут не только в трубах которые находятся прямо у вас блять во дворе а ведут в том числе на подстанциях ведут на т.с. который ну как соответственно находится на т.с. на маленьких всяких там типа котельных которые у вас тут вокруг находятся ну то есть это на самом деле довольно нужную штуку потому что испытание проводится не только на трубах которые в вашем доме или в вашем дворе это на самом деле происходит в условно вашем во всем районе и там том числе меряют нагрузку как бы берут эту нагрузку туда-сюда гоняют короче пытаются понять например там котел как бы правильно ли он работает там ну и так далее тогда короче там есть огромное количество подробностей и это не не только связано с трубами которые положены вот у вас там вокруг вот у нас пришел народ так что давайте короче потихоньку я начну ради интереса это плохая идея это пиздец плохая идея ну ладно давай да мы смеемся помните вот как макс начинал давай давай ну и вечер добрый день доброе утро доброго времени сутки говорить не буду с вами завтра каст 224 и начинает его максим хотя должен дима или тимур и с вами собственно наш штатный уфолог ты заметил что он уже поплыл моментально у него сразу начинается прям момент поэтому максим приглашенный ведущий именно поэтому то есть иногда мы просто кладем на максима большой болт и выкидываем вот зайти вот зайти кого с двух ног понимаешь да запрыгнуть нахуй давай давай еще раз давай по новой давай нет стой и не давать даже с двух ног такой вот разбежался такой сам у меня у меня у одного с тимуром рассинхрон я так понимаю ты можешь скажи чем говорю что нибудь да у него снова рассинхрон класс а знаете почему потому что у тимура замечательный в мире лучшими ноутбука компании apple с новым процессором от компании интел на кора и 9 который позволит тебе камеру в 1080 или какая там камера 720p работает так что она тормозит просто пиздец даже в самом зуме покупайте все макбуки это король 9 и на самом деле проблема я же рассказывал она связана с тем что когда втыкаешь там по юсбиси монитор короче но в этот момент включается видюха и видюха отжирает как бы по сути весь его такой температурный предел очень забавно за тобой наблюдать когда у тебя акуляция не совпадает вообще совсем это знаешь когда ты качаешь фильм с одного источника дорожку с другого и они не сходятся потому что там рекламный ролик надо вырезать 30 секунд сам начале дата в 1xbet понимаешь может и перезадёшь зум просто можете легче станет бля чувак у меня прямо сейчас система система со стороны выглядит как вот реально за кадр полет так классно здравствуйте дмитрий дмитрий у вас проблем нет тимур 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 оливич у вас проблемы вернемся в эфир после рекламного перерыва добейте выжившие просто я вам уже раз я вам уже рассказывал что в какой-то момент система начинает к троттлить очень жестко соответственно проц так что типа в течение там условно там 30 секунд у тебя максимальная частота работы твоего замечательного восьмиядерного процессора составляет 800 мегагерц ну так и чё и ты закрой закрой свои 8 миллионов вкладок которые там открыты не это море ей абсолютно все равно при том что в этом в этот момент температура процессора 62 градуса и он все равно троттлит и все равно выжирает как бы абсолют спиццом всю систему ровно для того чтобы просто охладился до неких мнимых значений которых типа только одному ему известно при том что вот прямо сейчас упала вот эта самая нагрузка типа вот вот прямо сейчас короче и все там все те же самые 62 градуса как были так и остались я могу сказать что вот у меня процесс на 60 градусов греется это рабочая температура абсолютно то есть ничего не троттлит у этого процессора то же самое но просто почему-то почему-то у макбоков скоро 9 есть такая проблема когда ты всовываешь вну внешний монитор он подсоединяет radeon соответственно и ты ним ты не можешь сделать так чтобы не работал radeon и в этот момент вот все короче вот только так по-другому никак короче над этим все борются apple пытается прошивками это починить ничего не получается но просто все понимать что это к сожалению был проёб intel а потому что кора 9 говно ебучее которого два компьютера на кора и 9 я напомню да да у меня у меня десктоп на и кора и 9 я могу сказать что он получше все таки чем вот этот ноутбучный и у меня там стоит вот такой турбина нахуй понимаете братан то блять ты опять короче начинай лагать давай короче ладно короче дамы господа добрый вечер всем привет мы начинаем завтра касс номер 224 и сегодня у нас со мной в виртуальной студии ваш ведущий дмитрий зомбак сегодня со мной максим зарецкий в центре кадра почему-то сегодня здравствуйте здравствуйте из далекой казани вот и из затопленной москвы только что боролся с крысами за кусок откушенного сэндвича тимур сельфельмлюков здравствуйте мурчик как вы там москве выживаете нормально все хорошо сегодня будут сегодня было тяжеловато немножко потому что ноутбук и тимур опять троттлит и он сегодня бесконечно просто плавают буль-буль а я тебе могу сказать что пока наш штатный уфолог пишет про нло я сегодня дрался за банку энергетиков радиоактивной пустоши в которой превратилась казани 37 градусов уже неделю зачем же ты в жару жрешь энергетики объясни мне зачем ты это делаешь вообще мне кажется плохая и на 1 господи лучше ты водочку холодную пил кстати о водочке холодную воду попить кстати о водочке у нас груз-то ретроград за 100 рублей на водку зимней дорогу пассивьте братан нажрался занес нам 100 рублей немножко занес пассивьте братан хейтер завтра каста занес нам 200 рублей несмотря на то что вы везде меня забанили я люблю вас идите в жопу иди тоже в жопу братан пассивьте большое зомбарь за 100 рублей жарко такая в туалете площадью несколько квадратных метров труба горячей воды проведена снаружи зимой хорошо вот сейчас там ёбаная сауна братишка я добавленный сервис до правильный сервис сортир да у нас еще и жарко да плюс такой сауна и совмещенный андрей коняев замес на 100 рублей тимур кто не долбоёб я не долбоёб викинг и зареги занес 300 рублей нужны еще димки кружки с надписями я несу не бой и пошел нахуй спасибо вам за подкаст спасибо тебе викинг обязательно куплю такие кружки маэстро занес на 200 рублей пацаны сегодня в днс продавали с утра ps5 чудом каким-то непонятным удалось рвать привезут на днях радуюсь как ребенок а еще возродите старика с той хереной же были два выпуска пасибте братан это все поехали дальше да блин тимур о братан братишка братишка я прям чувствую магию apple блять я чувствую как электроны бегают от оперативной памяти до процессора каждый электрон вот мы охочем с этой херня на самом деле у него как бы байтики в компьютере раскручиваются им очень жарко байтики перегрелись тепловой удар да 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 они такие медленно бред у нас тоже не очень хотелось на самом деле писаться подкаст потому что в такую жару писать вообще к я увидел факт который тимур показал 30 секунд назад это это факт который рядом с черной дырой находится понимаешь 1 минута подкаст это 10 обожаю эту хуйню по пердоли самое смешное что у нас с тобой в казани вообще нет никаких проблем ну то есть вот в да да причем то есть я я и ты в москве я в казани все заебись короче пока мы ждем тимурчика я предлагаю нам начать нашу замечательную рубрику слухи недели и в слухах недели на сегодняшний на прошедшей точнее неделю понедельника всем забываю когда мы пишем все время кажется что мы это делаем на выходных но неважно на прошлой неделе была история следующая во первых есть кто не знает есть такой замечательный американский подкаст называется xbox era там судя по логике вещей а рассказывают про xbox и ведущие этого подкаста регулярно попадают в слухи недели почему потому что они в общем-то эти слухи пересказывают как нечто само собой разумеющиеся поскольку я для нашей замечательной рубрики слухи недели постоянно читаю всякие фочаны и прочее головару с димой это вот где эти слухи циркулирует и как мы уже много раз шутили о том что очередные слухи про gta 6 они как бы не попадают в нашу замечательную рубрику слухи недели но иногда даже эти инсайдеры из xbox р и во что-то иногда попадают короче история следующем они сказали что якобы у саней будет новая презентация собственно новый state of play или как они потом зовут playstation experience неважно произойдет это якобы в начале июля числа так эдак восьмого и одной из фичей которую они будут там показывать будет продолжение гостов цусимы под названием гостов и кишима самый прикол то что в интернете уже нашли даже домен который так и называется гостов и кишима но прикол в том что домен зарегистрирован на частное лицо и скорее всего это фейк я более вам скажу у игр sony внутренних игр sony нет собственных веб-сайтов у них под сайтом на сайте playstation и под сайтом на сайтах на сайтах студии но у них же есть домен гостов цусима точка ком который ведет на сайт но суть в том что именно выделенные веб-сайты под игры они не делают это просто сведе были на меня наверняка говоришь неправду я сейчас пойду и посмотрю вот я сейчас специально открою гостов цусима как она пишется блять суш гост офф суш 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 да в пизду короче ладно я тебе верю на славу бурю проституткой первый сайт у тебя короче будет playstation.com.nus.ghostof.susim короче что ты думаешь по поводу существования я думаю что конкретно этот инсайт они тоже его приперли не сами они его приперли изначально с 4-чана но они все то есть надо понимать что иксбокс эра мы просто у нас в чатике даже есть блок-лист на их инсайда охуительный потому что они озвучивают вообще все что разбросано по интернету без разницы в какое время и кем и поэтому иногда попадают потому что иногда ну раз в год и палка стреляет раз в год и на 4-чане что-то бывает но и кишиму короче подтвердил инсайдер на автора это чувак это девушка да чувиха который сидит на ресетере и она давала до этого просто ну не безупречный трек и рекорд то есть она попадала во все практически что озвучивала не было такого случая что на автор сказала икс и этого не произошло это могло произойти немного в другом антураже но то есть она сказала будет final fantasy origin он будет каким-то образом эксклюзивен для playstation так и действительно выходит final fantasy origin но эксклюзивно для playstation именно демка не сама игра вот то есть она там сразу сказал что да могут быть расхождение информации вот она как раз в теме обсуждения голосов и кишима и кишима это такой маленький остров рядом с тусимой но она сказала да действительно такая херня будет не знаю покажет ее или нет и ладно бы это был просто инсайд от надежного инсайдера после этого на автора грохнула нахуй свой профайл на ресторе а тебе кажется что это был что это был специальный вброс это она она на автор это она это был не вброс но она грохнула свой аккаунт и по информации модераторов это было связано с тем что ей показалось что ее сейчас могут раскрыть кто она вообще так но я говорю что скорее всего это был такой вброс от sony которые сказали что давайте мы блять вбросим левый слух про гостов и кишима и заодно раскроем крота который пиздит наши новости тоже вполне может быть потому что заметьте но конкретно по играм playstation действительно инсайдов очень мало серьезно возвращаясь к слуху вот смотри гостов и кишима судя по всему что что это такое судя по тому слуху который обсуждался да это якобы игра которая отдаленно имеет отношение довольно отдаленное гостов с усиме и это как наш как вот есть анчартед четвертый да а есть lost legacy который вроде бы тот же анчартед или майлс моралис да который вроде то же самое но там про других героев и так далее то подобное здесь скорее всего если это действительно правдиво может быть то же самое то есть у нас будет история не про я забыл как персонажа зовут дзин сакай не про дзина да про кого-то другого вот и на соответственно другом острове вы вообще верите в существование такой это возможно не верю что это могло быть какой-то dlc который они планировали выпустить потом игра неожиданно стала очень популярной и они решили давай давай сделаем полноценный а соня ведь открытым текстом после этого говорил во всех интервью включая джима района что типа мы нет не ожидали именно эту игру от сакер панч то есть мы думали они нам немного другую игру сделают на другую тему но поскольку мы типа в студию поверили это нам сильно окупилась потому что вы блять вообще не проектировали таких продаж и я думаю ghost of a kissima это был такой dlc из серии ну вот кусочек еще приключения как в ассасинах dlc бывают а потом соня сказал слушайте блять давайте мы вам отвалим побольше денег и дадим побольше времени но вот это превратилось там думал про это что гостов пустима гостов максима да гостов гостов the theft auto 6 а вы слышали историю про отдельный вообще спин-офф гостов сима гостов atl называется вышел на пока да-да-да-да-да господи а еще есть игра госбастерс на дэнде классная да тоже там на привидение хочется скота но это правда скотаны да естественно ну ладно слушайте возвращаясь к тебе истории я могу сказать так я не очень понравился костов сусима я прям очень доволен был больше в мои вены просто вот сразу ты знаешь на эту тему то есть ты хочешь да чтобы было я очень какой-нибудь небольшой dlc потому что сиквел они все равно будут еще пилить года три вот а это такой небольшой еще кусочек любимого геймплея и надо сказать что я вот в сусиме чем дико нравится почему я очень жду еще больше тусима сюжет классно да графика классно да это одна из немногих современных игр которые не является соусборным ебаным где просто весело резать сука врагов ну это же надоедает ну то есть заебывает раз нет нет а можно вас попросить хлопнуть еще раз давай легко ты готов раз два три ну все слышите мне такой вопрос пока я уходил в перезагрузку вы успели рассказать про нашу замечательную подписку нет мы не говорили мы сразу слухом недели перешли слышите я хотел вам сказать на самом деле такой маленький как говорится лаверды такой интермишин о том что на самом деле очень круто что у нас очень хорошо взлетела наша подписка завтра каст плюс которую соответственно мы ввели на apple подкаст вот я напоминаю вам что по сути это полный аналог патреона потому что там вы можете послушать соответственно аудиоверсии нашего дткд и аудиоверсии подкаста которые соответственно выходит там без цензуры без рекламы без всего вот и это на самом деле очень клево очень круто и внезапно мы были очень удивлены тому что буквально за полтора недели там прибежало аж 100 подписчиков пацаны девчонки всем тем кто подписался огромное вам спасибо это на самом деле очень круто вот и вы большие молодцы мы очень удивлены очень счастливы и это классно что опять же как бы такое количество людей хочет нас поддержать мы напоминаем вам о том что по сути патреон и конечно нам более выгоден и более удобен но мы понимаем что apple подкаст и там подписка она более удобно для вас как бы с точки зрения у и уикса вот ну как говорится если вам удобнее ну окей хорошо тогда так короче но самое главное что вас теперь есть выбор и многие люди которые заморачивались патреоном и прям жаловались что типа ему очень неудобно ну вот теперь у вас есть возможность нас поддержать с помощью более удобные штуки вот чем давайте на следующий что ли слухи неделя у нас больше не слух в неделе вы знаете на прошлый день на самом деле было очень много слухов братан но я и все пропускаю мимо ушей вот к тебе кстати да это первыми 2 ты слышал историю кстати историю про легендов кейн как он не легендов кейн как это называлось соло ривера соло ривер да легаси оф кейн легаси оф кейн точно вот и про него якобы сделают ремастер ты веришь в это да потому что этот слух я слышал уже очень давно примерно года четыре назад о том что якобы делают его ремастер можно пожалуйста мне вот для человека который не играл не соло ривер не в легаси оф кейн объяснить что такого пиздатого в этой игре чего нету блять давай да вообще легко короче легаси оф кейн был ебучей парашей вообще никому не нужны толком вот а вот соло ривер практически все современные такие около фэнтезийные платформеры которые очень нравятся людям а начиная от всяких дарксайдерс 2 там и прочее это все растет своими лапами из легаси оф кейн соло ривера потому что эта игра такой слэшер с траверсалом с элементами метро и 2 они короче с классными драками с прикольным сюжетом с интересными катсценами вот это все было там изначально как бы и все это еще блин шло блин на playstation 1 к тому же надо напомнить что одним из креативных директоров серии была и механик та самая которая потом ушла в ноте док и сделал uncharted и в uncharted очень многое от легаси оф кейн например что ну то есть я просто не фотографичность вот просто не фотографичность остановка вид от 3 лица да вот эти прыжки все там лазание по стенам и прочее как бы все оттуда там это все было хорошо смотрите просто я к чему все это говорю много лет назад был легаси оф кейн относительно недавно но как относительно недавно 20 лет назад был сал ривер за эти 20 лет игру не переиздавали не выпускали продолжение мультиплеерное говно под названием нас год или как он таблет называлась просто загнулась не этого сделали его она вышла и загнулась вся вот эта херня она конечно очень классная для тех людей которые ну когда-то давным-давно в этой играли но это как не знаю возрождать франшизу которая просто и жопу ее достали понимаешь то есть какой смысл делать ремастер сказать она же принадлежит сейчас насколько я помню эйдосу ну то есть по сути скворениксу ну вот и поэтому мне кажется что сквореникс как бы может вполне пойти на то чтобы возродить старую вот эту всю байду кстати ты же помнишь что самый главный слух недели по поводу скворечника был о том что они якобы хотят переиздать том-райдеры все на движке соответственно современные лары крофт вот и там типа будет том-райдер один два там вот этот легаси еще какой-то там еще какой-то том-райдер их же там целая пачка этих том-райдеров и вроде как и хотят переделать типа постепенно выпускать как как это произошло с резидент ивелом вторым и третьим они хотят якобы переделать том-райдеры типа и постепенно их начать выпускать есть есть разница ну во первых как бы про том прайдера выходили игры недавно и люди которые на том где особо не следят за играми они знают что вот он прайдер выходил и этих игр было там три штуки до после перезапуска там допустим не знаю он нам пишет что скал дима который любит марио да по марио тоже выходят постоянные игры то есть как бы франшизы на слуху понимаешь а тут тебе просто из жопы достают блять старую франшизу и говорят бля ремастер делаем все но я тебе скажу тейк вампиры снова входят в моду если ты заметишь анонсы которые сейчас идут redfall значит в empire the masquerade вообще world of darkness оживили очень сильно и если у тебя есть вампирская from blood rain там признаки жизни неожиданно подает когда когда будут переснимать твайлайт только в виде сериала на да 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 причем с рейтингом r знаешь но суть в том что у тебя в шкафу лежит в общем-то популярная вампирская франшиза с не самой плохой историей и к тому же тебе не надо с нуля выдумывать сюжет тебе не надо выдумывать жанр это тоже в общем-то неплохо то есть как соня понимаешь сделали гениальный шаг на мой взгляд с релизом demon souls а это тупо ремейк на ну то есть на новом движке с новым микрофоном тебе не надо новую игру придумывать поэтому ты можешь реально охуенный launch title за ну за два года собрать тебе не надо делать предпродакшн тебе не надо делать написание сюжета тебе не надо ничего блять придумывать тебе надо просто сделать существующую игру современной хорошо все ну короче в легасе вы верите да даже если этот этот слух уйня собачья по крайней мере для появления такого продукта есть некие предпосылки в том числе рыночные так эти скажу это еще увидишь как в итоге у нас выйдет и томбрайдер еще увижу когда тимур начнет говорить микрофон да спасибо ты еще видишь у нас и томбрайдер первый сел ривер и все это еще у нас выйдет и все это у нас будет в итоге с новым графоном классное клевое такое ты будешь первые проходить томбрайдера динозавров стрелять из двух пистолетиков но я не люблю классический томбрайдер меня на них настрелить а кто тебе скажет кто тебе скажет должен его любить ты будешь его проходить на платину говорить как он противный плохой на самом деле блять в этом есть столько сука правды что мне иногда просто стыдно за то в какую хуйню я несу в подкасте блять когда максимка меня постоянно шемит по поводу бля то платины то еще какой-нибудь хуйни я на прошлой неделе выбивал платину в речете кланки я могу сказать что мне прям блять ну очень понравился речет и кланк я переслушал наш один из старых выпусков где я такой бляда там крыш будет никуда получше блять чем ты речет и кланк это блять господи какую же я хуйню несу зачем я это ничего самое кажется тебе понравилось как все нормально так димка а знаете кто еще напоминаешь что нужно вернуться все у всех с тобой вот и поиграть в новую штуку которую там выпустили обязательно я понимаю что в прошлом подкасте тимур сказал что иксбокс говно и буча и нахуй вообще не нужен абсолютно и ни одной нет ни одной игры в которую он бы хотел на нем поиграть так у меня есть пока пока он говорил про подкаст ладно пацаны короче мы переходим к следующей теме это реально важная тема недели наверное она очень долго будоражило вообще умы и не только умы различных людей дело в том что если помните год назад у нас как бы в эти очередной конвейерный жен жертвой так скажем культуры отмены стал довольно известный сценарист крис авилон который в свое время написал такие замечательные игры как фоллаут 2 фоллаут нью-вегас соответственно плейдискейп торминт и еще кучу кучу других талантливых игр и сейчас работал как бы на поле нордер крутых игр да а подожди разве да фоллен ордер писал авилон поэтому там реально прикольный сюжет он больше чем фильмы и короче как бы как вы помните вышло несколько женщин которые сказали что у нас там мацал засийские короче и делал там харассмент и вот что-то там делал короче в общем отмените его ну в общем как вы понимаете как как это обычно бывает никто ничего не проверял кого потому что в современном мире как вы знаете презумпция невиновности как бы вот я тоже отменили просто показал свою неэффективность культуры отмена да да кабана нет ну как бы то есть в этом плане я вспомнил очень был крутой трет в твиттере от чувака который найти там был парень в твиттере в русском который взял и начал писать типа про то что я сознаю свою привилегию как типа белого мужика и начал писать типа я осознаю что мы там меня возьмут на работу что типа я там под не могу подвергнуться насилию там вот это все и другой чувак пошел и каждый его твит написал что это ложь это ложь это ложь это манипуляция фактами это типа и он как бы это все подтверждал это фактами как бы да и я практики причем да да фактами статистиками о том что типа как бы якобы там типа ну там я мужчина я не подвергаюсь насилию так вот если вы мужчина 90 процент у вас есть 90 процентный шанс быть убитым или сесть в тюрьму потому что если вы женщина где вы проверили с насилию да и вот вашу очку до тюрьмы а вот после да так это работает но возвращаясь к авилону что там с ним короче и смысл том что как раз с авилоном вот что интересная ситуация какая вышла дело в том что он написал огромный программный пост причем вот есть огромный программный пост а есть пост поменьше вот и как бы в них он постарался объяснить ситуацию со своей страны причем он прям прям разложил по полочкам всю ситуацию как бы ты как обычно может понимать что в общем-то нихуя не произошло как бы такого типа чё к чему если я сейчас очень вкратце проясню в общем смысл то что крис авилон какой-то момент познакомился с какой-то бабы на каком-то там типа на конференции под названием dragon кон и как это обычно вы знаете там нажрались выпили туда-сюда короче поцеловались там в холле причем она такая говорит типа бро ну как бы около ее отеля и такая она якобы типа намекала как бы вроде как что типа пойдем в номер а он отказался искал что типа ну типа давай нет вообще-то был не так братан я тебе серьезно говорю после вот блять ты не читай пост авилона почитай судебные документы которые он после этого предоставил авилон в суд и забежал все распечатку скриншотов и прочее так вот братан оси сосался возле ее номера раз возле ее номера но вот и полез ей в трусы и она сказал нет он такой окей хорошо и на этом все закончилось то есть вот мысль в том что она сказала типа что это типа не очень апроприит вот он сказал да окей типа короче и в общем на том они и расстались но при этом остались друзьями что смешно они остались друзьями они виделись на куче других конференций тусили все время она куча раз к нему обращалась он ей помогал там типа со всякими там штуками по в игровой индустрии она познакомила тому с своими подругами в какой-то момент через несколько лет она познакомила и по через пару лет она познакомила его со своей подругой говорит бро ну ты должен за ней приударить ну просто ну ты просто обязан за ней приударить но он короче такое чё были чё бы не приударить пошел и приударил ну в общем итоге типа не какой-то момент начали встречаться с девушкой с подругой этой самой замечательной первой бабы вот еще бы бабы тимур ты их не называл, вот, и, короче, в итоге, типа, они встречались, полу встречались, полу просто ебались, и все выяснилось, все осложнялось тем, что она хотела чего-то больше, а он был в другом городе, и очень сильно въебывал работу, как бы, и в какой-то момент просто писал ей о том, что, блин, извини, пожалуйста, я не могу тебе дать ничего больше, кроме как, ну, изредка видеться там на каких-то там мероприятиях, конференциях, приезжать там друг к другу иногда, кажется, это называется по матросилу бросил, не, бля, подожди, как бы, он ей, честно, абсолютно говорил, что ситуация такая, я, типа, больше тебе дать не могу. Ебаться, приезжая в другой город, мне очень нравится жить с тобой, я не намерен, пошла ты в хуй. Ну, она могла сказать ему, блин, чувак, пошел ты нахуй, типа, я так больше не хочу, понимаешь, ну, она же так не сделала, как бы, ну, и в какой-то момент он ей сказал, что, типа, ну, извини, пожалуйста, ну, типа, тут так уже не может продолжаться, вот. В общем, короче, они расстались, и в итоге первая девушка, с которой они когда-то где-то что-то там поцеловались, вот, которая подруга вот этой самой его девушки, полудевушки, короче, она ему сказала, что, типа, ах ты хуесос, ты как посмел мою подругу бросить? Ты че, охуел, что ли? В общем, в какой-то момент они начали гнать на Авелона, начали писать ему кучу сообщений, типа, ну, ты че, охуел? Вот. Он их просто заблочил, сказал, типа, пока, все, я типа не хочу с вами общаться, досвидос, вот. Перестал общаться с своей бывшей девушкой, перестал общаться с ее подругами вот этими ебанутыми, и в итоге две подруги пошли. Нет, нет, там еще была предыстория. История была в том, что он давал интервью IGN, и в интервью IGN, которое называлось, типа, лучшие, типа, лучшие советы сценаристов разных видеоигр, основателей индустрии, и так далее, и тому подобное, то есть прям очень его заслуги были расписаны, ну вот. И, видимо, от этого интервью у нее и бомбануло, потому что она написала в Твиттер сообщение, что, мол, я не хочу не смотреть видео, в котором чувак, который домогается несовершеннолетних женщин на всяких мероприятиях, бухает как не в себя, как черт, и вообще ведет себя просто как последняя скотина, и есть такой термин, называется, типа, хищник, как там это? Придейтер. Придейтер, да. Типа сексуальный хищник, имеется в виду. Ну вот. Ты знаешь, честно сказать, если ты посмотришь на Авелона, он не производит впечатление сексуальное. Обычно вот так и бывает, кстати, Дим, поэтому ты зря так. Ну хорошо, ладно, окей. Я мужчина, я слежу, знаешь, это плохо оцениваю людей, извини, у меня нет интуиции женской. Так вот. Я могу сказать так, что хуй с ним с Авелоном, судя по тем документам, которые он предоставил в суд, распечатки твитов, причем, ну, скрешоты распечатаны. Ты перебежал, как бы, в общем, смотрите, смысл в том, что в какой-то момент две девушки его, по сути, оклеветали. Пошли, ну, типа, начали, как бы, вот вещать в твиттер, потом все СМИ пошли, начали писать, соответственно, про эту статью, и появились еще некоторые, какие-то две девушки, как бы, в твиттере, которые анонимусами остались, которые, вроде как, где-то что-то как-то написали, но толком так никто и не понял, типа, они правду писали или правду. Блин, братан, вот я вот, и ты мне говоришь, я забегаю вперед. Блядь, ты несешь хуйню, ты несешь хуйню, ты, блядь, не две девушки, блядь, а одна девушка осталась анонимной. Две. Про вторую, блядь, абсолютно точно известно, как ее зовут, ее показания есть, блядь, сука, в судебных документах, про которых я тебя пытаюсь в третий, блядь, раз подвести. Может быть, лучше я расскажу. Вот смысл в том, что Крис Авеллон в итоге подал на них в суд. И это первые подобные, первые подобные. Ну, ты так дышишь, ты берешь, типа, и ты каждый раз, ну, в судебных документах такой, блядь, ну, типа, ты знаешь, вот, знаешь, вот если говорить о нарративе, вот тебе нельзя доверять нарративу, потому что... Кто бы говорил, блядь, два года, нахуй, не можем сделать, ебучий старика с номер три. Так вот именно поэтому он бы давно и давно вышел, блядь. Между прочим, профессиональный сценарист Авеллон как раз все хорошо расписал и после этого составил грамотный иск. Именно. И вот про иск он написал, блядь, на две трети своего поста, а Дима такой в самом начале, знаете, типа, я подал в суд на двух баб. Вы хотите узнать, как оказался в этой ситуации? Заметь, что сценарии с именно таким поворотом гораздо более популярны, чем те сценарии, в которых тебе все разжевывают, блядь, от начала и до конца. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что ты не знаешь, как правильно делать плод-твисты. Ты не умеешь их делать. Тебе, блядь, надо все разжевать по порядку. Именно поэтому ты не любишь Игоря Кодзимы. Потому что там плод-твист на плод-твисте. Так я же нарратив выстраиваю. Ты что, пес? Я нарратив выстраиваю. Вот здесь вот эта картинка с Карлсоном нужна. Но ты же просто пересказываешь события в хронологическом порядке. Это вот Макс абсолютно прав. Короче, смысл в том, что в итоге действительно он подал в суд на этих двух женщин, по которой по факту, как он это описывает, и судя по логике всех событий, которые как раз он расписывает, под которые он долго и методично собирал, соответственно, доказательную базу, выглядит так, как по сути, то, что девушки просто из женской солидарности со своей подругой и из чувства мести как бы просто-напросто пошли и решили его оклеветать. И очень интересная позиция самого Авелона о том, как он об этом во всем рассказывает. Он говорит о том, что вы знаете, многие люди используют суды и подобного рода преследования для того, чтобы людей по сути заткнуть. Я хочу наоборот не заткнуть. Я хочу, чтобы на суде они пошли и рассказали как можно больше. Я хочу, чтобы они взяли и рассказали все полностью, всю свою точку зрения, как бы все факты и прочее. Потому что я вот тут, блядь, сидел полгода нахуй собирал огромное количество доказательной базы, в том числе твиты, которые они все там стерли нахуй. Мне понравилось, что мало того, что твиты стерли, там есть целый сабреддит, типа Rgirlgamer или как-то так, ну короче, на котором типа это все расплывалось. Там все посты, блядь, удалены, все комментарии пользователей, которые это писали, все, блядь, удалено. Но из интернета, как известно, хуй че удалишь. Поэтому это все естественно есть на всяких сайтах, типа интернет-вэйбэк-машин, архив ИС и так далее, и тому подобное. И все эти нотариально заверенные скриншоты аккуратненько, так знаешь, там из 90 страниц поданных документах в суд, вот его претензии, они на 4 страницах, все остальное, это блядь, скриншоты. Короче, не стоит пытаться выебываться на человека, который продумывает все возможные варианты событий. Который в свое время написал РПГ, которая сколько там, блядь, 7000 страниц, 8000 страниц секса. Там, по-моему, миллион слов по инскейпе, но прикол весь в том, что тут еще есть очень два важных аспекта, про которые мы не сказали, потому что мы увлеклись плод-твистами. Первый, Авелон достаточно серьезно наезжает на игровую прессу, которая кинулась писать про ситуацию, не брала у него никаких комментариев, не делала никаких уточнений, не проводила никакого факт-чекинга, и там на этой ситуации полетели многие даже, в общем-то, уважаемые журналисты типа Джейсона Шрайера. Мне за Шрайером понравилась история, что он попросил дать комментарий подругу этой девушки, которая на Авелона бочку катила, но у самого Авелона он не взял никаких контактов. Это, блядь, странная история, ты ж, блядь, мог бы с ним связаться абсолютно напрямую, ну, как бы, логика. Узнать мнение мерзкого насильника. А тут получается, что он автоматически стал персоном Монграда моментально, и с ним все прекратили контакты, две студии, с которыми он работал в то время, уволили его, нахуй, с позиции сценариста, и как бы все, и до свидания. Мне очень понравился, какой сейчас стал положняк, что в момент, когда он выступил с этим заявлением и пошел в суд, по сути, как бы, признавая то, что он, ну, как бы пытаясь... Что он не согласен, да. Нет, он не так, он скорее как бы декларирует свое право на правоту. У него, знаешь, там целый хоровод огромный из людей, которые говорят, бро, привет, хорошо, что ты вернулся, типа, и так далее. Знаешь, как будто, типа, человек мертвый был, где-то там валялся, да, типа, в изгнании, да, а тут теперь вернулся, да, теперь можно поговорить с человеком, написать, ну, я всегда был за тебя, да, за тебе и всего, да. Да, ты такой сидишь, и думаешь, и там реально люди такие, и я вижу просто, как, ну, ситуация такая, что типа чувака, реально все бросили, типа, его нету, а теперь, как бы, ну, вроде как, можно прийти и сказать, да, я теперь, я реально бро, я всегда был за тебя. Мне кажется, что во всей этой культуре отмены есть важная, важная вещь, которую мы из всех этих историй про Авелон должны понимать. Первое, если тебя в чем-то обвинили, блядь, никогда не молчи, никогда, то есть не надо делать, как Авелон, который на год просто заткнулся, надо было сразу, надо было сразу сказать, это все вранье, это все хуйня, даже если ты это делал, блядь, отрицай все нахуй. У Ринди Питчхорда получилось. Да, да, кстати. кстати, по судебным документам, которые Авелон предоставил в суд, там все скриншоты и прочее, там же на самом деле складывается такая, знаешь, двоякая картина, то есть, ну да, он там не насильник никакой, никакой не сексуальный хищник и прочее, вообще из документов складывается впечатление, что он алкоголик и немного мудак, ну то есть, как бы, знаешь, ведь ввел он себя не слишком красиво с некоторыми из этих женщин. там как бы не с лучшей стороны он себя сам показывает, но по крайней мере он показывает себя невиновным. И мне очень понравилось еще две штуки, которые произошли на этом фоне. Первое, это то, что моментально, спустя несколько часов после публикации всех этих документов, вторая баба грохнула свой твиттер нахуй вообще. А это Клариса, которая, собственно, организовала всю движуху, закрылась на замок. Клариса, скоро. Мне очень, я решил посмотреть в твиттере, что люди пишут ей, и там, конечно же, просто полный спектр людей всех цветов радуги, которые пишут, подруга, мы с тобою, вот, мы знали, что не наоборот, что ты выдержишь это, все будет хорошо, мы с тобою, давай. Ну, потому что, как бы, знаете, типа, ну, женская же солидарность в этом плане. Братан, ну какая женская солидарность, если, ты смотри, вот есть мужская солидарность, да, мы сейчас, наверное, в каком-то смысле солидарны с Крисом Авелоном. Но если ты почитаешь, как все было на самом деле, как вся эта история происходила, о чем он, блядь, пишет самостоятельно во всех этих документах и прочее, то на самом-то деле он повел себя, ну, как такой, знаешь, ну, мудачок, ну, скажем так. Объясни давай, вот ты можешь прямо на пальцах мне объяснить. Окей, объясню, смотри. Он поил людей за счет компании, в которой он тогда работал. То есть, ты приходишь на какую-нибудь вечеринку после, ну, скажем так, после какой-то конференции, да, в каком-то баре. И чувак такой, блядь, я ставлю нахуй всем, просто всем. Кто заходит, все, кто хотят, подходите ко мне. Потому что не так было. Они были на конференциях, в которых было, по сути, автопати конференции. Автопати, да. На этих автопати конференциях там, как бы, есть кейтеринг, который оплачивает, собственно, сами конференции, приглашает туда VIP-гостей. Это тетка, мы с тобой сами были на автопати. Это тетка Кариса, которая об этом говорила, она говорила, что Авелон все оплачивал. Ну, то есть он оплачивал корпоративной кредиткой всю эту хуйню. давай не будем ей верить. просто, подожди, я просто пытаюсь понять, смотри, ты приглашаешь баб каких-то, да, в котором ты познакомился, ты их поешь, да невменяемое, блядь, состояние. Ты берешь это пьяное тело, затаскиваешь, блядь, или провожаешь, как он это утверждает, провожаешь до отеля, и зачем ты начинаешь с ней ассоциации? Ну, это ладно, окей, это пьяные лапзания, знаешь, это нормально, окей, я могу понять, да, но ведь иногда, и там, собственно, другая тетка, которая тоже на него, его тогда обвиняла в той истории, со стороны это смотрится не слишком красиво, потому что ты, по сути, поешь девок до беспаминства, и потом пытаешься ими воспользоваться, просто один раз у тебя не вышло, и у нее логика такая, ну, то есть надо понимать ее логику, да, у нее логика такая, ага, со мной не вышла, но наверняка с другими-то вышла, потому что она ездила вместе, буду с ними дружить, тусить, и буду просить, чтобы он поделился, да, вот здесь есть момент двоякости всей этой хуйни, но... А потом еще раз подружусь, а потом еще по трезвику с ним поцелуюсь, и подругу свою, чтобы он тоже с ней встречался, и подругу свою дать, и согласен, здесь есть некий дисбаланс, самый главный дисбаланс, я считаю, это когда абсолютно вся профильная пресса кинулась просто симпами, этих баб выступать, и как бы, знаете, у меня в этой истории, меня бесит не то, что у нас подкаст про отношеньки уже 20 минут идет, меня бесит, Это хоть час, Максим. Тема важная, ты что? Меня бесит, что себя супер непрофессионально показали все игровые издания. Это правда. Основной, основной базис журналистов, ты всегда должен знать мнение второй стороны, даже если оно ошибочно, даже если оно неправильно. Ты не можешь сказать, что Гитлер злодей, если ты не дашь цитату из его речи какой-то, да? Да, но здесь есть некоторый момент, как бы, знаешь, очень многие журналисты говорят о том, что в момент, когда ты даешь площадку для злодея, то ты, по сути, позволяешь ему распространять как бы свои злодейские мысли, свои злодейские... Ты обеляешь его мотивацию, скажем так. Обеляешь его мотивацию. Об этом многие говорят, журналисты, о том, что, типа, как раз таки тоже, типа, ты можешь рассказать, как судят там, на нюрбернском процессе кого-то, да? Ты можешь даже его там речь привести какую-то, но ты в любом случае, как бы, это там такое условное почти что-то абсолютное зло, где там, типа, если человек... Тем не менее, ты должен подчеркнуть, что он... Мне нравится, знаете, на самом деле, у нас дискуссия дошла до Гитлера, значит, она автоматически завершена. Автоматически. Ну, смотрите, напоследок я просто скажу, что с культурой отмены ей вообще очень тяжело в последнее время, потому что буквально за неделю до того, как развернулась эта драма с Крисом Авелона, развернулась драма с создателем Факторио. А с Факторио-то что произошло? О, там вообще крутая история. Да, короче, история с создателем Факторио заключается в том, что чувак, он вообще не ангуязычный, дал... Его Михаль Коварик, по-моему, зовут. Он не из США, он, по-моему, то ли из Хорватии, то ли еще откуда-то. Вот. И он дал ссылки на те курсы, которые стоит почитать, там, по программированию, по еще каким-то вещам практическим. Типа, если вы хотите заниматься геймдевом, вам не мешает узнать вот это, вот это и вот это. И оказалось, что там какой-то чувак, который хорошо пишет про программирование, он не фавори у левой публики. Почему? И на этой... Ну, потому что он... А потому что там чувак, которого он советовал, по сути, как у уникального суперкрутого программиста, там, типа, Project-Product'а и так далее, что этот чувак на самом деле, типа, такой правый, ультраправый, там, Трампа поддерживает и так далее. Да-да-да-да-да-да. И вот за это, типа, начали говорить, что как ты можешь, типа, советовать книжку... Человека, который думает не так. Альтра-айта, да, там, типа, там, трамписты и прочее, ты чё, ебанутый? Да-да-да-да. Сказал, типа, что, ребят, да мне не ебёт, что он там пропагандирует. Он книжку пизда-то написал. Вот. Про программирование, да. Это всё, что меня ебёт в этой истории. И его попытались отменить. Типа, вот-вот, давайте порвёмся и всё, давайте заревью-бомбим его игру. В результате Factorio выросло во всех рейтингах Стима, включая пользовательский по оценкам. А негативных мало-мало, типа, оценок или что? Негативных оказалось очень мало, потому что там якобы вступился 4chan, 4chan, по сути, как бы, пошёл и сказал, типа, не дадим там лифтистам типа, всё вот это сделать. А ну-ка, быстро пойдёмте типа, не затопим, а наоборот, типа, возвысим типа, факторию. Слушай, мне иногда кажется, что человечеству очень сильно не хватает Третьей мировой войны с инопланетянами, чтобы люди не занимались какой-то хуйнёй, и вместо этого просто пиздили бы какой-нибудь серого-инопланетянина вилами, нахуй, в живот. Это, блядь, единственная хуйня, которая, мне кажется, отвлечёт нас всех от этого, от этой поеботы. Думал врага, сам пошёл с ним бороться, и есть противоуборствующая сторона, которая на тебя накинулась. Блядь, это такой бред. В общем, короче, по поводу всей этой культуры отмены, я хотел сказать, что очень круто, что Авелон, по сути, вот все вот эти истории, знаете, когда ему говорят о том, что, типа, бро, ты вернулся, вот это всё, он показал путь, которым, как бы, ты можешь реально переломить весь этот нарратив. Это очень круто, что он... А не кажется, что это было очевидно с самого начала, нет? Блядь, чувак, ну, как бы, вроде как это очевидно всем с самого начала, но при этом огромное количество людей отменили, а Алекс Холов вообще покончил с собой. Да, то есть люди растеряются, и, понимаешь, ещё есть проблема с людьми, которые находятся активно в этом движи, они сами не до конца понимают, во что верить, они искренне считают, что они виноваты, потому что им вбивают в голову, что, блядь, что, ты же абьюзер, и всё твоё окружение, ну, профессиональное в данном случае, говорят, да, наверное, ты абьюзер, потому что у всех цветные волосы и по 20 букв. Помнишь это? I am pansexual, там, значит, трансгендер, та-та-та-та-та-та-та-та, и взлетает предмет, музыку из Гарри Поттера. Вот, примерно, абсолютно та же история творится. Мне больше нравится история, где в твиттер-профиле, знаешь, там, типа, идёт перечисление. Это Звёздный Войн. Звёздный Войн. Такой текст уплывает. Но давайте, короче, мы всю эту тему немножко закрутим. Я могу сказать так. Чуваки, всё очень просто. Не надо быть мудаком, как Крис Вилон. Не надо молчать тряпочку, если тебя в чём-то обвинили. Ты просто выходишь и говоришь, блядь, всё хуйня. Посмотрите стендапы Эдди Мерфи, где он говорит, тебя заставили врасплох на другой женщине, с которой ты спал, твоя текущая девушка. Прям вот, блядь, вот сняли тебя, можно сказать, с тела. Ты просто говоришь, это был не я. В смысле, ты стоишь прямо передо мной? Детка, это был не я. Она такая, ну, блин, ладно, может, может, а не ты, да. Это всегда работает. Потому что Крис Вилона, почему его отменили, почему это вообще сработало? Потому что он заткнулся, он молчал. И самое интересное, хуйня, он за каким-то хуем, после того, как эта девушка его обвинила, он написал, прости меня, пожалуйста, если я показался тебе там грубым в каких-то моментах. Это никогда не работает, особенно в публичном поле, понимаешь? Вот если бы он ей позвонил, например, и там как-то извинился перед ней лично, то, наверное, может быть, это сработало. Но в публичном поле она же должна держать свое, типа, реноме, скажем так. Это никогда не работает. просто не это невозможно. Никогда, блядь, не извиняйся, никогда ни в чем не признавайся. Блядь, мне кажется, логика такая, вот прям вот всегда работает. Ну, мне кажется, это очевидно для меня, по крайней мере, для Крисовилона и для других чуваков, видимо, нет. Ладно. От которой, по-моему, бомбят вообще абсолютно все, потому что, напомню вам, что мы в прошлом подкасте разговаривали про то, что слили сборку Windows 11, так вот, Windows 11 анонсировали. Официально ее представили и могу сказать, что мое мнение о Windows 11 не изменилось. Нахуй она нужна? Я не знаю. Вот серьезно. В смысле? Подожди-ка, она красивая. Нет. Я могу так сказать, Windows 11 и абсолютно все то щит-шоу, про которое мы сейчас рассказываем, что творится вокруг этой операционки уже всю неделю, лишний раз доказывает, что аптек-цикл релиза Финды работает безотказно. Заебись, говно. Заебись, говно. Заебись, говно. Так, подожди, подожди. Давай проведем мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент. Смотри. XP была нормальная или говно? Да. XP нормальная. Хорошо. Следующая какая была? Виста. Виста говно. Потом семерка. Нормальная. Нет, подожди. Потом была... А, семерка. Так, семерка была нормальная. Потом 8 было. Потом 8 было говно. 8.1 была нормальная. 8.1 это сервис пак, это говно. А, то есть ты не считаешь. 8.1 считается даже виндой. Отдельный виндой, да. Это по сути девятка. То есть по твоей логике десятка полное говно? Подожди, какая именно из десяток? Какая именно из них? Первое полное говно. Десятка после первого сервис пака норм. После второго сервис пака опять говно. 20.1, она какая, хорошая или плохая? Нет, вот сейчас, вот в данный момент, мы живем на десятке, которая норм. А 19.2 хорошая или плохая? Я не знаю, но сейчас норм. Короче, мы все запутались. История в том, что 11 винда, она пока что не вызывает некого позитива в отношении того, вообще, что с ней будет. Потому что, рассказываю, мы уже обсуждали интерфейс, мы уже обсуждали все попытки 10 интерфейсов объединить в один. Попытки. Попытки. А потом произошел simple dimple полный, потому что майки сказали, да, кстати, на процессорах старых, которые, типа, старше 2017-2018 года, она не запустится. В смысле? Подожди, как не запустится? Подожди, они сначала сказали, потом не сказали. О, ты не понимаешь. Потом сказали, потом не сказали. Да, да. Они, короче... Нарратив, Тимур. Нарратив. Макс, выстраивай нарратив. Выстраивайся. Пусть выстраивайся. Пусть выстраивайся. Очень долго и задорого, блядь. Ну ладно. Короче, история вся в том, что там есть два момента. Первый, они перешли на принудительное шифрование. То есть теперь ваш процессор должен поддерживать принудительное шифрование, TMP 2.0, так называемое. Ну это не совсем шифрование, оно используется для шифрования. TPM, 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 пардон. TPM, это аналог... Я правильно понимаю, что это что-то типа Secure Unclave в MacBook? Да, да. Я вот только сейчас хотел сказать, что это некий аналог. Полный аналог. Ну, не полный. Там есть несколько реализаций. Ну, считай, то же самое. Да, это аналог. У Apple'а это отдельный ARM-процессор, суперзащищенный. Да, у Apple'а это ARM-процессор. На Windows'е это бывает... Ну, в смысле... В двух разных историях бывает. Бывает отдельный чит. Это у Intel'а обычно. Это софтовая реализация, MPT, она... Ой, МТ... Пу, блядь, короче. Софтовая реализация, она в AMD'шных процессах. В моем и в Димкином. Она... Она в прошивке BIOS. Выключена. Она по умолчанию у всех юзеров выключена. У всех вендоров материнских плат эта настройка называется по-разному, блядь. И просто включить ее, это уже целый квест для обычного пользователя. Потому что, например... Не знаю, я, Максим, включил одной кнопкой в BIOS и вообще не парился. У меня теперь утилита показывает, что я готов к Windows 11. У меня все хорошо. Как там твое очко после Windows 11? Я не собираюсь ее ставить. Ну, вообще, да. Короче, дай я тебе закончу. Слушай, я правильно понимаю, что все это для того, чтобы запустить TikTok на Windows. У меня что? Чтобы твои данные сразу ушли в Китай. Давай мы нарратив сначала выстроим, а потом ты перейдешь к TikTok. Ну, что ж ты пытаешься-то все вперед переберелезть? Ну, Аксин, продолжай. Короче, история вся в том, что эта херня, например, и очень сложно включить на ноутбуках. Потому что на ноутбуках просто, блядь, BIOS вызвать это целый квест. Я, например, до сих пор не знаю, как у меня на Lenovo... Нажимаешь Command Air при перезагрузке. F2 называется. Или F12, или иногда специальную кнопочку надо нажать в дырочке на некоторых кнопках. Command Air нажимаешь, и все. Добро пожаловать чудесный мир Windows с железом. F2 всегда работала. Весь в том, что Microsoft говорит только TPM 2.0, никакого TPM 1.2, и только процессор, начиная там с 8-й серии у Intel и с 2000-й серии у Ryzen. Причем самое смешное, что Ryzen 1-й тысячной серии от Ryzen 2000-й серии не слишком сильно-то, блядь, отличается так-то? Ну, в общем-то, процессоры... Ну, давайте, опять же, если вы далеки от всей этой истории, процессоры устаревают гораздо дольше, чем что угодно в вашем компьютере. То есть, например, если вы не играете, если вы не делаете 3D-графику, а вы, например, занимаетесь дизайном, двухмерным там или веб-дизайном, и вы занимаетесь текстами, вам, блядь, процессор пятилетней давности среднего вот так, да пизды, до сих пор. Это нормальная абсолютно рабочая машина. Мы будем говорить о хуевой коммуникации Майкрософта? Да, я, собственно, что я хотел сказать сейчас. И вот то, что я вам сказал сейчас, это то, что мы нацедили из 20 противоречащих друг другу, сука, пресс-релизов и информационных сообщений самой Майкрософт. Вы можете, пожалуйста, мне сказать, как бы вот после всех этих вот огромного количества сообщений, которые они вроде как сделали. В итоге, какие проценты поддерживаются? Потому что они паритконили несколько раз. Они буквально за час до записи подкаста выпустили следующий текст, что типа, знаете, мы пока не можем назвать точный список. Понял? Подожди, в смысле, они не тестировали винду на них? Или почему они не понимали? Нет, смотри, есть точный список, на который должна поставиться инсайдер превью, который сейчас распространяется. Точный список для нее есть. Но этот точный список не совпадает с тем точным списком, который они еще не составили, для релизной версии винды, которая должна выйти осенью. Понимаешь? При этом... То есть, чтобы ты понимал, я читаю в Твиттере редактора The Verge, который пытается из Майкрософта каждый, блядь, ебаный день, он пытается из их представителей вытянуть какие-то новую информацию. И у них есть статья на сайте, обновляемая, про Windows 11, и там внизу уже шесть разных правок, блядь. То есть, апдейт 1. Майкрософт сказал нам это. Апдейт 2. Нет, это они соврали, блядь. На самом деле вот так. Апдейт 4. Там, знаешь, там типа... Бля, мы еще раз пообщались с писателем Майкрософт, он нам сказал, что все хуйня собачья. Инженеры, которые писали документацию к Windows 11, типа, ну, проебались, а на самом деле отдел маркетинга сказал нам вот так. Апдейт номер 6. Это все хуйня собачья, будет новый пресс-релиз. И ты такой читаешь, что ты хуйню и думаешь, блядь, они там в Майкрософте совсем, блядь, ебнулись нахуй. Нет, самое охуительное во всей этой истории это то, что вот эту вот утилиту PC Health Check, которая показывает вам совместимость вашего персонального комплюктера с Windows 11, они убрали ее из циркуляции, сказав следующее. Сорян, ну сорян, эта утилита не была готова к релизу, и она вам пиздит. Да, и самое смешное, что я когда ее скачивал, я ее когда скачивал только после анонса 11 винды, я поставил ее себе на компьютер, она написала, что ваш компьютер несовместим, типа, с Windows 11. Я думаю, ну охуеть теперь, блядь. На следующий день они выпустили обновленную версию этой же утилиты. Она мне сказала, что компьютер мой совместим с Windows 11. Ну, блядь, он старый, пятилетней давности. Я думаю, блядь, откуда ты это, сука, взяла? Откуда? Единственное, что мне в голову приходит, это то, что винда, наверное, посчитала, что она установлена пять лет назад, поскольку у меня винда, которая обновленная с семерка на десятку. Ну, то есть, я ее ставил хуйня когда. Ключ активации, когда первый раз активировался на серваке, вот тогда. Или так, да. Ну, то есть, это странная херня, но в любом случае, железо-то у меня, блядь, относительно новое, и ни хера не пятилетняя. Относительно у тебя нормально на фаршированный ПК. Ну, короче, я к чему все это говорю, что это странная херня, и очень хорошо, что они ее убрали. Но я могу сказать так, скорее всего, скорее всего, несмотря на все идиотские заявления Microsoft'а, одиннадцатая винда пойдет везде, где идет десятка. У меня есть такое подозрение. При этом требования вот этого ТПМ, Secure Unclave, уже обошли. Причем обошли следующим образом. Вам надо просто одну дейлельку в установщике поменять на ту дейлельку, что в десятой винде. Вы просто копируете ее в образ, переписываете, и винда ставится. Да, но только это все костыли ебучие, а меня скорее интересует Enterprise. Но я могу, возвращаясь к винде одиннадцатой, одна из фишек, которые там тоже интересным образом представили, это история того, что ты можешь запускать андроид-приложения. И в пресс-релизе тебе, блядь, четко написали, что далеко не все андроид-приложения будут запускаться. Это можно будет сделать только через магазин Амазона, который будет встроен в магазин Майкрософта, который типа новый обновленный. Соответственно, вот те приложения, которые там в Амазоне, вот только они будут работать. Это все оказалось хуйней собачьей, поскольку сейчас выясняется, что любая ПК-шка от андроида будет спокойно работать на одиннадцатой винде. Просто надо будет ее, надо будет ее типа ставить отдельно. А, и как это работает, тоже интересный момент. Об этом, блядь, ни слова. Об этом мы узнаем из пресс-релиза вообще компании, блядь, Intel, а не Майкрософта, которая говорит о том, что они совместно с Майкрософтом придумали транслятор, ну, по сути, как это, посткомпилятор, да, исходного кода, который тебе на лету конвертирует приложение для ARM, блядь, интерпретатор, интерпретатор, да, в процессоры на Интеле. Но, типа, они хотят, чтобы это работало. Знаешь, что это, по сути, что-то, это типа розетты у Мака, только там оно на ARM транслирует, а здесь наоборот на Intel. Здесь наоборот, да, да, да. Ну вот, и история в том, что, типа, сначала, типа, такие, ну, это же, типа, работает, наверное, на Интеле. Нет. Представитель Интела сказал, что, типа, мы хотим абсолютно всех пользователей компьютеров порадовать, поэтому это будет работать и на AMD процессорах тоже. То есть, вот такая история. То есть, не за горами тот момент, когда я смогу поиграть в Raid Shadow Legends. Переходи по ссылочке в описании этого выпуска и забирай нового героя. Ищи меня в игре. Самое главное, что, знаешь... Знаешь, зачем мы это сделали? Почему сделали так, чтобы еще и на AMD тоже работало? Угу. Потому что Intel максимально невыгодно, чтобы вообще, хоть каким-либо образом развивалась ARM-архитектура для ПК. Чтобы тебя хоть где-то, хоть как-то, где-то что-то залочило. Чтобы их задача сделать так, чтобы только на X86 все сидели. Ну, там, соответственно, X64. Чтобы вот, ни сном, ни духом, никаких тебе армов. Вот. Хотите Android приложение, пожалуйста? Я не понимаю, почему они до сих пор не сделают ARM совместимый Proc, типа Intel. Чё, 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 момент им придется это сделать? Я, кстати, напомню, что AMD сейчас выпустят Xenus новые, Samsung-овские, со своей графикой. И там будет трассировка лучей на мобилах. Класс. Ну, нахуя. Всегда мечтал поиграть в Raid Shadow Legends с трассировкой. Но на самом деле я со всей этой хуйни не могу по другой причине. Вы знаете, когда нам какой-нибудь очередной редактор сайта Windows Central, который абсолютно не предвзят уже в самом заголовке, пишет, что Microsoft разъебёт Sony, разъебёт там, ещё кого-то, разъебёт Apple, потому что Microsoft экосистемный подход. их собственная винда 11 не работает на относительно недавних серфисах, потому что там стоят те Рязани, которые не поддерживаются 11 лет. Подожди, а на каких-то старых серфисах? Или каких-то новых серфисов? Ну, какой, 17-18 года? Это не слишком-то уж старые компьютеры для ноутбуков. А вот это Surface Pro. 4-летней давности? Surface Pro, да. Они автоматически отваливаются от всей этой истории. И ты понимаешь, что винда на устройстве от Microsoft получает меньше срок поддержки, чем macOS на старых ноутах Apple. Потому что у меня мой MacBook 15-го года до сих пор жив, он до сих пор стабильно получает апдейты. У меня MacBook Air 14-го года уже старенький, 4 гигабайта оперативки. На Safari запускаешь, он пердит, тормозит, но кое-как работает. Я могу сказать, что он тоже до сих пор получает апдейты. Я не знаю, зачем убить, уже его. Я тебе напомню, что iOS на 6s выйдет. Про важную штуку, которую вы не упомянули, она связана с тем, что в контексте вы сказали об этом частично по поводу Амазона, то, что якобы магазин Амазона будет строен в магазин винды, в Windows Store. Так вот, новый магазин Windows Store отличается тем, что теперь это гуляй просто рванина. Может кто угодно прийти туда Epic Games Store, Steam и так далее, и они могут прийти туда, в этот самый магазин и размещать там свои товары. А ты не слышал эту историю, как они его создали? Не слышал? Суть в том, что их цель заключается в следующем, что в какой-то момент, когда вы возьмете и наберете, например, Metro Exodus, вам вывалятся там три позиции в Windows Store, в Steam и Epic Games Store. Вы сможете купить в магазине Windows Store там, где вам хочется. То есть, по идее, вроде как, это должно работать. Так, все это упирается в следующее, что, опять же, мне кажется, что это все превратится в сладкие мечты, примерно как интегрировано, например, в Steam Ubisoft Connect и как туда встроен, соответственно, Origin. Потому что каждый раз, когда я запускаю Steam-овскую версию Windows 5 на довольно быстром компьютере, короче, он довольно быстро компьютер пердит и запускает Origin. А потом он только начинает запускать Battlefield, пердя там. И в итоге у меня запускается Battlefield в Steam-е минуту, и я такой, просто, чтобы просто запуститься, да, с флешскрина первого. Я такой, блядь, серьезно, при том, что у меня реально такой немедленный компьютер. Ты не слышал, да, эту историю, как придумали вообще запускать Windows Store новый? А как это произошло? Не слышал? А как? Что они сделали? Кто-то сидел на сортире? Сатья надел зашел в шатер. В шатере стоял здоровенный конь. Конюх спороли брюхо, вытащили оттуда сердце. Он его ел и приговаривал, что типа сделает Windows Store таким, чтобы он покрыл весь мир, понимаешь? Туда можно будет запихнуть абсолютно любое приложение, абсолютно любой Store. Хочешь, Steam запихнешь, хочешь, Epic Store запихнешь, хочешь, Ubisoft Store запихнешь. Будут там все твои видеоигры в одном Microsoft Store. Очень удобно. Мне кажется, это классно. А помните был такой GOG Galaxy, да? А помните? Вот я не помню. Вот я когда слушаю про все эти охуительные истории с мега-кросс-платформерностью, мне сразу вспоминается УВП, который до сих пор работает через адскую сраку, игры в геймпассе. И хуяне работают, потому что они УВП. Максим, давайте перевернем эту страницу. Но я вообще хочу сказать, что с одной стороны, это вроде как очень прикольная инициатива, но знаем Microsoft будет работать через просто три сраки. Я напоминаю вам мою мантру, что, блядь, до первых сервис, хотя бы до первого сервиспака не устанавливайте, братан. Вот серьезно. Подождите, блядь. Так, ну следующая самая главная тема недели. Димка, ты у нас просто специалист. Главный, как главный уфолог завтракаста. Давай. Подожди, а почему уфолог, если мы говорим о нашем святом, замечательном Кодзиме? Почему здесь, блядь, уфолог? Почему здесь уфология вообще? Я не намекаю, Дим, но что если? Но что если? Что если? Что если? Кодзима пришелец. Ты видел, как... В Донкес-мемах сегодня... А, да-да-да-да, бегаю. Сложно всего лишь пить, пить по-вотам воду. Короче, делать пробежку, а игр не будет. Короче, мы говорим про игру Abandoned. Мы о ней уже говорили несколько раз на нашем замечательной истории Котлетки-шоу. Помните, Котлетки-шоу было такое говно у нас в Телеграме? Когда мы начнем делать Котлетки-шоу 3? Он не выйдет, как старикас, да? Никогда, блядь. Я понял тебя. Хорошо, спасибо. Подготовь нарратив для этого. И я тоже занятой. Подготовь нарратив для Котлеток. Блядь, это звучит очень смешно. Подготовь тебе нарратив, проверяй. Короче, игра Abandoned, если кто не слышал вдруг внезапно, то мы вам напоминаем, что история развивалась следующим образом. В апреле этого года в блоге PlayStation анонсировали новую игру от компании Blue Box Game Studios, которая называется Abandoned. Она вроде как... Она тоже рассказывает. Представляет собой хоррор, да. Представляю. Ну и что? Что-нибудь так? Ну мы рассказывали про нее, что типа якобы возможно, может быть это какая-то другая игра, что недаром ей выделили такое большое пространство, там, IGN-интервью сделала и PlayStation Block. А ты помнишь, что 22 июня должен был выйти вот этот вот трейлер на PlayStation? Интерактивный приложение. Интерактивный, да, да. Ну, короче, ее перенесли 25-е. А 25-го, знаешь, что произошло? Что? Его перенесли на август. Так, подожди, а почему? Они сказали, а, они же сказали, типа, что они с локализацией не успевают. О, подожди-ка, интерактивный трейлер будет переведен на разные языки? Да, там будет надпись, где написано будет Abandoned, или на русском будет написано заброшенный трейлер, в смысле, игра тоже. Короче, я могу сказать так, на Reddit обсуждается вся эта история с Abandoned, там есть целый специальный сабройдет, в котором обсуждается вся эта конспирсия, как это, теория заговора вокруг игры Abandoned, якобы это Кодзима, якобы это Silent Hill, но из тех вещей, которые, скажем так, транслирует глава студии Bluebox Games в интернет, складывается впечатление, что опять происходит наебалово века, я бы так это назвал. паблик сервис аннаунсмент, если вдруг я пропаду, тут такой пиздец на улице, молнии просто сука в полнеба хуярят. А вот мы при этом этого не видим, Максимка, потому что у тебя зум на ебле на твоем, а надо было, чтобы на окне было бы. Классно было. Нет, самое прикольное, ты знаешь, это, блядь, реально выглядит как Спилберговская война миров, я серьезно. Макс, ты не подписан просто на московский телеграм-канал, там сегодня была такая война миров, что как бы... Я знаю, я знаю. Ты посмотри потом. Что ты мне рассказываешь? Там после удара молнии подстанция ебнула. Там после удара молнии взорвалась подстанция, да. Да, да, самое охуенное, мне пишет мой старый дружище еще по Спорт-ФМу, инженер, он пишет, братан, нас затопило. В смысле, дома? Нет смысле, блядь, в Останкино нас, сука, затопило в аппаратной, блядь. Да, я с ним тоже видел видосы. Играет музыка из водного уровня в Марионе. Нет, нет, тут надо только так сказать в контексте нашего телевидения. Какие вам, сука, еще нужны сигналы от Всевышнего? Я не понимаю, почему Останкино-Скатеребашня опять не загорелась. Мне кажется, если бы она спалилась нахуй дотла, то было бы гораздо лучше для всего вообще мира. Наверное, Из интернета пропало бы туча. Да, да. В Останкино. Давайте, извините, извините, просто прошу прощения. Короче, Абандант. Это не Кодзима, это не Сален Хилл, а походу происходит у нас опять очередное наебалово в духе наебалово с Киберпанком, наебалово с No Man Sky и прочими видеоиграми, которые, ну, как бы, наверное, просто не готовы, потому что глава No Box Studio я пытаюсь нарратив придумывали. Люди себе напридумывали. Ты напридумывал, ты ходил и думал, что это Сален Хилл. Я ходил и думал, да ты, блядь, мне в подкасте рассказывал тебе истории, что, блядь, это то, что никак пяти, блядь, я зубную, блядь, ну, Соня, что не могла в своем блоге публиковать говна. Оказывается, она публикует в своем блоге говно, сука, постоянно просто. Инди Параша раз, Инди Параша два, Инди Параша три, Инди Параша четыре, и все эти посты в блог, знаешь, кто пишет? Знаешь, кто Тимур их пишет? Кто? Авторы Инди Параши. Понял? Это не, блядь, какой-то особенный маркетинг PlayStation. А кто-нибудь в этот же день берет интервью на IGN у человека, который опубликовал Парашу в... Да, и еще желательно тиражирует его трейлер, дает ему право на интерактивное приложение. На самом деле, вот общий консенсус, здравый консенсус, потому что там, что Тим Фейк, который верит, что это все хуйня, что Тим Рил, у них примерно одинакового уровня теории заговора в аргументации. Ну, серьезно. То есть, это когда люди, типа, которые стараются быть адекватными, выдают примерно такую же дичь, как неадекваты, чтобы оправдать свое мнение. Но мне лично кажется, что это ARG, скорее всего. Это какой-то все равно вирусный проект, но это не Кодзима, это не Silent Hill. А что это, блядь? Ну, я... А я тебе скажу, что это такое. Я склоняюсь к тому, что это, блядь, говно просто ебучее. И знаешь, что это такое? Это анонс нового сезона Fortnite. Не, ну, на самом деле, у меня есть теория, что это, кстати, херня вполне может быть либо анонсом чего-то от Bluepoint, потому что они сейчас пилят какой-то свой следующий проект, либо... И, кстати, Bluepoint такой хуйней постоянно занимались у себя в Твиттере. Либо второй вариант. Они могут так тизерить. Все про это забыли, а вообще уже три года Герилла делает новый какой-то проект мультиплеерный, очень важно, под началом гейм-директора Радуги. Killzone Online. Не, не Killzone, я думаю, это что-то а-ля Socom или еще что-то такое. Боже мой, блядь, ни за что. Но история вся в том, что у Sony достаточно проектов, которые сейчас параллельно пилятся другими студиями, и вот эта вот история... Ой, мы выпустим 22-го. А, нет, 27-го. Кстати, мы выпустим в августе. Ну. А? А 8-го июля будет мероприятие у Sony. Да, то есть, и в этом плане, знаете, с абэндондом, я считаю, на это надо смотреть как на очень классную маркетинговую наебку, но не от Кодзимы и не про Silent Hill. Вы видели выступление этого Хасана Камарана, главы Blue Box Game Studios, который в Твиттере... Один хуй. Который в Твиттере рассказывает о том, что, типа, нет, пацаны, мы не Silent Hill делаем, я не связан никак с Кодзимой. Как выглядит твоя ебаная студия, Хасан? Братан, а ты видел... Где хотя бы один ее сотрудник? Ты насрать на это, что сотрудник. Может быть, он все это напиздел. Ты видел, что какая у него, блядь, паника нахуй в глазах, когда и мимика странная, да. Это видно, что человек, который это произносит, он реально обосрался от такой хуйни, потому что он думал, что он сейчас в блоге PlayStation анонсирует свой инди-парашный хоррор, про который все бы забыли, блядь, через месяц, после того, как он вышел. Да даже бы, наверное, просто бы не знали про него. Если бы он с дуру, а он, кстати, сам ведет этот твиттер Blue Box Game Studios, сам, блядь, отвечает там на каждый ебаный твит, не написал зачем-то, что наш хоррор похож на первую букву S, последняя L, и все подумали, что это Silent Hill. Если бы он этого не сделал, про этот хоррор бы моментально забыли. Но нет, вместо, блядь, этого начался шит-шторм, сделали огромное количество конспиросити, начали под это все дело подгонять факты и так далее, и когда он увидел, какая там, блядь, движуха началась на Реддите, какое огромное количество людей сейчас узнало про его игру, он понял, что если он сейчас выпустит свое инди-парашный хоррор, это будет карьерное самоубийство, Максим, понимаешь? Ему просто скажут, что, блядь, Хасан, давай-ка ты нахуй пойдешь со своим, блядь, абандоном, просто вот нахуй, это вон туда, вон, дверь иди. Так и будет. Именно поэтому он обосрался, именно поэтому он, блядь, теперь дает... Да, именно поэтому ему помогает 7 студий, блядь, ни одна из этих семи... Но одна единственная студия записала ролик, в котором они сделали странный, блядь, хуйпами какой жест, какой-то, блядь, руками типа окей, но окей показывать нельзя, потому что это, блядь, теперь white power, да-да-да. Но, не-не, я просто так скажу, моя ставка, что это лес на Shadow Moses, и в конце этой демки мы выйдем на ту самую базу, а потом Bluepoint такие... И Metal Gear Solid ремейк, да? Ну, блядь, ну, это, знаешь, это wishful thinking, то есть ты думаешь о каких-то вещах, которые ты хотел бы увидеть. Ты хотел бы увидеть Silent Hill, ты хотел бы увидеть Metal Gear, а это, представь себе, игра... Просто ты держишься правило, ни на что не надейся, и не разочаровывайся, да, все просто. Не, я не спорю, я не спорю, я тоже не собираюсь дико хайпать, но я еще раз говорю, что эта история, в ней все равно что-то капитально не так. Ну, просто все инстинкты про это говорят. Это правда. Вот и все. Это все, что я хочу сказать, это все, что я хочу донести. Мне насрать, что это будет за игра. Мне насрать, кто ее выпустит. Ну, в этой истории просто пахнет неправильностью, на уровне маркетинга, на уровне того, когда же, блядь, вы заметите, все интервью с этим ебаным Хасаном берутся по телефону. Ну, сука, ну, какой год на дворе, на зум с чуваком выйти там, еще на что-то. Мы поговорили по телефону с Хасаном. Мы уже много раз говорили о том, что тут явно попахивает наебаловым. Причем это понятно абсолютно всем. Ну, наебаловым со стороны Хасана Карамана. Или как в этом зале? Карамана. Айухой. Понимаешь? Я же третий раз говорю, что я не по-хуй на его фамилию. Не важно. Короче, Карман, Карахамарман занялся там 86 рублей. Пацаны, отвечаю, я Никодим. Вадим Аноним занялся 300 рублей. Я из-за ваших подкастов какую неделю не могу аудиокнигу дослушать. Братишка, мы специально для тебя не выходили целую неделю, братан. Так что... Чтобы ты мог дочитать. Крис Авеллон не Андрей Коняев. Занес там 100 рублей, написал, Тимур, я не долбоев. Мы же только что прям похвалили Крис Авеллон. Паркусян занялся 300 рублей. Рад встречи, парни. Спасибо тебе, братан. Харви Бёрдман занялся 100 рублей. Макс, у тебя S80? Нет, у меня S90. S90. Если так, как в плане комфортно высокому человеку посадка лежачая а-ля БМВ или ближе к капитанской, извините, за автокасс. Старые Вольво очень высокие. Абсолютно все, включая, кстати, те, что на фордовской платформе. Новые Вольво достаточно низкопровольные. Сколько от башки, если там в количестве... Я, конечно, не упирался в потолок головой, но мне было некомфортно низко. Вот так я тебе скажу. Слышно, вот у меня, когда я сижу, а я сижу высоко специально для того, по креслу, чтобы прям видеть перед собой все, у меня примерно полторы руки. Нет, меньше, меньше, меньше расстояния. Меньше, меньше расстояния, чем полторы. Где-то в одну макушку. Потому что, ну, я так же сижу, как и ты. Я люблю, когда у меня минимальное количество слепых зон в лобовом стекле. Она такая полуспортивная, там еще зад такой срезанный. С задним пассажиром, наверное, вообще будет некомфортно. И в этом плане новые Volvo, они гораздо менее большие, чем старые. Так что, если ты смотришь на S80 2008 года, она норм. Если ты смотришь на новые Volvo, ну, посиди. А я бы советовал посмотреть в сторону V90. Вот, потому что V-шка, это такой типа пауэр-вагон. Вот, очень крутая машина, на самом деле. И V40 новая, тоже довольно классная Volvo. Пайман занесла нам 86 рублей, не получается скачать старые выпуски Завтра Тюнса из-за подкастов. Возможно ли как-то это починить? Отпишись и подпишись заново, Завтра Тюнс должны работать. А если ты имеешь в виду старые выпуски Завтра Каста, ну, то есть там первый выпуск, второй, третий, десятый и так далее, то их не получится добавить в Apple Podcast, потому что там есть ограничения на количество штук, которые можно в RSS Lent добавить. То есть, наша RSS-ка официальная выдает абсолютно все подкасты, но Apple забирает только, по-моему, 200 штук или типа того. То есть, соответственно, самые старые, там, пятилетней давности уже не попадают в ленту. Замбар занесла нам 100 рублей, в Москве жарко, потому что MacBook Тимура троттлит. Суки. А я верюшу проблему, а знаете, как решу? А? Ну. Сейчас будет ржать, короче. Знаете, почему он так сильно троттлил? Потому что у него он заряжался, одновременно передавал изображение по одному USB-C, и одновременно еще у меня от монитора куча питается устройство. В итоге он перегрелся из-за того, что у него, по сути, одна часть MacBook как бы левая, она вся как бы через себя прогоняла вообще, ну, типа, все вот эти PCI lanes, они все были заняты. И как только я воткнул питание типа справа, он тут же перестал перегреваться. Я понимаю, что это идиотизм, это тупо, но это, к сожалению, вот так это работает. За борьбу, я знаю, 100 рублей, напоминаю, что Metal Gear Phantom Pain также запускалась, как незаметный трейлер игр, который просто назывался Phantom Pain на движке Fox Engine. Да, и мы говорили о том, что у Кодзимы много таких было историй, была же история еще из пяти, не забывайте про это. Я и про MGS2 вам напомню. История с MGS2, где он наебывал, что там всю игру ты играешь. 7780S. Ты знаешь, что это значит? Нет. Это история, нет? Конечно, по-японски, если прочитать это как... 7780S. Типа, да, это как-то читается как типа какая-то площадь в Токио, и эта площадь четко ассоциируется с игрой Silent Hill. И Кодзима говорил о том, что это настолько очевидная отсылка, что мы так и не поняли, почему никого до этого не дошло. О, ну да, конечно, площадь в Токио, да, точно. Нет, ну имеются в виду японские, наверное, игроки, братан, которые знают, что это как-то переводится. Я в душе не еблу, как на японском, 7786, или как там, блядь, цифры были. коли уж мы говорим про теории заговоров, вот. Ой, сейчас будет вообще класс. Давайте. Давайте поговорим про потерю в IT в IT сфере года. Что, Джон Макафи? Макафи. Или Макафи? Я всю жизнь думал, всю жизнь, Максим, я думал, что он Джон Макафи. Всю жизнь. Я всегда произносил Макафи, пока я не посмотрел с ним кучу интервью, где он произносит каждый раз, когда его называют Джон Макафи, и он такой, no, 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 Макафи. Ну, ну, что, не стало его? Как его не стало? Ты можешь подробности рассказать? А вдруг кто-то не следит за... Понимаешь, официальная версия, его поймают... Так, подожди, давай, кто такой Джон Макафи? Давай, давай, кто это? Опять нарративный подкаст начался. давным-давно, Тимур, в начале 70-х, давным-давно, в начале 70-х, Джон Макафи работал на стройке. Ты знаешь, мне очень хочется назвать его, как он сам себя называл. Ну. Anal Fisting Maestro. Это цитата просто. Маэстро анального фистинга, понятно. Кстати, Димка, я маленькая такая... Да. Так вот, 7780S, это zip-код, шизуоки. Это типа регион шизуока. А по сути произносится как шизука. А шизука, шизука, это типа, значит, по сути, тихий. Silent. Вот. И это вообще был никнейм для Silent Hill, который дали в свое время давно-давно еще типа японские геймеры. Поэтому, типа, это да, якобы, должно было быть очень понятно. И как там было? Поэтому 78S, 7780S, это типа шизука-с. Ну, типа Silent Hills. Понимаешь? Только вопрос. Японские геймеры тупые просто, типа, или они не умели писать, типа, в твиттере? Потому что можно? Подожди, можно я тебе сейчас сейчас протолкнул один нарративный подход такой, нарративный, у нас сегодня нарративный подкаст. Я не знаю, что я намекаю. Нарративный подкаст у нас сегодня. Всем похуй на Silent Hill, братан. В смысле? Когда-то пяти вышло, там был вообще ни разу не похуй. Всем похуй на Silent Hill. Потому что пяти там все просто похуй на Silent Hill. Похуй на него. Знаешь, почему? Это выше full thinking. Знаешь, почему всем похуй на Silent Hill? Давай, почему? Хорроры, непопулярный, узкий жанр, блядь, в который играют только стримеры, и те люди, которые боятся, блядь, в хорроров, смотрят этих ёбаных стримеров. Всё. Понимаешь? Почему Polar Resident Evil? Потому что это нихуя не хоррор, блядь, это сука экшен блокбастерный, понимаешь, где ты стреляешь, блядь, в Леди Димитреску, по жопе, её бьёшь, блядь, этой мухобойкой, да, вся эта история. Вот почему Polar Resident Evil. Это не хоррор, нихуя, а настоящий хоррор, в котором тебе пиздец за жути страшно, блядь, в него играют единицы. Сколько у Silent Hill количество народа, которого купило? Сколько? Миллион человек, блядь, что такое миллион копий для ААА-игры, ну камон. Ты вспомни, ты вспомни серию Forbidden Siren, они очень страшные. Она очень страшная, да. Они очень инновационные, это полный провал в продажах все части. Я думаю, что и здесь то же самое будет. Блядь, Outlast, вспомни, Outlast, что, плохой, блядь, хоррор? Нормальный хоррор? Outlast охуенно продался. Охуенно продался? И какое-то, блядь, интересно, какое количество копий, блядь? Два миллиона есть хотя бы? Есть. Ну ладно. Тогда вы прослушали диалог, который будет вырезан, нахуй, чтобы, чтобы, если что, не рушим нарративно. 4 миллиона копий. Димка не обосрался, Димка, я напоминаю, ощущение кружки Димка был прав. Вот так. Куплю обязательно. Если что, Дима, чтобы ты понимал, вся серия Outlast, да, это две игры, по сути, первая и вторая, продалось количество 15 миллионов копий. Вот именно. Ну это две игры. Возвращайся к Джону Макафе. Возвращайся к Джону Макафе. Макафе, да. Стоит сказать, что Макафе, он изначально был айтишником, он был одним из отцов антивируса в целом, как продукта и явления. В определенный момент он отъехал кукулхой, решил, что будет очень весело ебать китов. Я не шучу про ебать китов. Значит, и пустился в кругосветное плавание с большим количеством наличности, оружие. В основном плавал в карибском бассейне. На своей яхте, блядь. на своей яхте с кокаином, шлюхами. Вообще, мужик умел развлекаться. У него был шикарный ролик, где он рассказывал в окружении таких грудастых дам, как удалять, собственно, антивирус. Ты понимаешь историю того, что Джон Макафе расстался с компанией Макафе антивирус где-то, блядь, в 98-м году. А оставшиеся 22 года он говорил о том, что, блядь, я не имею никакого отношения к тому, какое говно они там сделали. Мне просто похую. Почему меня до сих пор ассоциируют с этим говном? Только потому, что там стоит моя фамилия, и я, говорит, не понимаю. И я могу сказать, что после того, как... В этот момент господин Касперский просто сейчас такой икает. Ну, ты же знаешь, что Касперский тоже не делает свой антивирус, да? Ну, то есть, он глава компании, но как бы... Точнее, его жена. Они, кстати, уже... Они... Его жена в другой компании, она его бывшая жена. Я уж не говорю про тот факт, что основное бабки Касперский уже давно делает на промышленной безопасности. Чему? В соусе Анкл Бенс нет частей дяди Бена. Дядя Бен! Простите. Вопрос в том, что Джон Макофе, про него постоянно все говорили, потому что он все время попадал в какие-то адские переделки. Да он окончательно ебанутый. Он, блядь, ебанутый человек. В хорошем смысле. Он совершенно как бы в очередной раз, когда он был в каком-то безумном кокаиновом приходе, короче, рассказал про историю о том, что якобы... Якобы, что как-то так получилось, что он заразил соответственно вирусом компьютеры Демократической партии США. Не просто заразил, он передал по-моему 20 тысяч ноутбуков бесплатно в качестве жеста доброй воли. И на всех этих ноутбуках стояла, по его словам, спайвер. Молварь, да. Молварь, да, в которой он получил доступ к компьютерам Демократической партии и несколько месяцев он смотрел все, что у них происходит. Смотрел, блядь, логи почты, смотрел то, что на камерах там есть, смотрел, не знаю, там микрофоны включал и так далее, и тому подобное. И прикол в том, что он и нарыл якобы много всего интересного и он в интервью, по-моему, Вайсу или кому-то рассказывает о том, что, блядь, я нарыл столько всего, столько всего. Например, я узнал, что министр юстиции США, он на самом деле самый главный наркобарыга по всей США. И вот за это меня и хотят закрыть. Ну, то есть, что здесь правда, а что здесь бред, вызванный переизбытком кокаина в крае, я не знаю. Но сам факт того, что он давал и не такие ебанутые интервью. То есть, как бы, он говорил очень много очень странных вещей, а потом внезапно самоубился в тюрьме. Причем самое смешное, что в своем твиттере всего лишь год назад он утверждал, что если вдруг внезапно, и если вдруг внезапно меня найдут мертвым в тюрячке, знаете, что... Как Эпштейн. Да, знаете, что я не убивал себя. Вот так-то. Ну, тут вопрос в чем, что демократическая партия хранит свои секреты. Я напоминаю, что господин Эпштейн дружил с практически всеми, кем только можно, начиная от Хиллари и Белла Клинтона, заканчивая Биллом Гейтсом и вообще всем, кем только можно. Слышал последние слухи про GTA 6? Это неожиданный заход был. Сейчас объясню, я объясню почему. Потому что, согласно последним слухам, с Фочана, который никогда в жизни не оказывается правдой, но тем не менее, если что, вы услышали это первым здесь. В GTA 6 якобы будет Илон Маск, якобы будет Эпштейн, но только... И криптовалюта. И криптовалюта, и якобы ты даже слетаешь на его остров Лолит, или как он там у меня это называется. А я напоминаю, что прямо сейчас в Microsoft Flight Simulator и в сообществе есть даже полетный маршрут. Есть еще какой-то момент, дело в том, что в GTA то, что было возможно в свое время давно, теперь в Single Peri, конечно, будет уже нельзя делать. Потому что, когда у вас там типа расизм и сексизм, вот это все, ну, уже просто общество не позволит. Я уверен, что если это будет сатира, если игра будет пиздатой, всем будет просто насрать, братан. Как RDR 2, где кучами загони и вообще... Слушай, ну подождите, ну вот там типа Star Wars тоже как бы вот взяли, им пришлось, например, взять и переименовать корабль... Ты помнишь историю, как это... Теперь это не корабль Раб 1 Слейф 1, короче, а теперь это корабль просто Боба Фет Старшип, все. А я напоминаю, что именно в этом были главные проблемы Звездных войн и теперь они наконец-то решены. Ты помнишь историю, как RDR 2 отменяли? Не помнишь? Да, да, да. RDR 2 в свое время пытались отменить, потому что там, когда ты приезжаешь в Сен-Дени, там есть феминистки, которые суфражистки тогда назывались. Да, да, ты можешь ее ебнуть и скормить крокодилу. Ты можешь ее ударить по лицу, да, и типа вот нарезку с этим моментом вставляли и говорили, что игра, в которой такое возможно не должна существовать. Понимаешь? Успешно отменили RDR 2, как мы видим, блядь, она просто нахуй провалилась. Все, Take-Two на E3 не показывает. А видишь ли ты RDR 3? Да, а Take-Two на E3 знаешь, что показало? Знаешь, что показало? Ничего, блядь, ни одной новой игры. Ты понимаешь, что они даже не показывают ремейк GTA 5 для PS5? Да, потому что отменили их, все. Причем ему выходить осенью. У нас сегодня отмененный подкаст, если что. Подкаст отмененный, короче, Галя отмененный. Знаете, что еще отменили? Давайте мы поговорим об отменах сегодня. Давай, давай. Если вы помните, в 2014 году на презентации Xbox'а выходил Стивен Спилберг и сказал, что для меня лично это очень... Доброго времени суток. Здравствуйте, я президент Стивена Спилберга, да. Выходил Стивен Спилберг и сказал, что чуваки, для меня это очень личный проект, я очень горю с желанием сделать... Всю жизнь болела за синих игровал. Я хочу сделать сериал по Хейло. Тогда все просто с ума сошли, потому что, во-первых, Спилберг, во-вторых, сериал по Хейло. В 2014 году мы все еще надеялись, что Хейло 5 не будет говном. То есть, у всех все... Было светлое время в 2014 году, да, в июне. То есть, было нормально прям. Ну, так вот, сериал по Хейло с 2014 года попал, скажем так, ну, в тяжелую ситуацию. То есть, то сценаристы менялись, то Стивен Спилберг куда-то внезапно растворился, не знаю, пропал куда-то. Очень личный проект был просто. Очень личный был проект. И в итоге, якобы, сериал по Хейло должен выйти в 2022 году на стриминге, по-моему, Paramount Plus или как-то так он сейчас называется. И он пока еще не отменен. Ну, знаете, кого отменили? Спилберг недавно заключил с кем-то сделку на кучу сериалов. С Netflix. А, понятно. Netflix. Ну, в общем, тактика... Не с Paramount плюсом, братан. Короче, в сериале по Хейло, как выяснил голливудца репортер, внезапно поменялось аж два шоураннера. История в следующем. Нет, их не аж два, их два из них. Сейчас объясню. Значит, история в следующем. Голливуд репортер пишет о том, что шоураннер нового сериала по Хейло уходит из проекта. Когда вот съемки у них сейчас там закончатся, будет Апеште, и все, и он уходит. Ему больше не надо ничего. Почему Апеште снимают? Сейчас объясню. И история в том, что как бы до этого был указан другой шоураннер, а он, оказывается, еще в 19-м году ушел, просто об этом никто не знал. Аптимул настолько насрать. То есть, получается, что у проекта за три года поменялось уже два шоураннера. Ну, то есть, как бы, блядь, я не знаю, в каком там состоянии сериал, поскольку его до сих пор не отменили. Он так и должен выйти в 2022 году на Paramount+. И там будет не 10 серий, а, по-моему, 8 или 9. Ну, короче, У меня очевидный вопрос. Зачем этот сериал снимать, если достаточно просто у той же самой студии Blur, которая сделала им охуительные ролики для Halo 3 и так далее, просто заказать это. Я думаю, это тупо дороже, нет? Не-не-не, легко, их уже перекупил Netflix. Если что, Любовь, Смерть и Робот это Blur. Вот и все, им просто некогда. Там гораздо больше размеров. Ты понимаешь, что, типа, достаточно просто, вот они же делали для игры, там, условно, минут 10-15 катсцен. Ну, сделайте, блин, на три часа этих катсцен. Я уверен, что у сериала маленький бюджет, потому что до Е3 сливали кадры из ролика, которые должны были якобы на Е3 показать про этот сериал. И они выглядели очень дешево. Я не удивлюсь, если ушел реально небольшой бюджет. Подожди, но Ведьмак тоже выглядел дешево первой сезон. Я согласен. Да, но там все... Я думаю, что проблема не в этом, Макс, не в том, что дешево. Во-первых, все, абсолютно все причастные к этому сериалу говорят о том, что он слишком амбициозный. Они хотят сделать просто невъебенно пиздатое дорогое шоу, но весь технические шоколадки. То ковид, то запрет съемок, поэтому снимали, кстати, в Будапеште, вот отвечая на твой вопрос. То ушел один шоураннер, то ушел другой шоураннер, и сейчас вообще непонятно, кто будет дальше шоураннером этого сериала и будет ли второй сезон. А то, что 9 серий каким-то образом наснимали и будут показывать, ну окей, посмотрим в 2022. Может быть, даже получше не явного. Могу я сказать следующее, что Microsoft наконец-то нашли симметричный ответ Sony на Uncharted. На киношный, блядь, Uncharted. Uncharted сняли уже, алло. Ну просто он абсолютно так же поебанутым ушел к релизу. Он поменял 5 режиссеров, 8 сценаристов, трех исполнительных главной роли и до сих пор не вышел трейлер. Понимаешь, после Ведьмака все внезапно поверили в игровые вообще-то эти, в игровые сериалы. Ведьмак по книгам. Нет. Там история в том, что про игровые вообще в принципе сериалы, Макс, мне надо отдельный пост писать. Сейчас все абсолютно поняли, что вот комиксы, они популярны, а еще, знаете, что популярны? Видеоигры. Давайте делать по видеоиграм. Классно будет. Там на самом деле не сериалы даже, игровые. Игровые сериалы как раз нихуя не популярны. Популярны именно мультсериалы. То, что у Netflix внезапно взлетела игровая анимация очень хорошо. Сериал по Доте очень хорошо приняли. По Каслвании хорошо приняли сериал. И они заказывают пачки новых шоу именно по играм. По Резиденту они сейчас делают CGI-сериал как раз. Там даже по Юбисофту делают, да. Да, по Юбисофту они делают сериалы. То есть, это на самом деле перспективная тема. Ой, слушайте, я вспомнил классную штуку. Помните, в свое время хотели Netflix в 2015 году снять сериал по Legend of Zelda вместе с Nintendo. И смысл в том, что из-за того, что информацию об этом слили, Nintendo так обозлились, что они пошли и отменили нахуй этот сериал только из-за того, что информацию об этом слили. И оказалось, что в этот момент другая новость прошла совершенно незаметно. Тогда об этом мало кто знал. Но об этом спустя несколько лет узнали, что в этот момент они отменили не только сериал по Zelda, а не отменили еще и мультсериал, который тоже был сделан быть с помощью стоп-моушена, мультсериал по Star Fox, который, оказывается, для них делал в этот момент college humor. Это очень юридская история. И они просто взяли и единый момент в 2015 году отменили сразу все, как бы, по сути, сериалы, которые они пытались сделать в этот момент только потому, что инфу про это слили. Я уверен, что и Uncharted вам отменят, и Last of Us вам отменят, и Halo вам отменят, и пошли вы в хуй с вами, блядь. Я одно могу про Halo напоследок сказать, что меня, на самом деле, ну, очень, как фаната Halo печалит, что, ну, франшиза фактически проседает, потому что на неделе Фил Спенсер сказал, вы знаете, мы не говорим дату релиза Halo Infinite, потому что мы ждем, нет, мы ждем, пока другие скажут дату релиза. И я вспоминаю, когда я был еще большим фанатом Xbox 360, как, сука, вся индустрия плясала вокруг даты релиза Halo, не дай бог под каток угодить. Теперь получилось наоборот. Мы ждем, что Sony обосрется с Horizon. Давай! переносите на 2023! Помните, как из-за Киберпанка все переносили релизы? Да. Да. Отлично вышел. А он взял и не вышел в тот момент, когда обещал. Не волнуйся, Тимур, говорят, что скоро выйдет нормально. Скоро будут реальные изменения. FPS поднимут и будут держать. Слушайте, ну PlayStation Storm вернули, так что, как бы, есть надежда, что все-таки его нормально сделать. Я могу сказать, вы сами по себе хотели бы посмотреть классный сериал по Halo? Или вам насрать? Я бы не уже смотрел с большим удовольствием. Если вы хотите понять потенциал классного сериала по Halo, наберите на YouTube We are ODST. Это рекламный ролик, который снимал режиссер Белоснежки-Охотника для Microsoft к Halo 3 ODST. Он охуительный, абсолютно. Это короткометражка две с половиной минуты. Но она очень классно передает суть того, что можно сделать с Halo, если это делать не через жопу. Слушайте, а помните, замечательный был трейлер Assassin's Creed, который был под Bootkit, сделан к Assassin's Creed ревелейшн? Да-а-а! Он был просто нереальный. И в этот момент ты думаешь, а почему нельзя просто было этим же самым людям отдать сделать фильм по Assassin's Creed точно так же? Ну просто так же сделать. Я абсолютно с собой согласен. Почему? У Диджика все ролики по Ассасину шикарные. Понимаете? И вот каждый раз, и вот единственное, мне кажется, кто прочухал, как бы, что все-таки, а давайте сделаем одну большую кат-сцену в виде типа фильма или сериала. Мне кажется, единственное, кто прочухал, это сейчас вот Netflix сделает по Resident Evil. У них будет сейчас сериал, который просто выглядит тупо как просто одна большая кат-сцена. Да-а-а. А ты не в курсе, что по Resident Evil выходила куча полнометражек, которые выглядели как одна большая кат-сцена? Они были говно, к сожалению. Они были говно, как и все кат-сцены. Ну ты знаешь, кто, кстати, с этой историей дальше всего прошел? Прошел, как ни странно, дальше с этой историей Скворечник, потому что Дион Чилдрен, я вам напоминаю. Ой, я тут недавно посмотрел, когда выкладывали мы новость по поводу нового супер-пупер-логаритма масштабирование, типа, да, масштабирование, которое там Sony типа выпустили, и они якобы показали это на базе как раз этого самого Advent Children'а, и там показывают, смотрите, типа, вот там было типа 1080p, а стало типа 4K, и ты такой смотришь, ебать, как плохо состарился Advent Children. Да, графически он, да, он реально выглядит хуже, Final Fantasy 7 ремейк, он реально намного хуже выглядит, прям. Это чистое, правда. И ты такой, типа, да, ну конечно, у нас как аналог графика, когда у тебя сейчас в 60 фпс в реалтайме, типа, идет то, что намного лучше, чем то, что выглядело тогда, типа, якобы инновационным, там, когда он вышел, там, в 2010-2011. Я тебе даже больше скажу, тут недавно мы ребенку включали на телеке, знаешь, что это было? Это был ледниковый период, по-моему, 3 или 4, ну какой-то из ледниковых периодов, уже там миллиард, ну просто потому, что ему нравится белка, он на нее отвлекается. И ты смотришь на эту белку, ты смотришь на эту графику, это год 2010-й, по-моему, или 11-й мультфильм. Ты понимаешь, что Рэчит и Кванг выглядят в десятки раз круче. Я тут первый Фроузен, когда пересматривал год назад, я увидел, что Фроузен выглядит прям местами очень плохо. Вот. И ты понимаешь, что у тебя Пиксар реально еще 10 лет назад делали хуже, чем сейчас в реалтайме делают графику. Ну, то есть, прогресс настолько сильно в шагу вперед. Давай. Я смотрел тут очень страшное кино 3 и 4, могу сказать, что это охуенный фильм. Сукер классный. Слышите, тут у нас есть зато к вам хорошая новость. Нам тут недавно писали как раз в чате о том, что якобы в ДНСе сегодня можно было купить типа PS5. На самом деле, PS5 уже все, кто хотел, в основном все это купили. Люди, которые говорят, ну, куплю когда-нибудь, когда выйдет следующая ревизия. Нет, не купите. Ну, когда PS6 выйдет, куплю, да, нормально. Вот. В общем, тут Sony якобы, якобы планирует на второй год отгрузить вообще рекордное количество PS5. Как бы они... 2022 имеется в виду второй год? Потому что второй год PlayStation на рынке это как раз 2021. Да. Так-то. Нет, смотри, конец маленький 2020-го и весь 2021 до ноября это будет первый год PlayStation 5 на рынке. Ну, хорошо, ладно. То же самое. А ябро декабрь мы просто выкидываем, да. Вот. И как бы тут вот в чем прикол, что я просто постоянно читаю о том, что как бы нам пишут люди в комментариях на DTF, там нам в чате пишут, вот когда Sony выкуну нормально в магазин поставит там PlayStation, тогда я ее куплю. Ребят, тут проблема вот в чем, что как бы PlayStation сколько производит консоли, столько и продает. И если их нету на рынке, это связано с тем, что она просто не может их произвести достаточное количество из-за того, что чипов мало на рынке. Мы не даром вам распираемся последние там полгода о том, что проблемы с видеокартами, проблемы у машин, у автопроизводителей, проблемы там у телефонов, у ноутбуков, у аудиокамер, у этих, у камер этих, фотокамер. У всех проблемы из-за того, что чипов нет. И у PlayStation тоже такие же проблемы. Чипов тупо нету. Все, короче. Ну, вот сколько они производят, столько производят. И при этом в таких условиях PlayStation 5 бьет все рекорды. Мне вот интересно, они говорят о том, что они хотят сделать 22,6 миллионов штук. Какие интересные... Это было с конца второго года. Да, интересно, какие были результаты в свое время у PlayStation 4. Мне кажется, гораздо скорее. посмотреть. Ты можешь посмотреть, на самом деле, по-моему, к концу второго года, по-моему, у них было что-то типа 15 или 18 миллионов. Ну, просто да, 22 это как-то, блядь, духуя, как-то это зачем? Ну, ты бы... Ну, чувак, у тебя спрос превышает предложение. Ну-ка, PS4 Second Year 7,2 миллиона было продано. Это во второй по год было. А за два года было больше продано. Ладно, не хочу искать, надо гуглить сейчас. Я думаю так, чуваки. Фил Спенсер, конечно, ебет. Game Pass очень классная штука. У меня есть. Я подписан. Я даже его продлеваю иногда, когда могу. Вот, но PlayStation почему-то больше продается. Не знаю, люди идиоты, наверное. Чем-то больше ебет. Да, я не знаю, почему. Люди просто дурацкие. Так уж получается, что практически по всем аналитическим выкладкам примерно в два с половиной раза больше продано PlayStation 5, чем Xbox. И, в общем-то, как бы PlayStation 5 просто совершенно рекордные показатели. Ну, возможно, это, кстати, подстегнуто как раз ажиотажем, потому что люди все слышат, что ее купить нигде нельзя. Они пытаются в итоге выцепить хоть как-нибудь, хоть где-нибудь, потому что я могу сказать, что у меня огромное количество моих знакомых, я уже рассказывал об этом, всяких там фотографов, каких-то маркетологов, которые вообще, блин, не играют. И те такие, «А где купить PlayStation 5? А вы что?» Я говорю, «Да ты вообще никогда не играл. Ну, хрена тебе?» «Ой, нет, нет, и что, такой дефицит там?» И люди реально дефицитом обуславливают свое желание купить PlayStation 5, потому что просто нигде нет. Это как-то история про вакцины, да? Надо было сделать вакцины платными, но по блату, но по блату можно было бы сделать раза дешевле, тогда бы все вакцинировались. Да, да, кстати, я думаю, что так бы было бы. Слушайте, ну, в любом случае, кстати, это очень круто, но мы хотели, знаете, прям слайд-твист и рассказать про совершенно другую штуку. Дело в том, что все PlayStation, которые вы не смогли купить, Amazon просто сожжет. Там история в том, что у одного из бывших сотрудников Amazon выяснилась информация, что Amazon имеет на своих складах целые огромные помещения для утилизации нераспроданного товара. Собственно, логику Амазона понять очень просто. Есть у тебя какие-то вещи, которые у тебя просто занимают место на складах, и они не продаются. Ну, то есть, они просто лежат. Склады – это как бы, ну, основной бизнес амазоновский. Понятное дело, что туда приходит товар, и он должен там постоянно быть в обороте. Такой прикол в том, что абсолютно новые вещи, абсолютно запакованные, просто которые не слишком ходовые, скажем так. Дисплей, телевизоры, там, типа, всякие планшеты. Ну, ноутбуки, да, и так далее. А это все уходит в цех утилизации, и в цехе утилизации огромными прессами такой «вок-вок-вок-вок-вок» и выкинуть. Причем весь, ну, как бы, все претензии, очевидно, заключаются в том, что, типа, они же их просто уничтожают, хотя могли бы, по сути, пойти и там продать кому-нибудь, отдать кому-нибудь, короче, отдать на благотворительность, отдать им малым имущим, блин, хоть что-то с этим совсем сделать. Но они с этим ничего не делают, они просто это уничтожают. Эскадроны смерти, Амазон. Представляешь, такие заходят люди в эсэсовской форме. Так, ноутбуки из Израиля. Сжечь. Ты что, ну, вы же понимаете, что просто миллионы вещей, которые, типа, могли бы кому-то где-то как-то достаться, они просто уничтожаются. И это, ну, как будто реально, на самом деле, многих людей. И самое главное, они же не утилизируются там, типа, на переработку или еще куда-нибудь. Там об этом как раз в том числе говорят это видео, которое слили как раз-таки журналистам из британского ITV. Вот. И они говорят о том, что, типа, поскольку это могло бы уйти хотя бы в переработку, как Apple, например, делал там со своей техникой всячески сейчас. И многие другие производители тоже подтягиваются и потихоньку свою технику там стараются утилизировать. Нет. Ни пластик, ничего. Просто тупо под прессом, короче, и в помойку. Понимаете? И это, на самом деле, вот это очень херово с точки зрения и экологии, с точки зрения этики. Как бы, это ужасно. Вот. Поэтому, если вы не купили свою PlayStation 5, короче, Amazon ее уничтожит. Понятно. Я думаю, что, братан, как раз с PlayStation такой хуйни произойти не может, потому что она распродана постоянно. Я хотел пошутить про Xbox, но я оказал, что это совсем очевидная шутка и ужасная будет, короче. Это сама Microsoft успешно делает. А, слушайте, говоря про... Давайте уж, если уж мы начали про игры и платформы, тут очень крутая, но не очевидно крутая новость пришла на неделе от Epic. Мы обычно Epic не очень любим хвалить в своем подкасте, но тут реально надо отдать им должное, потому что они сделали абсолютно бесплатным бэкэнд-сервис античита, изи античит, который стоит во всех вообще топовых триплэй-играх, и они сделали бесплатным для разработчиков бэкэнд, который отвечает за голосовой чат. чтобы дать некоторую перспективу, чтобы, ну вот, допустим, вы инди-разработчик, и у вас есть условный фулгайз, ну, игру, которую вы сделали не очень дорого, у вас нет. Давай более откровенно говорить. И у вас есть выживач на Юнити. Да, выживач на Юнити, хорошо. Выживач на Юнити, он неожиданно взлетает, вот как Вальхейм, например, он неожиданно берет и взлетает. И у вас есть два пути, вебкам-закладке IT, или второй путь, это вы тратите очень много денег, прикручиваете какой-то античит, прежде чем ваша юзер-база разбежится от читеров, или войсчат, прежде чем ваша юзер-база разбежится, опять же, потому что неудобно в игре обучаться. Подожди, у всех дискорд есть. Это на пока, братан. На плейстейшне нету пока. Просто если ты в игре же встречаешь какого-то чувака, который, типа там, в условном расти, а он уже не с тобой в дискорде, как ты с ним попиздишь-то? Нет, и есть такие пуштутники, как бы, и прочее. Да, 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 Near Field Communication и прочее. Короче, иногда в жвачах принципиально ты можешь говорить только вот в самой игре, чтобы было слышно пиздешь в лесу где-нибудь. История вся в том, что Epic сделали эти два очень дорогостоящих и сложных сервиса, потому что тот же античит прикрутить реально очень тяжело. Его надо либо написать самому, либо его грамотно имплементировать, его грамотно развернуть, а тут фактически Epic предлагает изи античит, который ты можешь ну не одной кнопкой интегрировать, например, через Unreal Engine, но очень просто его интегрировать в игру. Интересно, на самом деле ожидать судьба Панкбастера, которая теперь тупо просто не существует и игры с Панкбастером. Не волнуйся, в 2024 году Эпики разорятся и... Я ползокупился. Все нормально будет, братан. Все это закроют очень быстро. Окей. Не переживай. Когда Unreal Engine станет частью Microsoft'а. Sony. Там же новые или Sony. Sony у них денег складывает. История вся в том, что Epic в этом плане продолжает делать из Unreal Engine уже даже скорее не движок, а некую платформу, где вы можете под ключ сдать MMO. Ну, то есть, по-моему, это очень круто. Ну, в целом классно, конечно, здесь вопрос в том, что, опять же, для многих игроков это будет означать то, что многие, так скажем, инди-разработчики, которые до этого не имели возможности все это встроить или делали это через три сраки какие-нибудь open-source, сейчас могут вроде как более-менее качественную какую-то там инфраструктуру по сути к себе засунуть в пять кликов. Я напоминаю вам, что в Unreal Engine, например, теперь еще и встроен DLSS, что тоже довольно круто, потому что, по сути, теперь любой инди-выживач у вас сможет условный там, типа, следующий раст какой-нибудь на Unreal Engine с миллиардами полигонов, типа, из Asset Store запуститься в 360p, потому что он неоптимизированный, но зато с DLSS в 4K, короче, поэтому ожидайте эти замечательные прекрасные игры, которые появятся у вас в Steam буквально через два-три года, короче, это будет отлично, вот. Кстати, по поводу движков и по поводу того, как все это у вас может работать по поводу нейросетей, я не даром, на самом деле, про DLSS сейчас сказал. Дело в том, что, помните, мы в свое время рассуждали с Денисом, мы рассуждали, с Ширяевым, который к нам часто приходит в гости, мы рассуждали об этом, кстати, в том числе с Юрой Трубоджедаем, который тоже к нам приходил в гости по поводу всяких техник рендеринга, которые мы периодически там, типа, сейчас наблюдаем о том, что вот, вот у нас есть DLSS, вот у нас есть там, типа, Epic Games, который там пытается пропихнуть вам миллиардно-полигональные там, ассеты, которые там всячески самостоятельно адаптируются под нужный уровень картинки, который у вас сейчас тут вот прям сейчас у вас наблюдается. И мы много раз говорили о том, что вот эти все техники рендеринга, да, они всячески, как бы, по идее, упрощают возможность того, как вы, ну, вы можете быстро и круто зарендерить очень крутую картинку. Например, в свое время мы распинались очень-очень долго, когда анонсировали PlayStation 5 вместе с Юрой Трубоджедаем о том, насколько сильно SSD изменит вообще технологию рендеринга, потому что вам, по сути, можно будет выгружать все то, что ваш персонаж там, типа, условно, не видит в течение, ну, там, в камере, да, то есть дверь закрыта, помещение в ней не рендерится, в момент, когда ваш персонаж условно хватается за ручку двери, только в эту секунду подгружается за долей секунды то, что находится внутри комнаты, там, типа, или находится еще где-нибудь. И вот мы все время говорим о том, что, как бы, есть вот технические лимитации, как бы, различные о том, как бы, что вы можете увидеть на экране, там, это все, там, лимитировано, раньше в свое время там было, там, 2D графика, потом 3D графика, потом всякими, там, вертексами, потом, там, всяческими, там, шейдерами, потом, всяким освещением, как бы, а вот есть ретрейсинговое освещение, а вот есть такое освещение. И вот мы всячески говорили про то, что все эти движки так или иначе имеют определенную лимитацию. Так вот, мы тогда уже упоминали, что потенциально, как бы, что с Денисом Шаремем, мы об этом говорили, что с Юрой Трубоджедаем, потенциально мы можем когда-нибудь увидеть то, что движки могут, ну, иметь какой-то некий принципиальный скачок, который, как бы, совершенно не очевидный нам сейчас. Как в свое время, как бы, например, мы говорили о том, что отложенный рендеринг, deferred rendering, который придумал чувак какой-то и имплементировал совершенно случайным образом он даже подумать об этом не мог, что игра Шарек 3 внезапно станет родоначальником целой новой технологии рендеринга, которая будет использоваться всегда. Которая повсеместно, да. Да. И тогда мы тогда пошутили и сказали о том, что, как бы, а что, если когда-нибудь нейросети нам будут генерировать изображение? Вот, как сейчас мы, по сути, наблюдаем, когда у нас целые видосы, ну, то есть, мы берем и задаем, типа, что вот есть видос, видос генерируется там дипфейк, не дипфейк, еще что-нибудь, генерируется с помощью нейросети. Что, если видос по определенным параметрам, ну, условно, типа, у тебя должна быть определенная картинка определенного чего-то происходящего в игре, что генерируется нейросеть, а управляешь ей с помощью, там, типа, клавиатуры ты. И мы берем гипотетическую ситуацию того, что, типа, у тебя становится все меньше, меньше, меньше артефактов этой самой нейросети, потому что, допустим, их там пять нейросетей, которые друг с другом взаимодействуют, и артефактов становится все меньше. И их скорость обработки становится настолько крутой что типа ты сможешь реально управлять почти в реальном времени ну то есть задержка там 33 миллисекунды там типа в 6 миллисекунд до что у тебя будет гереться такая картинка так вот proof of concept такой кабы ну вы к сожалению если слушаете сейчас нас то вы этого не увидите но если смотрите на видео версии то вы видите на экране как это смотрится дело в том что тут натренировали нейросеть на соответственно footage из gta 5 и по сути сгенерировали движок ну такой базовый совершенно движок который выглядит так что вы управляете игрой gta 5 ну такой типа базовый так скажем очень похоже на gta 5 но это не gta 5 и это не 3d графика это не 3d графика которая там нет модели там по сути просто картинки тебе показывают да да то есть тебе не генерируется модель к тенге генерируется не текстурки не меши не шейдеры не освещение не тени тебе ничего этого не генерируется в реально время дегенерируется картинка с помощью нейросети ты управляешь генерацией по сути вид видоса который генерируется с помощью нейросети вот 3 зеленом на gta 5 от нас и нарративный подкаст и предлагаю его переименовать в нарративный уже был один у нас эти был уже один улазов трактами на разосы на роте plot twist игра abandoned именно такая потому что у тебя лес который ты видел там в трейлере он просто сгенерировать процедурный генерируем он он не просто процедурный рисунки картинку бери прям блять нейросетями и он на самом деле не существует никаким образом именно поэтому они везде пишут что это трейлер понимаешь что до сих пор есть рейлер хасанках роман это на самом деле другой чувак на которого натянут дипфейк это возможно потенциально но в любом случае короче я хотел сказать что типа даже если вы не смотрите вот нас видео версии это выглядит действительно ну-ка бы не то что впечатляюще говно это выглядит как первый круф of proof of concept того что у тебя действительно нейросеть выдает видос ну такой прям видно что это нейросеть потому что там все плывет короче но сам факт у тебя генерируется нейросетью как бы интерактивное видео которым ты управляешь и это по сути методика рендеринга ну это вот proof of concept что это возможно и что когда-нибудь это будет возможно как бы это на самом деле дико круто что ну как бы мы когда-то об этом говорили что типа да может быть когда-нибудь кто-то такое сделает бля прошло полгода через лет десять мы будем вспоминать эту историю и там в далеком 2021 году во времена глобальной пандемии придумали новую историю того как создавался рендеринг тогда никто не поверил что это перевернет весь наш мир тон 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 в эфире передачи как это работает и мы сегодня расскажем как делать плюмбусы но господи короче говоря про то как делают плюмбусы так точнее не делают плюмбусы тут короче apple решила все-таки после долгого количество слухов убить iphone 12 mini подожди но об этом типа кто-то где-то что-то слил но про это точно неизвестно короче версия такая это не официальная информация но версия такая что iphone 12 mini продаются неважно все равно знаешь некоторым смартфонам для продать до продаж 12 mini еще далеко но по меркам айфонов они продаются неважно они лежат на складах большого оба большого какого-то зуда производить их нет поэтому пока их не производят и остановили производство что apple пошла такая типа сделала moonshot типа вот все хотят вроде как маленький айфон и давайте попробуем сделаем маленький айфон а так все таки не все хотят маленький айфон и ну и пошли вон уж ну что ж и поэтому якобы в линейке уже 13 айфонов менее не будет будет обычный и будет 13 макс знаете о чем я подумал о том что я чё-то видимо совсем мимо меня прошло вся эта история я подумал о том что я абсолютно забыл о том что у apple есть айфон двенадцать у меня же подарил его маме я что рассказывал я почему-то подумал что подарил из едва или какой-то нет нет я же рассказал так получается что я типа в свое время сначала дал с е новый она им потестила по пользоваться и было классно но она очень захотел айфон 12 mini потому что он типа маленький как вот был как пятерка примерно по размерам я просто очень хотелось почему я перепутал потому что ну да у меня в голове как-то так сложилось что айфон 12 маленький типа это с е но он действительно же маленький мелкий и мини тоже ну или фанда типа небольшой телефончик и то есть как бы серьезный был 12-ми нихуя себе он это хороший телефон у которого есть явные проблемы из-за того что ударил из-за того что у него такой же чип по сути какой фона 12 обычного айфона 12 про iphone 12 pro max а батарейка маленькая то батарейки хватает не на очень много я могу сказать что моя мама тоже немножко жалуется я ее предпочитал я говорю мам давайте вы подарю обычный iphone 12 нет мне нужно iphone 12 мини типа маленькие чтобы вот у меня в джинсы залезал и прочее там на всяких там можно продолжать iphone мини маленький красивый а большой iphone больше классный милый да так это было как та же самая история была с моей бабушкой когда типа мы ей покупали новый телевизор когда она переезжала короче у нас и типа у нее до этого был 32 дюймовый телевизор я пока до приезжали типа я говорю бабушку давай купим тебе побольше телевизор нет тот телевизор отлично игру бабушка у тебя сейчас больше расстояние у нас сейчас там на дворе типа там уже хер пойми какой год тот телевизор вы купили с дедом когда-то очень-очень давно он вы на самом деле был 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 маленький и как бы ты же будешь смотреть вот свой телек который четыре на три который обрезается ну ну бабушка ну нет хочу такой игру бабушка я те я тебя заклинаю ты видела телевизор вот который старый был когда-то у меня в комнате у родителей который был куплен в 2007 году бабушка ты помнишь этот телевизор да он был большой нормальный а он был в маленькой моей комнатке тогда в 2007 году помнишь да вот маленькой комнатке это 37 дюймов бабушка а у тебя большая комната вы прослушали монолог как заебать старого человека до ёбками короче мы купили телевизор к и она сказал да маловатка маловатка я может быть или короче сломался мы купили 43 дюйма теперь она говорит вот теперь нормально грудо понимаешь и она мне вот этот раз подарите кружку тимур был прав ты тебе статья которая звучит историю за ее слышу в шестой на короче в общем я говорю точно подарите кружку по поводу apply еще есть важная штука типа в этом так скажем месяца тут очень интересная тема случилось дело в том что apple внезапно ни с того ни с чего собрала кучу журналистов так и пошла выпустила программное заявление что такое точно я даже так скажу как-то меморандум вот вы такой типа меморандум по поводу того что такое сайдлодинг и почему это зло советики думали сайт что были один вообще короче в общем смотрите apple пытается по сути как бы взять и рассказать как бы всем вокруг что есть такая штука как сайдлодинг сайдлодинг это когда вы можете поставить на своем устройстве со стороны какое-то приложение с помощью какого-то другого способа они через контролируемую платформу держателем так скажем способ загрузки этого приложения то есть грубо говоря когда у вас в айфоне вы можете просто и по файл тупо просто поставить без всяких там апсторов короче или вообще другой store поставить или просто тупо из сафари загрузить приложение короче ну то есть любым другим способом то есть со стороны сайта в переводе в переводе на андроидные пк-шку себе ставите в обход google play да короче в общем apple выпустила огромный вот этот меморандум в котором берет описывает то что можно по сути свести к следующему способу к следующему так скажем так вы высказываю что когда вы пытаетесь нам сказать что компания apple якобы ограничивает вашу возможность по установке приложений это не так сейчас будет такой типа сейчас сейчас будет такой очень-очень серьезный танец как-то танцуешь очень серьезный разъебу тебе прямо через 10 прим все твердые если вы хотите поставить себе приложение какое-либо другое у вас есть свобода есть свобода вы можете это сделать и это свободное решение свободное решение она называется купи андроид не шучу я сейчас потому что вот весь этот документ сводится к тому что типа мы не дадимся мы дать его не 5 земли не 5 земли не дадим короче если вы думаете что мы каким-то образом позволим вам каким-то образом там типа ставить приложение нихуя если вы хотите эти приложения ставить пиздуйте на android короче прям ну я по сути перефразировал очень просто мне просто мне нравится этот подход а давай на все такую историю отвечать вы хотите наверное чтобы у вас был кроссплей в фортнайте пиздуйте на иксбокс так это работает мне в бордеру это скорее вы хотите смотреть на нетфликсе сериалы там не знаю первого канала пиздуйте смотреть телевизор так это работает я согласен что выбор у тебя действительно есть но дописка это объясняет ну как бы я сейчас такой типа значит так типа сходил с двух ног давайте повернемся немножко назад дверь аккуратно закрыли за заходим теперь аккуратно но на самом деле у apple как бы довольно такая типа правильная позиция как бы но не то что правильно типа она так скажем хорошо описанная аргументированная адекватная очень поможет в очередном монопольном суде я уверен что именно для этого не и язву я уверен что тоже не это и сделали как бы так они прописывают это так что типа если вы хотите сделать все через какой-то там механизм сайдлоудинга который работает как на андроиде то посмотрите на ту ебучую помойку какого-то и да спасибо большое посмотрите что происходит они там прям кучу статистики приводят типа что происходит в google play story а посмотрите что в китае там сделано когда типа вообще любые стороны я правильно понимаю что это не атака на google это чисто защита своей жопы они пытаются сказать так что типа ребят мы такой хуйни как на андроиде не допустим это особенность нашей платформы типа они хотят сказать они пытаются к что эти вот наша платформа такая посмотрите на консоли посмотрите вот там у playstation да короче водка вот у них вот там заебись посмотрите у nintendo там у них там заебись посмотрите на вот наш store у нас тоже самое главное с этой с этой историей что рассказывает тимур это то как microsoft на презентации windows 11 попытался уколоть apple и типа сказать бля понимаете мы тут полностью открытые свободные мы все за себе и за себя разработчиков не то что там некоторые у которых все анально огорожено и тут я вспоминаю что в новом windows story конечно нет комиссии если ты не выпускаешь видео а я напоминаю тебе максим что давай давай мы вот забьем с тобой ставку давай сколько ну и за 100 рублей хочешь поспорим на 100 рублей да послали за что очень просто что-то выйдет windows 11 в ней будет microsoft store и поскольку в это microsoft store абсолютно кто угодно из разработчиков может могут загружать свои приложения они будут там никак не моделироваться никаким образом то есть это такой store типа для всех через какое время там найдут молваре я ставлю на месяц я ставлю на двое суток я думаю два двое суток просто потому что процесс сабмита будет медленный потому что store будет лежать первые сутки я просто к тому это что вы прямо сейчас на xbox можете скачать торрент трекер о чем мы вообще блять говорим я просто возвращаясь к apple я могу сказать так это конечно с одной стороны очень мерзкий подход от компании apple то есть мне такой подход ну не импонирует скажем так это особенно платформе и собственно то почему люди платят за нее их аргументацию понять можно но то есть скажем так она имеет определенную логику просто мне эта логика не очень нравится но можно понять почему именно они это делают но я могу сказать еще один момент очень интересный я правильно понимаю что поскольку никаким сторонним способом мы не можем ставить на айвес никакие отдельные приложения чтобы не дай бог не как на андроиде был да то microsoft пролетает нахуй со своим x-клаудом который из браузера запускается да то есть как бы сейчас его дружить с браузером то пожалуйста кей не смогут он уже сейчас работает и делать это не может быть и работает а вам не кажется что это что его выпилят да никто ничего не выпилят к своей через сафари потому что это действительно эти кейс как бы нового типа окей научились работать через сафари научились делать как-то все это хитро выебанным способом ну мы как бы конечно вам усложним жизнь и жизнь до типа как бы но делайте что хотите да и тем более что все равно через сафари это будет типа там не супер удобно еще вопрос том что типа будет ли там нормально работать геймпад сафари поддерживать геймпады это то же самое как играть в какую-нибудь игру наиза там не на флэш и она когда еще мил 5 пожалуйста она же поддержит геймпады нет но теоретически я же могу ну понимаете экспириенс в приложении экспириенс что надо в браузере страничку открыть три костыля подключить подожди а какая тебе разница ну вот давай 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 разберемся смотри какая тебе нахуй разница где тебя 60 раз в секунду обновляется экран тебе показывают видосик димка все не так просто или или тебе показывают видосик внутри приложения вот объясни мне единственное что единственное что сложнее а что если в сафари сделают такую механику что воспроизведение конкретно видео будет делаться с пингом типа в 60 миллисекунд кстати это к вопросу о том что выпилят да они просто сделать это все немножко типа сложнее мы мы как бы сейчас вы оба до кабы да во рту бы росли грибы там типа и так далее но вообще смотри уэпла как бы у них своя вот эта политика я уверен что они это сделали действительно там вы правы что они это сделали под какой-то очередной суд под очередной вот этот меморандум они выпустили но то что у них позиция такая типа знаете такая серьезная аргументированная кабу окей круто как бы то что они ее честно высказывают о том что говорят не нравится ну ну идите на android короче но у вас есть выбор нельзя говорить что типа нет выбора выбор есть пиздуйте на android охуительная система охуительная куча телефонов сторов можно сайт лоди все что хочешь типа там ваша карточку своруют да похуй типа ну-ка вы зато поставил все что хочешь вот оба те не вопрос да только на ксанах просто слышите их их много кстати apple например очень многие спрашивают же как я видел что были комментарии apple по этому поводу как бы о том что типа а есть два способа iphone поставить приложение в обход appstore 1 через тест флайт то есть как но вот с файта 10 10 10 тысяч на один аккаунт ты можешь поставить 10 тысяч ограничений обычно 10000 не 10 тысяч приложения 10000 аккаунтов он может быть привязана 10 еще стан не установка именно 10 тысяч аккаунтов apple айди может быть привязаны к одному приложению для тестеров вот и грубо говоря 10000 тестеров у тебя можно максимум ну то есть грубо говоря 주세요 приложения в количестве там миллиардов штук ты не можешь так ну естественно очевидно да второй способ как бы это это тоже касается enterprise сертификатов когда то берешь ставишься w nouvelles сертификат на телефон и там тоже есть большое количество ограничений какое количество приложение тестеров может нет из-за не то что тестеров а то что тебя какое количество условно сотрудников там в твоем enterprise сертификате да и самое главное что там же эти сертификаты как бы там их просто щемит по полной программе, потому что хоть одна, блядь, жалоба, хоть куда-нибудь, и твой сертификат тут же отзывают, и тебя банят, нахуй, не просто твой какой-нибудь Apple ID, а банят тебя как человека. И если хоть где-то, хоть как-то выяснится, что ты чувак, которого когда-то где-то как-то забанили, короче, тебя тут же банят все твои существующие другие сертификаты. Тут же, короче. Ну, то есть, там очень жестко анально все это ограничено. И, как бы, поэтому, как бы, вопрос был другой. Вопрос был в том, что, типа, если эти способы существуют, и если, вроде как, они же тоже, по идее, как-то ограничиваются, да, ну, то есть, как бы, какая-то модерация все-таки же есть. Почему не сделать, типа, такой же способ, какой-нибудь хитровыебанный, да, который, там, человек должен 15 раз поставить галочку yes, что, типа, я снимаю с себя ответственность, и где-нибудь, там, типа, в собственной песочнице, а покашка запускается, да, почему так не сделать? Ну, и Apple, там, говорит, типа, что, как бы, мы не хотим, как бы, брать за себя ответственность, на себя ответственность за то, что какой-нибудь человек, который не разберется, прочитает какую-нибудь говноинструкцию где-нибудь в интернете, и себе брикнет телефон, или, там, какой-нибудь хуйю себе поставит, короче. Они не хотят брать на себя ответственность за него, что мы отвечаем за свой телефон, типа, от и до. Типа, от начала до конца, за весь экспириенс, который у нас там происходит. Поэтому... Может быть, это и похвально, но я говорю, что у меня к этому строго негативное отношение. Как бы они не подслащивали пилюлю, братан, как бы они это не говорили, ты мозгами понимаешь, что это все делается не потому, что они заботятся, там, о пользователе и прочее, а потому, что им грозят антимонопольные суды, и сейчас они пытаются, типа, белыми, пушистыми выглядеть при этом суде. Вот и все. И это, скажем так, то та инструкция, по которой они будут отвечать в суде на вопросы судьи. Когда он говорит, а почему вы не даете, там, другие правила? А потому, что мы заботимся о пользователе, и так далее. Ты знаешь, я отчасти с тобой бы согласился, если бы не видел огромное количество представленных в суде внутренних имейлов плав, в котором очень часто сотрудники друг с другом как раз говорили ровно имена безопасности, о том, что, типа, а что там, если очередная малварь, а вот если там песочницу не сделать? Они вообще весь этот механизм песочницы изначально обсуждали ровно с позиции именно секьюренности. Они всегда внутри, в своих вот этих секретных имейлах, которые только сейчас раскрыли, условно, еще там, в 2013 году, в 2009 году, в 2012 году, они обсуждали с позиции именно секьюренности, а не с позиции, типа, нахуй всех закрыть, там, понимаешь? Я поддержу Тимура с другой позиции немножко. Смотрите, если вам воздух свободы жопу защекотал, как говорил один директор цеха, то тогда у вас есть винда, андроид, куча... Винды уже нет, братан. Арч поставьте себе, блядь, я не знаю, на телефон. Хуй вас знает, скомпилируется. Это не проблема. Покупая iOS, когда я брал iPhone после Android, который мне, кстати, всем нравился, у меня не было к нему никаких претензий больших, я покупал Experience Apple. Я покупал тот факт, что за меня компания Apple будет сидеть и курировать многие вещи. Она будет думать, как мне в App Store говна не поймать, она будет думать, как мне в браузере Malware не запустить, чтобы у меня блокеров никаких не было, еще какой-то хуйни, которая тебе, кстати, на Android может легко загрузиться через браузер. И самое главное, можешь Apple это предъявить, что ты скачал из App Store какую-то хуйню, которая что-то сделала с твоим телефоном, с твоими данными, ты приходишь к Apple, предъявляешь им, поднимаешь бучу, и они тут же там начинают просто с горящей жопы все это пытаться справить. Да, да. И, короче, я в данном случае совершаю некий обмен. Я либо меняю свободу на безопасности время, которое я потом трачу, что-то порно-локер снять, я не знаю, с iPad, ой, с планшета Lenovo бабушки, да, или я все-таки покупаю iPad, и да, тогда я плачу за все приложения, и да, тогда у меня несколько ниже выбор, я не могу, например, альтернативную читалку по умолчанию поставить. Но, с другой стороны, я понимаю, что бабушка ничего, блядь, в Apple не сломает. То есть, нет, я про аудиокниги сейчас, Тимур, это реально больная тема, у меня жена до сих пор ругается на iPhone, на это. Вот. То есть, в этом плане надо понимать, что это именно трейд-офф, не бывает идеальной системы, которая решает все. Ты либо получаешь курируемый закрытый экспириенс, тогда да, анальная калитка это частично, собственно, то, за что ты и платишь. Или ты получаешь абсолютно полную свободу, но тут, блин, извините, гуля и рванина, и как бы, главное, чтобы тебя резинка не подвела. Нам чате пишут, почему вы рассматриваете ситуацию только со стороны пользователя телефона, а не разработчика приложения, ну и скама в App Store достаточно. Я могу сказать так, братан, весь скам в App Store ты скачиваешь самостоятельно, нажав там на какую-то кнопочку, а вот почему не выпиливают его Apple, это, блядь, большой вопрос. Есть разница между скамным приложением и приложением, которое без спроса ворует у тебя данные. Это немножко разные вещи. То есть, условно говоря... Есть еще скамное приложение, знаешь, которое, например, когда тебе, ты скачиваешь какой-нибудь калькулятор условный, и когда там появляется какая-нибудь окошко, типа, закрой меня, и в момент, когда ты его пытаешься, типа, закрыть, появляется под ним тут же окошко покупки такой-нибудь хуйни за 3000 рублей. Я считаю, что да, владелец платформы должен с этим бороться. Пусть борются лучше. Они как бы стараются, но у них не получается это сделать, к сожалению, нормально, быстро и полностью. Но как только, типа, как бы там, репорты начинают приходить, этих чуваков очень часто выпиливают. Но есть проблема другая. Например, огромное количество клонов приложений в App Store тоже появляется, они тоже жалуются, они часто жалуются на Apple и говорят, что типа, блин, чуваки, какого хера, я там целый год вам пуляю жалобы на приложение, которое спиздило полностью весь мой дизайн там и прочее, вы их не выпиливаете. Пока не поднимается буча, они их, к сожалению, не выпиливают. Но это связано с тем, что у них количества модераторов человеческих на самом деле мало. И это, к сожалению, так. Я могу сказать, что в России есть конкретно подразделения Apple, в которых есть российские модераторы. И их мало, их несколько человек всего. И они следят за всем российским рынком полностью, и там еще и СНГ. Ну, им там тяжело довольно-таки. Возвращаясь к этому обсуждению, я могу сказать так еще. еще один важный довольно момент. Ну, то есть, очевидно, что на Андроиде как бы фишинговых и прочих приложений, которые нарушают безопасность пользователя, там, его какие-то финансовые данные, их тупо больше. Просто потому, что, во-первых, и телефонов больше, во-вторых, и как бы, ну, разнообразные. Какие-то Андроид-телефоны наверняка защищены не хуже, чем Apple, там, условный Samsung, да? А какие-то защищены довольно хуево. Ну, то есть, как бы, есть очень большая неравнородность, да, того, как это все сделано на рынке Андроида. И, мне кажется, важный момент, ну, здесь надо понимать одно, что, если ты технически грамотный человек, то тебе, и ты там, допустим, не щелкаешь по фишинговым ссылкам. То самое 0,005%. Ну, типа, да вряд ли 0,005%. Мне кажется, таких людей сейчас стало побольше. Особенно, если ты прожженный любитель Андроида, то ты, как бы, вряд ли, наверное, будешь ставить себе покашку с хуйпами какого сайта. Ну, только... Чувак, таких 0,005%. Их реально мало. Я согласен. Так вот, если ты такой человек, если ты такой человек, то тебе насрать, чем пользоваться что Андроидом, что Айфоном, тебе похую. Ну, то есть, это то же самое, Мне вот, например, не насрать, что мой отец, например, пользуясь Андроидом, вбивал свою карту там, типа, в кучу разных поебений, короче, и в итоге у него спиздили все его карты. И по всем периодически проходили, типа, мошеннические эти... Братан, ты меня извини, конечно, но это, как бы, проблема твоего отца. Это не проблема платформы. Я понимаю, но проблема в том, что, типа, если бы, ну, как бы, с большой долей вероятности с Айфоном, как бы, например, с ним такое бы, ну, с меньшей долей вероятности произошло бы. Но мой отец просто, в принципе, не хочет читать Айфон, хотя, несмотря на то, что я ему говорю, давай я тебе подарю, в итоге пришлось ему пиксель дарить. Потому что, вот, человек просто уперся. Не хочу. Он Андроид хочу. Хочу Андроид. Да, короче, пришлось. Ладно, короче, пацаны, в общем, программный документ это было довольно прикольной. Если вы хотите, мы, кстати, оставим ссылку, почитайте, там много чего интересного. Но мы тут, кстати, хотели поговорить по поводу, в том числе того, что, типа, вообще сейчас везде закручивают гайки, везде. И тут очень интересная штука случилась с тем, что мы же периодически вам рассказываем про то, что то в США, то в Европе какой-нибудь очередной закон принимают о том, где пытаются прижать техногигантов больших, типа, условного, там, Фейсбука, Гугла, там, везде-везде. И причем в Европе мы уже рассказывали про то, что там новый документ сейчас пытаются ввести про интернет-гиганты, которых там вообще потребуют, типа, чуть ли не, как бы, иметь обязательно представительство в каждой стране и сервера переносить, и там, типа, всякие комплайенсы делать. И, в общем, там будет куча адского жестика. В том числе, напомню вам, что примерно похожие законы, что в России принимают, что в Европе сейчас, например, что если у вас у вашего приложения более чем по-моему, было 500 миллионов, не, 500 тысяч, что ли, было активных пользователей типа из Европы, то, типа, все, ну, в месяц, короче, то, типа, имейте свое представительство типа в Европе обязательно. Вот. И, как бы, куча еще всяких других жестоких законов, довольно тяжелых для исполнения. И вот, что интересно, как бы, что в том числе сейчас, например, в Конгрессе США там начинают принимать огромное количество законов, пытаются, точнее, рассматривать законопроекты, которые вроде как, если их примут когда-нибудь, то они будут там прям вообще холестать по жопе как бы всех американских техногигантов. И мне очень понравилось вот что, что Google и Facebook сейчас пытаются педалировать в какой нарратив. У нас прям сегодня нарратив, нарративный. Ну, я говорю, нарративный подкаст, точно надо переименовываться. Да. Какой нарратив, как бы, что дело в том, что китайские компании, которые вроде как там, типа, пытаются прижать и так далее, у них никаких внутренних регуляций и ограничений нету. Ну, кроме того, что Винни-Пух, нельзя, конечно, постить. Ну, это ограничения китайского общества скорее, а не техногигантов. Да. Но каких-то ограничений, как бы, типа, китайские компании, как бы, у них там нет никаких ограничений. Ааа. И они там развиваются вообще легко. То есть, ты хочешь сказать, что, типа, условного, там, не знаю, Alibaba Group не слишком сильно прижимало государство? Нет, нет, вот это я не хочу сказать. Сейчас еще Tencent начинает прессовать. Нет, кстати, вот эта вот точка зрения, она красиво звучит на бумаге, она реально очень красиво. Она красиво звучит со стороны американского техногиганта, который эту точку зрения продвигает. Хочет продвинуть, да. Условного Гугла, например. Да, но при этом в Китае, который говорит о том, что братаны в Китае никого не ограничивают, а нас вдруг начали ограничивать, и мы не можем конкурировать с ними, да. И поэтому они там типа растут, а мы типа не растут. Да, при этом в самом Китае на самом деле, если вы читаете даже Даниэля Ахмада, он вообще, его основная работа это не в Твиттерше постить про игры, а он конкретно аналитик китайского рынка в Ника Partners. И он же очень много пишет про китайский рынок, и там видно, что есть децентрализация, что компании потихоньку разделяют. Игровой бизнес, например, пытаются откусить от основного бизнеса. То есть тот же Tencent так делает сейчас, он аккуратно игровые активы выводит. То же самое происходит с Huawei, который Honor продал в итоге. Он мог бы управлять... Он это сделал только за американских санкций, на самом деле. Нет, там еще есть инфа, в том числе, потому что он хочет децентрализоваться, то есть он хочет в Telecom серьезно уйти, а с Honor пускай кто-нибудь другой ебется. То есть... Нет, ну что значит ебется с Honor, потому что у него нету Google сервисов, и продажи Honor просто резко упали. История вся в том, что в любом случае китайские компании точно так же идут на децентрализацию. Там где-то государство, где-то рынок, где-то изменившийся политический климат, потому что, например, в Китае сейчас гораздо жестче... Помните Джека Ма, который пропал и так и не появился? Да, потом появился, да. Ну то есть даже не про Джека Ма, а, например, игры стали модерировать гораздо жестче сейчас в Китае. То есть в Китае видеоигры модерируют ну с большим количеством жестей сейчас, чем раньше это делали. То есть я могу сказать, что вот как правильно Дима заметил, не каждая точка зрения категорично навязываемая совпадает с объективной реальностью. Тут еще важно понимать, что окей, допустим, предположим, что китайские компании не сильно регулируются китайским же правительством, ну предположим, да, что это так, но мы видим, что эти компании, они в основном ориентированы на внутрикитайский рынок. Они не ориентированы на весь мир, а те компании, которые ориентированы, а те компании, которые ориентированы, успешно регулируются другими законодательными органами в других странах. Поэтому сравнение абсолютно некорректно, на мой взгляд. И это специальное натягивание совы на глобус для того, чтобы тебя в лице Гугла или Амазона просто не слишком сильно ебало американское правительство. Вот и все. Именно для этого это делается. Это лоббизм чистой воды. Вспоминается история, я сейчас просто буду ржать по поводу того, что, помнишь, TikTok собрались продать американскими компаниями, чтобы он был полностью контролируемый в США. В итоге в какой-то момент TikTok же пришел и сказал, ну что там за деньгами, ребята? А поскольку правительство Трампа в этот момент уже ушло в отставку, то всем было не до TikTok. И в итоге, собственно, TikTok так и не был продан. Так вот, недавно, короче, вышло новое очередное исследование, которое рассказало совершенно очевидную вещь. Ну просто, блядь, всем было очевидно, это что внезапно TikTok все данные всех абсолютно своих пользователей, включая американцев, хранит на китайских серверах. И в этот момент типа, знаете, все постят типа фоточку улыбающегося Трампа. Потому что мы можем относиться как угодно к Трампу. Мы можем как бы типа угорать над ним, мы можем угорать как бы над его правительством, но история с продажей TikTok, она на самом деле в целом с точки зрения безопасности там американских граждан там типа и так далее, она была в целом стратегически верная. Потому что как бы ну да, как бы если вы не хотите, чтобы вся информация ваших граждан ты сейчас договоришься, блядь, ты сейчас сука договоришься, блядь. я знаю, я сейчас приду, я прямо сейчас тебе по щам надаю, Сейчас, сейчас, подожди. Вот. И как бы по идее, как бы да, по идее, если вы такой типа сторонник там типа свободного интернета, как бы да, то вы должны сказать, да какая разница, где хранятся данные. Ну. Похер уже, как бы да, ну типа какая разница. Ну то есть ну то есть американские данные типа данные американской компании, но разных пользователей могут храниться в Америке. Типа какая нахуй разница по идее, да. Но когда дело доходит до Китая, как бы, ну тут уже немножко не совсем так, да. И когда дело доходит до какого-нибудь там ВК, например, если у тебя американские пользователи ВК, блин, они внезапно хранятся в России, как бы. Блин, черт, уже тоже как не очень удобно получается, вот. И вот это получается такой немножко полярный мир, как бы, да, поэтому... А если ты пользователь Твиттера, и Роскомнадзор говорит о том, что неплохо было русских пользователей хранить на русских северах, компания Твиттер, иначе мы тебя замедлим. Знаешь, это замечательно, и у вас, конечно, компания американская будет довольно грустно, если ее кто-нибудь замедлит. Замедлит, да. Да, но прикол же в том, что там было немножко по-другому. Там было так, что это два разных кейса, да, типа Роскомнадзор говорит, что если вы не удалите экстремизм, Пора показывать эту картинку, знаешь, нет, это другое, нет, это то же самое. Нет, смотри как, типа, если вы не удалите экстремизм, то мы вас замедлим, но если вы не перенесете данные граждан России на российские сервера, мы, конечно, понимаем, что это хуйня полная, вы этого никогда не сделаете, то мы вам вчиним штраф. Так. То есть, типа, это разные вещи. Имея ввиду, не перепутай. Потому что... Почему это разные вещи? Потому что даже Роскомнадзор понимает, что это разные вещи, и не говорим, что мы замедлим вас, если вы вдруг не перенесете данные россиян, потому что я понимаю, что никто, ничего не будет переносить. Поэтому они просто чинят штрафы один больше другого. Типа сначала 300 тысяч, потом миллион, потом 5 миллионов рублей, и так далее. Софистика какая-то. До какого момента, типа, там, вот Twitter будет делать? Ну, понятно. Прикол в другом. Прикол в том, что Европа, как бы, насмотрелась же на Роскомнадзор, и делает сейчас примерно то же самое, и просто говорит, типа, вы должны переносить данные европейских граждан в Европу. Ну, как бы, понимаешь, тут вот в чем прикол, что условный Twitter, как бы, скорее всего, на это пойдет, потому что там, условно, европейские граждане разместить сервак где-нибудь там в Ирландии, они могут, или в Нидерланды. А вот в России размещать сервак они не хотят, ну, как бы, очевидно. То есть, как бы, тут такая штука. Но мне больше всего понравилась новость, другая, которая была на прошлой неделе, о том, что в Австралии тоже такой оплот свободного мира, там, вот это все, тоже решили закрутить гаечки, насмотрелись на, знаете, как говорится, международный опыт. Нас тоже смотрели на международный опыт, если что. Правда, мы смотрели в сторону Китая как-то больше. А тут теперь, короче, насмотрелись на международный опыт, включая Россию, короче, и решили сделать свой собственный Роскомнадзор. И они, причем, они сфокусировали все полномочия Роскомнадзора не в одном человеке, как это раньше, у нас был тоже условный Жаров, которого, типа, все ненавидели. А у них теперь появился министр по e-safety, ну, то есть, electronic safety. А, то есть, целая выборная должность, да? Не выборная, смотрящая над интернетом. Назначенная. Да, там назначаемый чиновник. Чиновника назначают такого вахтера, реально, Макс Прохов. А мы про Австралию, да? Да. Про Австралию, да, типа, министр по e-safety. Спасибо, Максим, да. Которого, типа, чтобы понимали, что он имеет делать, короче. Он, во-первых, от веб-сайтов и приложений удаление определенного контента. Роскомнадзор. Блокировать веб-сайты с экстремистским контентом. Роскомнадзор. Требовать удаление взрослого контента с платформ и даже запустить систему ограничения доступа. Роскомнадзор. Которые бы требовали загрузки ID или распознавания лица для подтверждения своего возраста. Роскомнадзор. Помните, у Pornhub сделали эту интеграцию с ВК для аутентификации возраста? Да? Она работает? Мне кажется, она обходится. Она работает, да. Ну, как бы, естественно, ты можешь просто вообще в верхний слой оверлей этой инвентификации просто выпилить и все. Поставить его в исключении от блока. Прикол в том, что вот у нас оплот свободного мира идет как бы по пути Роскомнадзора. Ну, то есть Цендурного ведомства, как в 19-й. А я напоминаю тебе, Тимур, что очень многие инициативы RKN подсмотрены у британского Офкома. А у британцев что? У британцев вообще там все же точно так же все. Почти все VPN-ы, всякие надстройки для обхода блокировок, они в первую очередь делаются для британского интернета. Потому что да, они не для россиян, им насрать на русских, на китайцев, они сделаны для британцев. Они сделаны для британцев, а потом и ты можешь их использовать их же для обхода типа российских блокировок. Прикол просто в том, что это это чрезвычайно грустная и очень ужасная как бы вообще история с интернетом. Я не вижу ничего, научными организациями и частными организациями, понимаешь, весь он выстраивался. А тут приходит такой государственный, что говорит, стоп-стоп-э, ну-ка. Нет, даже другая проблема. Извините, какими научными организациями был придуман интернет? Случайно не агентством военных исследований США? А? Ну, я просто... Подожди-ка, исследования же. Исследования же. Исследовали твою жопу, братан, на предмет чипа от Роскомнадзора, блядь, знаешь? В общем, коротко говоря, мне в этом плане немного печально, потому что вот эта вся херня с булканизацией интернета, когда у каждой страны свое законодательство, оно по-разному влияет на сегмент мировой сети, вот понимаете, именно поэтому я не верю в обученный гейминг. Нам срочно нужна Третья мировая война, желательно, с пришельцами, для того, чтобы объединиться в единое человечество, которое будет просто, блядь, против анальных зондов. Я просто к чему это говорю, что когда там, я не знаю, выходит Сатья Маделла и говорит, мы не считаем консоли, потому что мы считаем, что у нас теперь Xbox это платформа, и она будет на телевизорах, на телефонах. Нихуя не будет, братан, ты запускаешь сервис в 22 странах, из которых еще 5 стран отвалятся, потому что они примут анальные законы по сбору персональных данных в своей стране, и твой обученный сервис просто выйдет нахуй и закроется, потому что ты не будешь... Не забудь в пакете Яровой хранить все записи, заметить все записи. Да, абсолютно, весь геймплей, который стримит игроки. Ты... Да, я говорю, весь геймплей, который стримит игроки, какие нахуй облачные сервисы, о чем речь вообще? То есть, и вот эти вот инициативы, их надо именно так расценивать, что будущее вам будет облачное или еще какое-нибудь прекрасное, тормозить вовсе неплохой интернет, неплохой коннект, не слабое железо, а ваши ебаные законы, вашей ебаной страны, без разницы, где вы живете. Вот что грустно. Вы как-то прям грустную картину нарисовали на основе всего лишь одной из санной Австралии, на которой всем похуй. Ну, понимаешь, этим занимаются не все. Мы как раз тебе говорим о том, что очень много как раз стран сейчас вводят. Германия принимает пакет Яровой. Можно я просто... В Германии фашисты, в Британии санной бриташки на гебаном острове, в Австралии люди с перевернутыми, блядь, головами ходят вместе с кенгуру. Бывшие уголовники вообще. Да, вообще бывшие уголовники. То есть как бы камон. А я напоминаю, что великая и прекрасная Россия какую-то вот. Да, да, да. Как у Лошкина, собственно. А вокруг вы сами знаете, кто. Я вспоминаю каждую большую развивающуюся белую пальто. Я вспоминаю эту картинку только про муравьин, где написано «Поганые нвахи и великий прекрасный муравьин». Слушайте, ну, ребят, на самом деле нам просто немножко грустно. Мы решили разбавить всю эту историю, поэтому давайте поговорим про то, что нас радует. И мы переходим аккуратно к нашим впечатлениям. Что вы сказали? На сайте компании M-Video продается новая супер-пупер красивая невероятно качественная игровая не побоюсь этого слова приставка с джойстиком, не геймпадом, а джойстиком в комплекте. Вот. Называется Xbox. Я не знаю, как подвести, поэтому, да, вот. Давай Максиму рассказывай. На самом деле Тимур и Димка подарили мне Xbox Series S. Это было еще две недели назад. S, если кто забыл, это тот Xbox, который хуёвый. Да, да, да. Подожди, он такой маленький, красивый. Маленький. Радиоприёмник похож. Series S маленький, красивый, а Series X большой и милый. Ну. Короче, история в том, что мы заранее договорились, что если появится возможность взять как бы Series X и как бы закрыть половину его стоимости перепродажей, если никто не обидится, собственно, я так и поступил. Я сходил, купил с небольшой... В интернете спрашивал. С небольшой наценкой у перекупов Series X. Вот он. Вот он. Это не муляж из магазина MVideo. Ну-ка, покажи еще раз. В MVideo реально... В MVideo реально муляжи стоят. Я впервые увидел. Муляж Xbox'а? Серьезно? Ты купил муляж Xbox'а? Нет. Берешь такую коробочку и все. Вот она, собственно. Включается. Это лампочка просто. Я к тому, что это к тому, что я к тому, что это у Series X. И у меня, в общем-то, от Series S были весьма удручающие впечатления. Я вам смело скажу, что мне эта консоль не понравилась. Рекомендовать я ее не думаю не могу. Прекрасная консоль для 1080p, 1440p. монитора любую игру тянет, включая Ray Tracing. Что тебе не понравилось? Сейчас, одну секунду, у меня там ребенок удалится от микрофона. На самом деле, я уже рассказывал про Series S, если вы помните, в предыдущем выпуске мне давал ее наш слушатель Азамат на пару дней. Нет, не рассказывал. Рассказывал. Спорю на что, что не рассказывал, братан. И Series S, я рассказывал по гугле, и Series S, у нее было две проблемы, и они остались. Я его монтировал. Очень серьезные проблемы. Первая серьезная проблема, это тот факт. Сейчас, одну секунду. Пока Максимка... Пока Максимка там во флит, дайте я зачитаю, донаты там их немного. Все, все, все. Нет, я уже их читаю, все, ничего не знаю. Форточка хейтера за 200 рублей. Есть ли польза в покупке AirTags в России? Слушайте, смотрите, AirTags сейчас работают в основном, естественно, как такой вот Find My для устройств крупных. Я бы так сказал, для крупных предметов. То есть, например, положить AirTag в машину крутая и удобная штука. Положить AirTag в рюкзак на случай, что ты такой, типа, проебал его в кафе пьяный, короче, и на утро пытаешься такой, типа, его теперь найти, можно, как бы, хорошая штука. Ну, например, класть его там, типа, куда-нибудь, во что-нибудь такой, типа, зонтика, как бы, да, ну, это такая, типа, средненькая штука будет. Как устройство слежения не очень красиво, как бы, но сработает. Вот. Как бы, то есть, посмотреть, куда там ваша жена поехала, вот, с Android-телефоном, потому что она не узнает, куда, вот, поехала, как бы, вместе с ней вот этот AirTag. вот, но, конечно, он намного менее функционален, как бы, из-за того, что нету вот этого пресижн-трекинга, из-за того, что в России не работает УВБ сейчас. Он просто, ну, аппаратно, не аппаратно, а программно отключен, вот. Но, я думаю, что, скорее всего, в момент, когда, типа, вот эти самые УВБ включат и разрешат им пользоваться в России, AirTag'и станут автоматом намного более функциональными и более полезными, чем они сейчас. Через 10 лет. Но, по крайней мере, ради прикола, если у вас старая машина, как у Макса, например, нету в ней GPS-сигнализация встроенная, как бы, блин, это очень крутая штука. Засунуть AirTag'а в тачку, типа, чтобы всегда ее найти на стоянке или, блин, узнать, что ее кто-то там угоняет, как бы, блин, это очень крутая штука, я считаю, типа, поэтому, как минимум, для тачки, для старенькой. Или засунуть ее в рюкзак, как бы, на случай, если ты его проебал пьяный, как бы, тимур, маленькая ремарка, у меня Pandora с GPS-сигнализация в тачке. Понял? Ну ладно, не сможешь обосрать сегодня Максимку, сегодня Максимка неприкосновенен, вот так. Ладно, хорошо. Катонар, за 10 рублей, чуваки, микроконтроллеры и встроенные системы, перспективная ли тема? Есть успешные кейсы, есть ли успешные кейсы среди знакомых? Микроконтроллер и встроенные системы, у меня и знакомых, только Turbo Jedi занимается такой историей, вот. Как бы, если ты на него учишься, то, наверное, спроси Юру, он тебя нахуй пошлет и забанит. Не, почему он, кстати, он отвечает охотно, если ты адекватно задаешь вопросы, то он нормально отвечает. Не знаю, у меня нет других знакомых, которые бы учились на микроконтроллерах и встроенных системах, то есть я даже без понятия, о чем там. Ну, это очень крутая, конечно, штука, типа, но в первую очередь, мне кажется, что для какой-то, типа, околонаучных вещей, для создания всяких умных домов, для машин, Паять, братан, тебя точно научат, классно будет. Слушай, для автомобилей это крутая штука, автомобилестроение, типа, если ты умеешь, то, блин, это реально круто, у тебя как бы с руками... Не, микроконтроллеры охуенная история, потому что они тебя учат понимать электронику и электрику. Я, например, немножко увлекался Ардуиной, и сейчас увлекаюсь, и могу тебе сказать, что я из этих увлечений смог, например, сам построить адаптер, чтобы руль от PlayStation 3 к PlayStation 4 подключить. Константин Говорун занес нам 100 рублей, а я напоминаю, что цены на игры Nintendo можно воспринимать через перевод названия самой компании, ну, в смысле, имеется в виду Nintendo. Пусть боги решат нашу судьбу. Кулхаза, я с 200 рублей, ребят, привет, смотрю ноутбук для моделинга и рендеринга, что посоветоваете на винде, есть ли мощные мобильные станции, учусь я на архитектора. Посмотри на Lenovo Legion 5, потому что у них появилась обновленная линейка этого года на 3060 и 5800 h, ну, новая... Да, новая Nvidia, у них есть два гигантских преимущества. Они выглядят как нормальные ноутбуки, блядь, это, блядь, сильный плюс, потому что если ты для productivity ноут используешь и хочешь мощный ноут без ЛГБТ-подсветки и вот этого идиотского дизайна, а второй момент, они стоят очень адекватных денег, потому что, ну, можно такую конфигу взять сейчас, по-моему, за 130 тысяч, это не очень дорого, то есть для ноута с хорошим экраном, с хорошим железом, с хорошим охладом я потому что сам для Cinema 4D использую свой текущий Lenovo, у меня там, правда, 4800 h и 2060, но мне хватает, в принципе, это достаточно мощная рабочая станция. Неплохо. Эти все днаты, продолжай, Максимка, про Xbox давай. Говоря про Siri SS, у Siri SS есть две очень серьезных проблемы, во-первых, он даже 1080 выводит не всегда, это, блядь, меня вообще просто удивило. Это почему, в смысле, в чем, в какой игре? Ну, многие игры, они субэйсди дропают разрешение, потому что там динамический резолюшн, а у Xbox Series SS... Более того, есть еще одна проблема. Проблема в том, что все хуй забили на оптимизацию игр для S. Зачем нам делать Ray Tracing в игре, если его можно просто нахуй выключить? У S-ки отрезано 2 гигабайта оперативной памяти, и, строго говоря, она в некоторых моментах слабее, чем Xbox One X. То есть, когда ты запускаешь игры по обратной совместимости, они там в 4К не запускаются. По обратной совместимости с 360-го Xbox. Но подожди-ка, если ты... Тут ты же понимаешь, что это консоль не для 4К. И в итоге, типа, ну, не жили хорошо, не ничего не начинают. И второй момент, она просто, ну, плохая. То есть, там подлагивает интерфейс, там периодически отваливается геймпад, там еще какие-то вещи... Ну, то есть, понимаешь, ощущение, что купил очень бюджетный ПК. Он, конечно, тянет игры, но такой компик на 1050 Ti. Ну, так и стоит недорого. Вот, такие от него ощущения. 1050, ты знаешь, сколько стоит сейчас? Знаешь, сколько сейчас 730 стоит GTX? Я видел, 15 тысяч стоит. Вот именно. Короче, история вся в том, что я взял One X, и могу сказать, что с One X многие мои негативные впечатления от Xbox испарились. То есть, мне One X пока очень нравится. Именно с позиции замены ПК некой. Потому что сейчас ПК включать очень горячо, очень напряжно. Я играю в основном на X все какие-то вещи. И на X быстрый интерфейс, на X действительно классно выглядят игры, потому что 4K нормальная. X реально, ну, в моем случае, у Димки не так, в моем случае, сравнимо тихий с диджитал-консолью PS5. То есть, они обе достаточно бесшумные. Вот. И самое прикольное, что у X действительно классный такой форм-фактор для моего стола, пока он кубик. Я спокойно его прячу за телевизор и вообще про него забываю на это. Тоже удобно. А я вам говорил. Я вам, блядь, сука, пиздел об этом постоянно в подкасте, что, блядь, дизайн, дизайн Xbox гораздо проще вписываться в интерьер, чем, чем за этой гигантской бандурой, которая у меня стоит под телеком. Он вписывается в интерьер тем, что ты его просто прячешь нахуй из интерьера. Да? Я считаю, что это идеальный вариант. То есть, как бы, если бы я мог спрятать гигантскую бандуру, которая у меня стоит под телеком, то было бы вообще идеально. Но, к сожалению, она больше никуда не лезет, блядь. Дим, конкретно PlayStation 5 это как раз то, что ты сейчас очень хочешь всем показать, желательно еще и в Инстаграме. Да сейчас, ну, камон, блядь, это консоль стоимостью 50 тысяч рублей. Нет, братан, в Инстаграм надо показывать машину за 5 миллионов. Вот это да. Дим, я купил PlayStation 5 у перекупов за 100 тысяч и везу на своей машине за 5 миллионов к себе домой. Это примерно так сейчас работает. Комбо-брейкер сейчас был просто. Короче, короче, такое, но, говоря про Series X, я играл в четвертую Forza, я играл, меня, давайте я не буду говорить про негативные вещи, потому что мы их реально уже все обсосали, интерфейс, тот факт, что... Вот, смотри, смотри, давай я такой вам нарратив сейчас задам, правильно. Прежде чем ты задашь нарратив, я поставил картинку специально ту, на которой написано на коробке Power Your Dreams и значок с... Точнее, картинка с Мастер Чифом, потому что Хэлл Афинит. Вот смотри, давай я задам правильный нарратив. Давай. Вот, смотрите, нас постоянно хуесосят, как бы, завтраказ, да, многие люди с аватарками Мастер Чифов, вот, за то, что мы там, типа, условно, Sony Boy, короче, что мы там предвзяты и так далее. Я могу сказать, что не у всех подкастов про игры есть купленные самостоятельно за свои собственные деньги консоли Xbox Series X, потому что у многих подкастов про игры эти консоли есть, потому что им их дал Microsoft, а так, чтобы они пошли и сами их купили, как бы, такого не у всех есть, вот. Так вот, мы тот самый Sony Boy, подкасты, которые пошли и купили за свои собственные деньги Xbox Series X. Ну, очевидно же, потому что Фил едет и консоль лучше, чем PlayStation ваша ссорная. А второе, как бы, смотрите, давайте попробуем сейчас, чтобы вот, не говорили, вот опять там Максим Тимур, гавнаедствовать, вот тогда, Макс, давай смотри, как бы, про негатив мы очень много раз говорили там и про дашборд, и про то, про 5 и про 10. я и скажу, что тебе реально понравилось. Что мне понравилось? Во-первых, мне понравилось то, что, несмотря на кривизну Store, первая консоль, где я обновлял магазин отдельным приложением, несмотря на кривизну Store, он здорово увидел все штуки, которые я купил на винде. То есть, у меня сразу... А знаешь, где еще ты обновлял приложение Store? Ну-ка. На PlayStation 3. Не помню, я честно так говорю. Нет, серьезно, там обновлялся. Мне казалось, там с обновлением прошивки, но ладно, не суть. История вся в том, что... Ну, на Xbox 360 я такого не делал, я тебе могу сказать. Это правда. История вся в том, что, короче говоря, у Xbox очень классно, что подсасываются покупки из Windows Store, потому что у меня подсосался Atmos, который я купил на винде. У меня подсосалась Forza, который я купил на винде. Еще несколько игр, и я сразу же тут же их поставил, тут же включил Atmos и тут же начал играть. Второй момент, это то, что на игре, в Xbox реально классно, ну, они действительно хорошо подтянули постгеновые игры, то есть вот этот Optimized for Series X, это реально клево. По обратке... Через месяц до тебя дойдет, что... Это профиль... Далеко не все видеоигры, которые, типа, идут по обратке, идут у тебя там в охуенно разрешении с авто-HDR-ом и прочим говном. Смотрите, то, что я видел, мне понравилось, да, именно понравилось. Например, что? Вообще прекрасно. Старая Forza 4? Нет, Horizon 4 прекрасно выглядит. Очень понравилось, как идет Black, я обожаю Black и возможность просто в него поиграть. Это шутер от Criterion с первого Xbox. Это было классно. Да, там 4 на 3, но там неплохо подтянут разрешение и вполне терпимо. Мне дико понравилось, как выглядит Gears of War 2. Вообще тема. И это конкретная игра, там авто-HDR работает клево. Хотя калибровка HDR, конечно, от пизды, но сам авто-HDR, когда работает, работает классно. Первый RDR выглядит отлично. И я сейчас даже раздыбал свои диски, у меня есть несколько физических дисков Xbox 360, в основном, в коллекционке, и я поиграл в первый Forza Horizon. Ты в смысле ты вставлял диск в Xbox Series X? А, да, я вставил. У меня просто нет дисков для Xbox, вообще я даже старый. Он реально ее скачал. Я не проверял вообще работу, это у меня диск. Это было прикольно. То есть на самом деле эта консоль, я еще предзагрузил себе Flight Simulator, он как раз какого-то там 20 июля заведется. Вот, еще пару игр предзагрузил, немного потыкал в Game Pass, но в целом могу сказать, что правильно воспринимать Xbox Series X не как конкурента PlayStation. По-моему, это вот когда сейчас у меня две консоли живьем, рядом стоят, вот буквально рядом стоят, вон они две. Прям друг напротив дружки. Вот, правильно воспринимать эти консоли не как конкурентов, а вот, например, у вас нет мощного ПК. Ну, блядь, сейчас реально ПК собрать это пиздец. 30-60 стоит 80 тысяч рублей, одна только видеокарточка. Ну, допустим, у вас вот есть консольный experience, вот 100% консольный experience от PlayStation 5. Максимально все просто, упор на эксклюзивы, упор, там, значит, на классическую модель распространения игр и так далее. Камеру 4 поверни. Да, и вам хочется немного попить геймпасты, немного поиграть в игры, которые есть на ПК. Flight Simulator, Forza, какие-нибудь игры от Bethesda, еще какие-нибудь игры по обратке, вы можете хотите заценить серию Gears of War, еще что-нибудь такое, может, вы хотите в Microsoft Flight Simulator поиграть. Как альтернатива именно игровому ПК, One X, это очень неплохой и очень разумный по деньгам выбор. То есть, вы платите словно 50 тысяч, если брать цену у перекупов, вот, значит, вы платите 50 тысяч рублей, вы получаете комп, сопоставимый с тем, что вы сейчас будете собирать тысяч за 200, потому что игры идут в хорошем 4К, с хорошими настройками, и, в общем-то, да, прошивка, ну, блядь, ну, такое, с другой стороны, все лучше, чем винда, для игр, честно вам скажу. Я вот тоже воспринимаю Xbox как говномашину для геймпасса и тех игр, которых я не хочу играть на ПК, либо которые у меня там не идут, условно. А вот однозначно два негативных впечатления, которые никак не связаны с платформой Xbox, они связаны с сознательным выбором Microsoft, я очень надеюсь, что они пересмотрят этот выбор в процессе эволюции платформы. Первый момент это то, что, блядь, Xbox, это консоль, которая вообще нихуя не поддерживает нормальные наушники. А что ты имеешь в виду под словом нормальные? Смотрите, проблема, точнее не проблема, особенно с PlayStation 5 в том, что, да, вы можете втыкаться в миниджек DualSense, и любые наушники будут работать, также и на Xbox, вы можете включаться в миниджек Xbox, все будет работать, правда, батарейка будет высаживаться, как мразь. Ну ладно, я по совету Димы все-таки сходил и купил PlanCharge, не проблема. Вот, но история все в том, что у меня куча USB наушников, у меня есть Platinum, у меня есть пульсы, я чуть попозже про них расскажу, у меня есть еще несколько USB наушников, они работают с абсолютно всем, даже со свечом, когда их по USB подключаешь в док, они не работают с Xbox, потому что причины, и при этом выбор наушников конкретно под Xbox на рынке очень маленький. То есть ты хочешь сказать, что они не поддерживают стандартное типа Bluetooth устройство, или как? Стандартное USB устройство, generic USB аудио на Xbox не работает, и это очень странно, потому что там винда, там тупо стек винды звуковой стоит, вот для того, что тебе Atmos надо включать, не через приложение, а через настройки звука, это очень странная хуйня, и при этом были бы качественные гарнитуры, их же нихера нет, то есть официальная гарнитура Xbox, я не хочу ничьи чувства ранить, она говно, я ее специально в руках покрутил, я думал... Ну только я сказал, давайте скажем обо всем хорошем, что есть с X, ты не понял, у него заряд положительных впечатлений о Xbox закончился, и вот ложечкой, знаешь, из бочки меда ложечка дегтя такая на дне. Давайте хотя бы раз, вот знаете, вот у нас есть ряд слушателей, например, маленький реверанс, вот нам, например, слушатели писали на YouTube, что когда делают одни и те же типа мувы, типа разные компании... PlayStation поддерживает все наушники, вообще по голове. когда разные компании что-то делают, я не говорю о том, что человек был прав или еще что, я говорю о том, что как люди свою мысль доносят, как они нас видят, вот они нам берут и говорят, что типа пацаны, вот конференция Microsoft, вот вы сидели и все там типа хуесосили, вот это хуево, я говорю, блин, подожди-ка, бро, мы же наоборот типа сказали, вот это круто, то круто, и это круто, и то круто, и то круто, но остальное это за хуесосили, я такой думаю, бля, надо все похвалили, чтобы все похвалили, или как, я понимаю, что давайте попробуем сделать такой, типа mind exercise, знаете, такой своеобразный, умственную гимнастику, такой, давайте попробуем, взять и как бы вот расскажем про Xbox, когда все хорошо, типа. Все хорошо, все наушники работают через 3,5 мм джек, окей, все хорошо. Отлично. С этой позиции, геймпад, он не так, Максим, ты, блядь, не прав, ты не так делаешь, не так надо делать, знаешь, как надо делать, надо говорить очень просто. Фильм гибет. Нет, Bluetooth наушники, которые я пытался подключить к Xbox, не работают с Xbox, и это хорошо. Ну или так. А второй момент, который не касается периферии, потому что я думаю, майки его поправят, потому что, ну, это глупости, и мне кажется, это просто наследствие от прошивки Xbox One, которую они не сильно переписывали. Макс, потому что твой аксессуар должен быть certified for Xbox. Короче, второй момент, это геймпад, я думаю, Дима со мной согласится, он сам по себе нормальный, с говноясом нормальный, вполне адекватный геймпад. Абсолютно не согласен. Но, он, сука, так кликает, это просто пиздец. Бля, братан, я ненавижу геймпад Xbox, это просто кусок кала, нахуй, а не геймпад. После DualSense, ты берешь в руки, геймпад Xbox, тебе, блядь, омерзень нахуй вызывает просто. Что? Дима, я же попросил, хотя бы раз попробовать рассказать только типа с позитивной точки зрения, чтобы создалась благолепная картина. А то сейчас опять же как бы выдерут цитаты из контекста и скажут, вот Дима хуй сочет Xbox. Мне наплевать, что думают люди, которые, блядь, Xbox получили бесплатно, или вообще, блядь, у них только одна единственная консоль. У меня есть все три, братан. Я их покупал за собственные деньги. Оно логично. И я могу, блядь, хуесосить устройство, которое я купил за собственные деньги, как мне, блядь, хочется. Хочется мне отхуесосить iPhone? Я пойду и отхуесошил iPhone, понимаешь? Потому что у Apple, блядь, говно, а не политика во многих вещах. Хочется мне отхуесосить Microsoft? Я пойду и отхуесошил Microsoft, потому что Microsoft, блядь, сделала такое ебучее говно, как Windows 11, и врала, блядь, в пресс-релизах, блядь, в шесть раз, понимаешь? Выпустили, блядь, Microsoft за каким-то хуем кликающий геймпад у Xbox'а. Я, конечно, очень, блядь, рад за тех людей, которому он нравится, но извините, на рынке есть представленный нормальный геймпад, блядь, который, сука, не кликает, как говно, и который нормальный, и в руках держится заебись. Почему нельзя было взять геймпад от предыдущего блядского Xbox'а, который Xbox One, и в котором кликают только верхние шифты, но все остальное, блядь, нормально, и не сделать то же самое? Почему? Если у вас геймпад, блядь, не поменялся вообще никаким образом. И мне надоела вот эта история, когда, блядь, ты приходишь такой, блядь, нас хуесосит. Да мне похуй, кто нас хуесосит. Я буду высказывать свое собственное мнение, братан. И это мое мнение, которое, блядь, нельзя никаким образом подкупить или что-то сделать. Мне не нравится Xbox. Я его воспринимаю как говномашину для геймпадса. Все, точка. Что здесь непонятного, блядь? Ну, для меня, для меня по личным впечатлениям за мои личные. Нет, ты не пытался. Ты специально, блядь, набросил, чтобы я бомбанул. Я, блядь, бомбанул, братан. А знаешь, почему я бомбанул, блядь? Потому что я точно так же буду хуесосить и Sony. Потому что я, когда играл в Рачитая Кланка, у меня эта, блядская, PlayStation 5, огромная, здоровенная дура, которая стоит у меня под телеком, блядь, и занимает до хуища пространство и собирает пыль, она у меня три. Три ёбаных раза повисла, братан. И она висла не так, как виснет Xbox. Она висла так, что ее надо было из розетки, блядь, выдергивать, потом включать и смотреть о том, что, блядь, у тебя восстанавливается, как это, база данных, блядь, консолей, понимаешь? Xbox у меня так не делал. И ты знаешь, братишка, когда мы, если уж все хуесосить, если уж все хуесосить, блядь, я, сука, ненавижу, блядь, Switch. Поэтому с авторкастой тактичный подкаст. Знаешь, почему ненавидишь Switch, блядь? Потому что это говно уебищное, блядь, от батарейки живет три с половиной, блядь, какое три с половиной, два с половиной часа, блядь, на полной яркости. И тот человек, который мне говорит о том, что, блядь, ну ты просто таскай с собой, блядь, батарейку, и нормально, она зарядится и все будет забить. Да пошел ты нахуй, блядь, я хочу портативку, чтобы она проработала хотя бы часов пять, блядь. Понимаешь? Мне просто интересно, как Дима будет себя запикивать. кликающего, ебучего геймпада, вот, блядь, геймпад новой Xbox'а. Я не знаю, слышно вам или нет, блядь, я, сука, ненавижу этот звук. Ну, суть вся в том, что... Дима, сколько ты выпил? Много. Я могу так сказать, после DualSense, у меня причем был реально контраст. Я начал играть в Ratchet & Clank'а, в Rift Apart, как раз поехал, забрал Xbox, включил Forza, и вот после Haptic'а, конечно, возвращаться на Rumble. То есть вот ты Haptic начинаешь в определенный момент воспринимать как должное. Ну, слушай, все типы игры должны так ощущаться. Потом ты пересаживаешься в условную Forza Horizon, ты газуешь, а двигатель почему-то не отдает нежный геймпад. Он отдает, блядь, огромные вибрации в ебаный курок тебе, блядь, говно. Слушайте, пацаны, я пытался вас наставить, знаете, на какой путь, чтобы вы сделали ментальную, по сути, упражнение усиленность собой и попытались выдать не то, что вы всегда выдаете, не то, что вот мы всегда рассказываем, всегда берем что-то хуй с осенью. Это неправильно, некрасиво. Надо попробовать, попробовать, наоборот поговорить и сказать, что блин, ну крутая шага. Тогда отзыв будет. Типа вот мне вот этот парус, не все понравилось, но вот мне понравилось вот это, вот это, вот это. 40 секунд будет длиться отзыв. Нет, подожди. Хорошо, если ты хочешь прям очень честное мнение Xbox. Я считаю... Я хотел попробовать, типа Mind Exercise. Окей, я могу рассказать о плюсах, пожалуйста. Ты хочешь послушать про плюсы? Блядь, их тоже полно. Смотри, во-первых, ты играешь в геймпасс. В геймпассе есть духующие игры, которых ты никогда в жизни не купишь. Просто потому, что у тебя, во-первых, нет на них времени, во-вторых, у тебя нет на них, я не знаю, там денег лишних, и во-вторых, тебе просто жалко тратить на эти игры деньги. А в геймпассе они уже есть. Геймпасс, если его покупать через, не через там официальную историю, через консоль, а именно вот как его покупают абсолютно все, блядь, в России, через Аргентину или там через платеру. Через консоль не можешь его купить. Ну, я условно. Я условно говорю, что... Так вот, официально, если неофициально его купишь, то он стоит, блядь, столько же, то есть там 2,5 штуки ты отдаешь за него за год. Блядь, я столько, такое количество бэклога перепрошел в геймпассе, что, блядь, PlayStation этого просто не снилось. Это первый момент. Второй момент, если уж ты говоришь о плюсах, да, которые тебе нужны, я очень рад тому, что я могу поиграть в старые игры, которые нормально сделаны под... там, с 360-го или там с первого Xbox-а под новый Series X. Например, я не могу поиграть в первый RDR на PlayStation 5. Не могу. Зато на Xbox-е я могу это сделать. И первый RDR на Xbox-е будет выглядеть в 4K с авто-HDR-ом, прочим говном, и он выглядит пиздато. И это очевидное преимущество Xbox-а перед, блядь, PlayStation 5. Почему я не могу на PlayStation-е поиграть, блядь, в старые игры с PlayStation 3 или 2? Я еще раз говорю, что вот когда у тебя есть обе платформы, вывод такой, это не консоли, которые друг с другом конкурируют, это консоли, которые друг друга дополняют. То есть нет такой ситуации, что типа вот ты купил себе Xbox, она тебе полностью заменила PlayStation. Как и нет такой ситуации, что ты купил PlayStation, она тебе полностью заменила Xbox. С очень важной оговоркой, если у вас нет игрового ПК. Потому что вот Xbox, это в первую очередь замена игрового ПК. Близкий ПК-экспириенс, близкая к ПК-библиотека, близкая к ПК, кстати, логика операционной системы, в общем-то, будем честны, и близкие к ПК-вещи, которые касаются того, как фичи внедряются. Они сырые, но они внедряются быстрее. То есть VRR, тот факт, что на Xbox Auto HDR есть, тот факт, что на Xbox есть еще какие-то фишки винды, типа Atmos, того же. Это может быть не всегда в тему, это может быть не всегда работает хорошо, потому что After HDR в 2D-играх выглядит отвратительно. Но в то же время вы это получаете как бы быстро, первым, и это прикольно. After HDR ты, кстати, можешь отключать, если он тебе не нравится. Да, я в курсе. Но история все в том, The X-M5 тоже он есть, и я его первым делом, как только в прошивке вы сделали возможность его отключить, я его отключил. Не-не-не, мы говорим про другое, Тимур. Мы говорили... Нет, немного другое. After HDR, это тон-маппинг автоматический в играх. А, все, я понял. Хорошо. Вот. Короче, у меня от Xbox, то есть, несмотря на то, что у нас сейчас такой пространный был бомбеж, у меня от Series X... Хуя себе пространный, блядь, на меня набросили. Я должен был защищаться. У меня как у крыски, знаешь, такой, который загнали в угол, блядь. Только типа, а ну-ка, давай-ка, вилами тычут нее. И такие, а ну-ка, давай-ка, расскажи нам, блядь, почему, блядь, Xbox говно? И ты такой, сука! Короче, история там все в том, что мне Series X понравился. Я жду, когда там выйдет Flight Simulator, потому что, честно, я заебался на ПК его настраивали. Просто заебался. Мне хочется включить консоль и просто полетать для удовольствия. Короче, положняк очень простой. PlayStation для эксклюзивов, Xbox для Game Pass. Я считаю так. Ну, где-то так, да. Слушайте, давайте мы поговорим на неотвлеченной от игр темы. Мы все втроем. Большая редкость, когда у нас вот у всех троих находится время что-то синхронно посмотреть. Посмотрели сериал Локи? Самый популярный сериал на Земле сейчас. Как так? Сериал Локи от Marvel Studios и Disney Plus. Слушайте, скажите честно. Я посмотрел все сериалы Marvel на данный момент. Я посмотрел все возможные сериалы Marvel. и могу сказать так, что, ну, кроме вот этих старых Netflix-овских выкидышей, вот, типа там Какие выкидыши там охуительные? Джессика Джонс, вот это все, вот это все парашу для девочек вообще как бы фу, говно. Особенно каратель, да. Еще параша ебучая. Вот. Короче, в общем, а что могу сказать? Что Локи это самый продвинутый, самый круто снятый сериал из всех на данный момент существующих трех сериалов Marvel. То есть Ванда Вижн был неплохой, но там местами прям видно было, что вот так прям в ситкомовщину. Ну, мы так типа сделаем сейчас такое прикольное что-то типа, но все равно местами как бы было прям вот видно, что прям сериальный сериал такой. Почти, знаете, вот напомнил Lost в свое время, где тоже было некоторые моменты прям круто сделаны, круто сняты, а некоторые моменты прям реально ситком такой. Вот. И Зимний солдат тоже произвел такое впечатление, но там еще больше вот такого ситкомовщины было. То есть прям там драки, которые ты смотришь типа, блин, ребят, может быть лучше не надо вообще драться, как бы, зачем? Вот не надо, ну не очень. Локи выглядит как такой по сути телефильм, который просто взяли, нарезали на куски и сделали несколько серий. Это Reset & Production выглядит у него очень крутой. То есть он выглядит прям круто. Он местами выглядит по сути как Тор 3. Вот у него даже местами стилистика похожа на Тора 3. Он прям круто выглядит. Ну и конечно персонажа очень классный. Слушайте, это я так типа зачел. Давайте расскажите, что вы хотите сказать. давай ты начни. Мне он показался абсолютно пресным и у меня возникло такое половичное впечатление. Это где-то Академия Умбрелла, а где-то Доктор Кто. Причем не самый удачный эпизод и того и другого. Потому что если смотреть сквозь Production Values, который, блядь, ожидаемый за такие бабки, которые Marvel закапывают в свои сериалы, ну то есть ты когда там, я не знаю, выходит трейлер сериала Академия, примерно ждешь, что там Apple наверное отбашляла за эффекты. Подсознательно это подразумевается. Ну блин, ну диалоги написаны пресно, персонажи, ну они конечно прик... Блядь, у вас бог шейпшифтер, у вас идеальный флеш-рояль, вы это используете примерно никак. А ты сколько серий посмотрел? Ну две, я успел две посмотреть, я пока до третьей не добрался. Я могу сказать так, мне первая серия абсолютно не понравилась, у меня было примерно такое же впечатление, как у Макса, но я вам скажу так, сериал расходится, дальше становится интересней. И после первой серии мне хотелось его нахуй выключить, после второй мне уже было интересно, после третьей я стал ждать четвертую, потому что ну там есть моменты, которые сделаны очень круто, Макс. У меня есть одни серьезные опасения, что знаешь, как бы с Ванда Виженом, когда все вроде как вылупляется во что-то такое независимое, а потом начинается комиксовая ебаная. Братан, давай я просто... Может просто ты не очень понимаешь историю, смотри, вот есть Доктор Кто, да, тоже про путешествия во времени, про какие-то там истории, связанные с альтернативными вселенными, там типа какой-нибудь там, не знаю, непонятными существами, которые обладают какими-то там суперспособностями и так далее. Вот он британский, и он снят за три копейки. И в принципе, когда ты смотришь Доктора Кто, ты примерно понимаешь, что ты увидишь? Ты увидишь, блядь, театральную постановку, которой, как бы, очень редко, очень редко, но бывают пиздатые моменты. Но в целом, сам Доктор Кто, вот когда ты смотришь весь сезон его, он довольно средненький, на которой там, допустим, из 10 серий там три классные, а все остальные семь говно ебучее. Вот Локи это примерно так же. То есть первая серия говно, вторая интересная, третья крутая, четвертая, скорее всего, будет говном и так далее. И в целом, ты, наверное, когда смотришь его до конца, ты понимаешь о том, что, ну, наверное, это сериал именно снятый для фанатов. Так вот, братан, когда ты жалуешься на то, что у тебя комиксная стилистика и будет какая-то очередная комиксная ебанина, фанаты именно этого и ждут. Ты просто не целевая аудитория. Тебе, Макс, не совсем про это говорит. Дело в том, что у Ванда Вижна была очень жирная проблема и она частично как бы соблюдается еще и в Зимнем Солдате. Дело в том, что они надувают некую проблему, делают ее максимально нереально такой, типа, очень глобальный, жесткий, там буквально человечеству угрожают угрозам, вот это все, короче. А потом все это превращает какой-то такой прямо такой хуевенький, такой локальный конфликт, буквально муж с женой подрались по пьяни, типа, теперь лобоза. Ну да, ставки совсем другие идут. то есть ты как бы ты типа ожидаешь, что сейчас они же прям раздувают, что тут прям пиздец, да, там магия, как в Ванда Вижне была там безумная магия, то все, тут сейчас тут чуть ли не всю землю уничтожат. Ах да, ну как бы на самом деле все хуйня, короче, вот. И здесь похожая история получается, что тебе сейчас тут раздувают какую-то очень охренеть какую историю о в том числе хранителях времени, о том, что это вообще типа самая сильная сила вообще всего, чего только вообще есть там, типа, да, и сейчас это каким-то шлепанным флопом просто, да, пукс рейнг будет просто, понимаешь, вот если они это сделают, это будет ультра тупо, но поговаривают, поговаривают, что вроде как, вроде как этого не будет, потому что Локи ведет конкретно к событиям следующего Тора. Я правильно понимаю, что нам всем троим не понравился Сокол и Зимний солдат? Да. Ну слушай, финальный монолог это просто комедия какая-то, вот это, блядь, про расизм ставлю. Я вообще считаю, что вот эта вся история с вот этими понятными типа брацунами против всего, борьба бобра с ослом, ну просто отвратительная. Ну просто и героини вот это типа главное, которое типа якобы должен ей запереживать, но ты не запереживаешь, потому что она дура ебаная, как бы ты вообще не... Не-не, мне Сокол и Зимний солдат не понравился, более того, я считаю, что Капитан Америка хорошо был подан, ну в смысле, вот именно с того угла, с которым мне он был симпатичен, только в первом фильме, потому что вот этот вот, понимаете, когда сериал осознавал, точнее, сериал-фильм осознавал фарс собственно самого персонажа и превращал это в флот девайс, это было клево. То есть, да, чувак, ты классный, у тебя есть статистический щит, иди продавай облигации военного займа, блядь. Вот это было классно, на мой взгляд. Самый прикол, так что здесь то же самое делают, здесь тоже берут, о, круто, у тебя есть щит, да, иди, короче, ну практически то же самое. Но все равно, короче, такое, но в любом случае, Локи, я сейчас посмотрю третью серию, пока у меня самые большие проблемы именно с райтингом, даже не с этим, не с, как его звать, не с эффектами, там, не с актерской игрой, Хиддлстон, кстати, на второй серии уже разыгрывается, видно, что ему уже становится поинтересней, вот, но, блин, он написан пресно, то есть, вот так вот подумать, пока сериал даже толком цитировать-то нечего. То есть у нас уже все проблемы со сценарием, да, в таких сериалах или что? Слушайте, мне в целом понравился, мне очень понравилась роль Оуэна Уилсона, потому что он там играет Оуэна Уилсона, вот, Оуэн Уилсона всегда играет Оуэна Уилсона. Это абсолютно всегда чистая правда, это чистая правда. Это же как Райан Гослинг, всегда играет Райана Гослинга, как, Human Being and a Real Hero. Мне, на самом деле, очень, он нравится в этом контексте, ему прям написали роль под него четко, и мне нравится, как он туда вписался, и вот их тандем с Локи, он довольно прикольный, вот. А вот все остальные персонажи довольно плоские, как бы, в том числе персонаж, который появляется во второй и третьей серии, довольно прикольный, как бы, но как-то вот... Ты знаешь, не дожатка, просто у тебя такая перспектива размахнуться, у тебя сам персонаж такой центральный, что можно размахнуться, а ты не размахиваешься. Ну что-то как-то пока... Я жду пока... Вот третья серия там дальше поинтереснее становится, действительно, но посмотрим, что будет дальше, вот. Слушайте, короче, у Локи у нас пока смешанные впечатления, Максу Витти пока не очень понравилось, нам с Димой в целом понравилось, как бы, я считаю, что еще продакшн вылью очень крутую, он реально... Я не смотрел третью серию, учтите, потому что парни посмотрели. Да, короче, так что, в принципе, в целом, типа, пока у нас смешанное, но такой, с потенциалом, с позитивом, как бы, смотрим, как бы, на будущее, вот, как бы, есть это консенсус такой. Я тут вам хотел рассказать про другую штуку, я тут в который раз сел смотреть очередной мультфильм Пиксара, причем я могу сказать, что предыдущие два мультфильма мне не понравились, если помните, я бомбил от того, что душа, я показался отстойным, как бы, я сказал, что, типа, ну вот, мне душа вообще не зашла, вот. Я не одинок. Как бы, я думал, душа прям совсем какой-то плоский-приплоский мультфильм, вот. И предыдущий, соответственно, Тайна Кока тоже, вроде как, он такой, вроде нормальный, но что-то вообще не тронуло меня совершенно. И когда показывали трейлер Луки, нового мультфильма, как бы, Пиксара, я искренне считал, что он будет говно, как бы, я даже не хотел смотреть. Тут такая, типа, красочная картинка, вот он только-только вышел, я такой подумал, ну, типа, окей, хер с ним, пойду посмотрю. В общем, пошел, посмотрел, я был в шоке от того, что он мне настолько запал в душу, настолько мне он очень понравился, что я могу посоветовать его, блин, вообще всем. Потому что вот это настоящий, такой старый мультфильм Пиксара с очень хорошо прописанными героями, когда ты каждого героя помнишь, каждый из них тебе интересен, как бы, каждый герой очень яркий, там интересная довольно мотивация, там классные персонажи, он безумно красивый местами, там просто такой графоний, что ты просто охренеть, прямо смотришь на это. И, ну, у него такая классная мораль, которая многим из вас сейчас будет близка, потому что сейчас очень многие люди одиноки, и он говорит, ну, мультфильм, по сути, говорит про то, что, ну, как бы, хорошо, когда у тебя есть друзья. Когда ты их находишь, часто даже совершенно в неадекватных местах, неочевидных местах, это могут быть люди, которые тебе, там, изначально могут вообще показаться, те люди, с которыми ты даже, типа, знаешь, как говорится, в одном поле срать не сядешь, вот, но они внезапно могут казаться очень хорошими людьми, и внезапно могут оказаться вашими друзьями. Мы прям так и собрались в подкаст. Примерно так, да, мы с Димой вообще встретились, когда я сказал, Дима говорит, а что ты меня забонял? И Дима, и Максим были у Тимура в списке киберконцлагерь, если что. Да. Нет, я был в списке хуесоса, это важное уточнение, между прочим. Короче, в общем, ты думаешь, он меня удавил оттуда? Нет, ты что, этот список превратился в киберконцлагерь, просто, если попадал. Вот, и, короче, мне мультфильм очень понравился, я прям, если вы вдруг, как и я, посмотрев трейлер, думали, что это какой-то невзрачный, отстойный, как бы, очередной мультфильм Пиксар, где Пиксар скатился, то нет, Пиксар на самом деле немножко опять вскочил на коня, и мультфильм оказался очень хорошим. Вот, я как бы могу сказать, что, блин, это реально один из немногих мультфильмов Пиксара за долгие года, который там, даже слезу пустить не стыдно, как бы, ну, прям там в конце такой прям, ох, как бы, короче, прям приятненький, я очень советую, если вы пропустили, идите обязательно посмотрите. А еще, а еще, пацаны, мы с Тимуром в итоге допрошли It Takes Two, это заняло, блядь, почти месяц, наверное, сколько мы с тобой играли в нее? Ну, мы, по-моему, в 4 или в 5 приседствовали. Все пытались, да, ее как-то по-быстрому, она, блядь, сука, длинная пиздец. Я могу сказать, что для меня это было второе прохождение It Takes Two, скорее всего, меня ожидает еще и третье, ну, не знаю, посмотрим. Но, второй раз мне игра понравилась даже больше, чем в первый. А что, потому что игра лучше, чем я не ход? Ну, спорно, братан. Подожди-ка, мы с тобой многим моментом, ты говорил, что мы проходили более органично и быстрее. Это я специально тебе брал. Ах ты говно. Я тебе поддавался во времени игр. Тут, тут, в плане мини-игр выиграл. Ну, половина в плане проиграл, могу выиграть все. Я так и думал. Пидор ты, сука. Будешь что-нибудь говорить-то, блядя? Смотрите, по поводу It Takes Two, если вы вдруг пропустили, думали, что это очередная игра от Юзефа ФРС, опять надо вдвоем что-то там заворачиваться, проходить, Инди Параша. Короче, я скажу так, что после этой игры, которая, по сути, была сделана студентами, интернами и, типа, небольшой группой начинающих разработчиков. И впоследствии, как бы, ну, в нее подключилась уже более крупная там команда разработки от Юзефа ФРС, как бы, и ее проспонсировала, соответственно, компания Я. После этой игры гигантскому количеству не инди-разработчиков должно быть стыдно. Вот. Стыдно, потому что это длинная, большая, толстая игра, в которой местами очень красивая, очень крутая графика, в которой очень крутой саундтрек, в которой классные персонажи, хорошо озвученные, круто сделанные, классно, как бы, сделанные, как бы, в плане, там, концепта артов, в плане, вообще, там, арт-стиля какого-то. Там графон ебейший, я тебе скажу. Графон местами вообще пиздец просто, очень круто сделанный. Так вот, после этой игры должно быть огромному количеству разработчиков просто тупо стыдно, потому что они такого не могли сделать. Понимаете, там есть целая на которую просто компания Obsidian должна прийти, вот они, они выпустили Grounded, да, они должны посмотреть, просто расплакаться и закрыть Grounded нахуй, потому что, ну, и перейди. Ну, потому что, понимаете, он говорит про локацию, где в саду, там, типа, да, причем там, типа, она очень большая. Как это, трава, деревья, в общем, там, всякие жуки, паучки и прочее, да, и так далее, короче, там, а потом у тебя такая же похожая локация в деревьями с белочками, там, ну, и прочее, вот это все. Ну, короче, Forest смог, не зря пиздил. Короче, Forest не просто смог, а Forest сделал игру, которая просто посрамила половину, там, игровой индустрии, понимаете, когда у вас, грубо говоря, там, типа, интерны вместе с аутсорсерами способны сделать то, чего огромное количество людей с такими же, там, аутсорсерами не способны. Там, забавная история, когда идут в конце титры, мы с Тимуром там смотрели, там, знаешь, там количество людей, которые работали над игрой, ну, не очень большое, ну, там, человек может 20 или 30, ну, типа того. А вот количество аутсорс арта от китайцев, там, просто, блять, несколько страниц идут, и там, арт-директор, арт-директор Ху Ляо, да, там, анимация, там, Сун Чао и так далее, там, подобное. Ну, то есть, грубо говоря, чуваки в, как это студия называлась, Хезелайт, Хезелайт, да, они сделали какое-то количество прототипов, вот, потом электроника раздала им денег, ну, я так себя представляю, ну, вот, они такие, да говно вопрос, сейчас мы на эти прототипы, охуенный арт, самое, натянем, классно будет, и модельки сделаем за вас, и анимацию, все. А ты знаешь, гейм-директор Naughty Dog говорил в подкасте, Эрон Уэллс, у него был подкаст в апреле, они там с этим, с гейм-директором Insomniac сидели, с этим прайсом, он там сказал хорошую фразу, когда вы спросили, а вот, как вы чувствуете себя, что у вас такое количество арта, и этого, как его звать, ассетов на аутсорсе, блядь, в титрах у вас, у вас пара-два, там просто пизда, огромный рулон аутсорсеров, он говорит, а мы игровая студия, а не студия по созданию ассетов. Блядь, это хороший, конечно, подход, но это немного, как бы, ломает у меня убежденность того, что условно... На хера тебе моделить бочку? Ты даёшь ТЗ замоделить бочку, а потом просто принимаешь работу, если она подходит в твой арт-стиль, всё. Ну, просто понимаешь, что конкретно в данном конкретном случае, возвращаясь к TX2, такое ощущение, что эти интерны, во главе с Форесом, они делали только игровые механики, в общем-то. Ну, собственно, игровая студия. Которые довольно прикольные, да. А всё то, что расписывает Тимур, какой там пиздатый графон, какая там охуенная анимация, как красиво сделана... Это тоже важно, что менеджмент в лице Юсефа Фореса из студии He's Light правильно отобрал подрядчиков, не пропустил откровенную хуйню и хорошо это собрал в цельный продукт. Мне нравится, что Дима, который такой, типа, в своё время, там, типа, разворачивал веб-сервера, наверняка брал и каждый код для каждого сервера, для каждого абсолютно компьютера, писал с нуля сам, вручную. Или всё-таки брал какой-нибудь open source, например, и там, и ставил, типа, ну, Дим, правда, нет ничего плохого в том, что ты что-то outsource, это нормально совершенно. Ты принимаешь эту работу, потому что если ты сделали что-то не то, не по твоему тзе, неправильно, короче, ты просто говоришь, не, всё, переделай. Ну, просто ты говоришь о том, что это, типа, чуть ли не инди-говно, сделанное за три копейки, а на самом деле, если бы у инди-разработчиков, например, каких-нибудь там, типа, количество денег, как у EA, то, наверное, бы, знаешь, игры, например, например, Grounded, и студия Obsidian, принадлежащего Microsoft, да? Ты это как об этой компании говоришь? Как она, Ninja Theory, да, как Blitting Edge? Да, или ты, может быть, говоришь, например, про ещё одну студию, принадлежащую Microsoft, там, например, Sea of Seeds, да? Или вот эта студия у компании Sony, которая сделала такое говно, как Destruction All-Stars, кстати, мы про неё не забыли. Не забыли. Да не студия Sony. Да пошли, Люсь, ты только Андреич. Всё, пизду, давайте следующий тема. в общем, смотрите, я хочу сказать так, что, типа, TakeStore, если вы вдруг по какой-то причине пропустили, то обязательно в неё поиграйте. Поиграйте с другом, там, типа, с братом, с сестрой, там, типа, с девушкой, с женой, как бы, на самом деле игра очень хорошая, но имейте в виду, как бы, здесь очень важный момент, что она требует местами довольно хорошей координации движения и понимания в целом игровых механик. То есть, если вы возьмёте, как бы, и на счастье, на радости возьмёте и скажете своей девушке, которая вообще не играет в игры, типа, давай, 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 у тебя всё получится, ты чё, там, всё легко, детская игра, это не так. Потому что, если она там не умеет целиться, не умеет там правильно платформить, там, и так далее, то ей будет тяжеловато. А если будет тяжеловато ей, то тяжеловато будет вам. Поэтому старайтесь проходить игру всё-таки с людьми, которые чуть-чуть умеют играть в целом видеоигры, там, платформеры, в шутеры, там и так далее, хотя бы чуть-чуть, потому что иначе реально будет тяжело. Вот, вы будете по 50 раз один тот же кусок проходить, это не очень круто будет. Вот. То есть, смотрите, ещё интересное, турбовирм занялся нам 1000 рублей, привет и Сталина, пассивьте врата. Спасибо. Фил занялся нам 430 рублей, Дим, ну скажи, пожалуйста, что контроллер Xbox хороший. Ну ладно, братишка, за деньги я тебе любую хуйню скажу. Вот это кликающая параша, в принципе, наверное, нормальный контроллер, если ты играешь в наушниках и не слышишь. Вот. Но я как бы видел контроллеры получше у той же компании. Понимаешь? Поэтому мне удивительно, зачем они делают кликающую парашу вместо нормального контроллера. Вот. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Окей, контроллер хороший. Кликающая параша мне не нравится, братан. Это всё. ККС, известно, 250 рублей, поздравьте, сегодня продал остатки игрового ПК. Теперь у меня только М1 и PS5, пошёл-то в жопу ПК Experience. Братан, я тебя поздравляю, во-первых, потому что... Как я тебя завидую. Я вообще сам планирую себе купить какой-нибудь ноут на М1 или что-нибудь похожее. А может быть, я дождусь М2. Я же напоминаю, что мы им анонсировали. Может быть, я подожду какое-то время, но я в последнее время так недоволен виндой. У меня была адская бомбёжка от того, как они встроили погоду в Taskbar, если кто не помнит, то это прям в прошлом подкасте у меня знатно горело по этой истории. И в последнее время, смотря на тот кластерфак, который происходит с Windows 11, я уже такой думаю, что, блядь, всё, братан, я работаю в аудишене, аудишен есть на маке, пора полностью переходить на мак. До свидания, Windows. И монтировать в Reaper, да. Ну, типа того, да. Зачем? Можно в аудишене, можно в аудишене, Максимка, да. Да, вполне себе. Слушайте, я хотел рассказать про ещё одну штуку, типа, дело в том, что я тут сходил на премьерный показ фильма «Ледяной драйв», который там очень грозно говорится о том, что, типа, там такой крутой набор актёров, вот это всё. Но имейте в виду, что основной актёр... Ну, Лайм Нисон и Лоуренс Фишборн. Основной актёр это Лайм Нисон. А Фишборн? И, как вы понимаете, так как это экшен, то вы должны сразу себе понять, что есть такая формула экшенов, такая нишевая, называется «Боевик с Лаймом Нисоном». Ну, подожди. Вот это боевик с Лаймом Нисоном, пацаны. Я просто не понимаю, в каком контексте. Я с Лаймом Нисоном смотрел только... Вот ты помнишь, вот помнишь Тейкин, где там, типа, 15 склей, как через забор перепрыгивает Лайм. Я, кстати, эту часть я не смотрел, я смотрел только первую. Я не смотрел вторую. Первую, ну, да, да. Ты же понимаешь, примерно, что такое, типа, Лайм Нисон, такой крутой чувак, который периодически немножко страдает для драмы, но в основном всех пиздит, типа, и что-то там такое происходит, да? Вот. И идет какой-то намеченной цели. Иногда совершенно идиотским способом ты сидишь и просто, что? И происходят какие-то сценарные идиотские моменты. Ты такой, что? Вот. Вот это тот самый боевик с Лаймом Нисоном, который боевичок на вечерочок, понимаешь? А можешь ты, ну, как бы, более подробно писать? Потому что, смотри, у меня есть некая ассоциация боевиков с Стэтхемом. С Тэтэмом, как правильно, Стэтэм? Не, 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 не. Да здесь другое. Совершенно. Здесь у тебя есть такой righteous hero. Знаешь, такое своеобразное. То есть это такой как-то праведный и право верный. Ха-ха-ха-ха. Не, не, не. Короче, такой праведный такой герой, короче, наш, который настоящий мужик. Да. С буквой ИП Так. Происходит какая-то несправедливость. У него опять украли дочку. Это называется Тимур называется бывший спецназовец в отставке команды примерно именно именно бывший именно в отставке примерно так есть как вода и вот типа мужик должен выполнить действие в котором какой-то момент он тебе просто знаешь если ты вдруг не понял есть есть ты вдруг зритель еще такой тупой еще не понял нет это теперь для меня лично это вопрос не денег я решу этот вопрос ты такой просто господи серьезно и звук вот это твой как трейдер короче если вам нужен самый тупой боевик на свете знаете вечерком такой типа подпивас такой подпивасный боевик блин я же слова подпивас блин мне кажется если человек употребляет слова подпивас то болеть его над пиздить просто палками а лучше учебником русского языка но дим не заставляй меня это попить а почему такой себя агрессивный это потому что это боевик вниз нам смотрел да я хочу сказать так что типа вообще там довольно нетривиальный сюжет он реально необычный потому что я так понимаю что он основан на каких-то таких типа около исторических событиях вот которые происходили условно не так давно и но очень нишевой теме чтобы вы понимали что такое нишевая тема это переправка грузов дальнобойщиками по замерзшему озеру чипа коммерческой ледяной дороге то есть как бы и основе как бы на все это еще навязывается там типа скорость нужно быстрее быстрее довести потому что иначе пиздец там ну и так далее вот и как бы вот это супер нишевая тема на которой они типа вот этот весь сюжет нахреначили и как бы естественно там кровь смерть кишки распидорасила как бы гроб гроб кладбище пидор вот но опять же я прям дико советую если вам нужен подпивасный боевичок такой где еще необычная тема по льду по озеру хреначат грузовики сейчас все утонет сейчас будет пиздец короче а есть люди а там еще подоплека а там еще и корпоративная какая-то дичь короче сейчас всех убьют нет мы убьем нет они убьют нет мы убьем но единственно что иметь ввиду есть большая сложность очень затянутый то есть по какой-то момент типа ну все прям не еще не приехали но все не 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 все еще до сегодня макса не получилось да ну как бы такой типа да там почти почти места мид макс на типа затянута иногда как то есть имейте ввиду что как бог когда вы будете думать что уже все нет еще не все но сейчас не не сейчас ты будешь майкл бы ты помнишь его идиотский абсолютно фильмы на нафиг который вышел который совершили же тупорылый фильм убрать от которого он что-то там до секса на грамм как и так вот мне он понравился потому что он реально тупорылый боевик ну то есть прям вот без единой мысли просто ебашит и взрывается здесь не так ты даже здесь примерно похоже но здесь местами как бы немножко не до круче потому что вот баланс между серьезными вещами и типа вот такой прям откровенной хуеты вот он здесь не соблюден потому что здесь в сторону серьезных щей побольше и ты понимаешь насколько это идиотски все выглядит как бы да вот это серьезность этих щей как бы и местами как бы вот неправильно это выглядит но в целом все равно прикольно я я бы так скажу что знаете это 6 из 10 такой прям очевидный поэтому можно совершенно спокойно как бы посмотреть под пивасом легко вообще как бы не парьтесь и смотрите димка да и к возвращаясь к историям про xbox о том какой он ебучее говно и как он мне не нравится а я в последнее время играю в основном на xbox и во всякое говно из геймпасса без стримов потому что я в рот их вертел ладно я шучу я шучу я поиграл в геймпассе раздали плактейл и на сенс судя по слухам которые циркулируют по поводу нового ps плюс а в июле нас ждет ps5 версия был фейк ну может быть и фейк но неважно под игру по слухам якобы ps5 версия и якобы ее раздадут в якобы слух такой был но я подумал о том что а какая мне хуй разница блять вот она у меня игра есть геймпассе пойду поиграю и конечно с одной стороны это был неприятный experience потому что на xbox из какого-то блять непонятного хуя эта игра считается оптимизированной под ван x помнишь ван x была такая консоль но при этом она оптимизирована в сторону разрешения а не fps of поэтому ты играешь 4к в 30 fps и такой звук ты лизь блять да пойду я наверное на пока в нее поиграю так вот я к тому что я ее все-таки прошел на иксбоксе но я вам рекомендую если вы пойдете в нее играть играть не и конечно на пока ли подождаться вот и ps5 версии или там xbox series x версии если она появится теперь касательно самой игры во первых для тех кто не знает про что игра эта игра про девочку с крысами маленькая девочка 16 лет приходит инквизиция в ее дом дело происходит 1300 году в во франции приходит инквизиция убивает всех ее родственников и а собственно она бежит из дома вместе с маленьким братом она не просто девочка на все-таки дворянка из довольно таки влиятельного рода и когда к ней приходит соответственно убивают она типа живет реально в поместье со своим со своей семьей с отопыренный с отопыренным пальчиком пьет вино да это у вас по сути как бы такая типа дворянская семья их всех вырезают короче и девочки приходится убегать с братом который немножко аутист короче вот то есть она с этим братом аутистом бежит потопом по болотам и по разоренным чумой городам и весь тем вокруг девочка которая буквально только что серебряных ложечек вокруг появляются кучи непонятных крыс которые якобы имеют какую-то непонятную магическую природу ну в общем я сюжетом спойлерить не буду но вся история мне в принципе очень понравилась я могу сказать что я получил огромное удовольствие от плактейл инносенс мне очень понравился сюжет мне понравилось какие-то как там написаны диалоги мне очень понравилось играть в нее на французском я специально себе поставил французскую озвучку для того чтобы было аутентичненько и могу сказать что так игра мне понравилась гораздо больше чем когда играл мне на английском да и у меня есть всего пару претензий к этой игре первое это управление управление в ней просто кусок говна она и на пока такой же такое ощущение что знаешь вот одни люди опять же вот мы сегодня возвращаемся к разговорам про индии одни люди делали графон другие делали там типа игру саму да но к тем людям которые делали видимо управление просто никто не заходил и не там запишись коморки делали говно управление отвратить я мне не пара я хочу сказать что это та самая граде мы действительно прав когда у тебя типа сделали графон сделали модельки сделали сюжет продумали все короче но все остальное ну типа вот правильно как бы механики совместить правильно совместить там боссов еще что-нибудь прям вот не получилось как бы если честно мне было грустно от этого потому что я половину игру прошел и я прям местами проташнивал ее да да я согласен я могу сказать что братан у меня так горело на последнем боссе в этой игре блять потому что абсолютно не очевидная вещь которую надо сделать и мне пришлось взять айпэд и с айпэда погуглить как пройти блять последнего босса ну то есть это ты знаешь что это наверное сделано не слишком очевидно в твоей игре что тебе приходится гуглить как убить босса блять ты знаешь у неё у меня ручка катиона убивали а-а-а-а я за сами находили прошедший плактейл могу сказать что у меня есть ощущение что особенно последнюю треть игры и и не плейтестили вообще то есть есть некоторые моменты которые сделаны просто глупо ну то есть может быть деньги в этот момент закончились может действительно как можно не плейтестили да но я прошел меня остались очень положительные впечатления от игры я очень жду теперь анонсированный на конфе иксбокса плактейл реквием который типа продолжение этой истории чё ж там будет дальше мне прям понравилось то есть местами это прям знаешь такой cinematic experience как от анчарта до какого-нибудь но только с поправкой на то что делали за три копейки и делали французы то есть как бы ты планочку ожиданий числе к слегка понизил типа того вот но я прям не даже хочется чтобы в таком сеттинге еще каких-нибудь игр понаделали мне тоже понравилось я прошел только к сожалению половину вот но даже эта половина игры как бы игру некоторые моменты приходилось прямо проташнивать но тебе это хотел сделать потому что она красивая классная интересный сюжет эти прям хотелось посмотреть что же будет дальше да я надеюсь что все-таки до пройду тоже поддерживаю да слушайте ну и еще один одни такие железные впечатления очень быстро потому что меня просто в твиттере просили в подкасте рассказать короткая предыстория у меня несколько дней нажат у жены накрылись steel series artist 7 это ее была основная игровая гарнитура беспроводная накрылись они весьма основательно ремонтировать их не имел никакого смысла там накрыл спищал саунд чтобы они были комфортные чтобы они очень были легкие максимально легкие для беспроводных наушников потому что она поэтому не может носить платином платином для нее очень тяжелое и чтобы микрофон и вообще не волновал и чтобы при этом при всем была совместимость совсем то есть можно было воткнуть в любую и и все это работало и по проводу тоже чтобы работала желательно выключенном состоянии это кстати ни хера не факт что беспроводные наушники так работают все и мы бюджета не было ограничено то есть ну я господи ради супруги то потратится тем более эта вещь которая будет ее спасать знаешь что самое интересное единственный вариант где все эти вот звезды сошлись это пульс 3d от playstation 5 ты купил в наушники playstation для пока жене он для меня сам не нашел для пока у меня жена в полном восторге очень странная ему знаешь я их послушал и я сразу могу сказать что несмотря на действительно очень своеобразную посадку на голову чисто по звуку платим гораздо лучше тоже 50 миллиметров и сами 50 драйвера там очень крутые стоят но пульсов все еще очень хороший звук он все-таки немного получше голдов немного не та разница чтобы их менять они реально очень легкие ну то есть они весят 200 с копейками грамм для беспроводных наушников это очень классно живут если выключать микрофон на наушниках на пока без зарядки 12 часов плюс-минус наверху последний раз 10 было до того как они пропищали это очень хороший результат очень хороший результат сидят на голове у гораздо удобнее плате ну вот эта вот резиночка она отгибается наверх и наушники сделано таким образом что они как бы с эффектом памяти то есть вы не подваживаете их там как платинами ли старой голды они как бы садятся на вашу голову и сами стараются найти оптимальную позицию они очень легкие это я согласен я помню что тимур все говорила по поводу того что типа бля мне будут давить на голову мне будет давить на голову вот эти платинумы они на самом деле пиздец какие легкие они даже легче чем были платежи и пусть и да бы были легче даже чем у playstation 4 голды помнишь голды новые голды которые да вот они даже в этом плане ли короче моя рекомендация если вам нужна хорошая игровая гарнитура беспроводная даже не так хорошие игровые наушники похуй на микрофон он действительно аршивенький все еще графон говно да чтобы работало совсем чтобы были легкие чтобы звук был классный звук здесь лучше чем в арксисах 7 блять просто на огромную милю простите меня фанаты still serious берите пульсы они охуенные они стоят всего восемь девять тысяч рублей это не очень большая цена за то что они предлагают при этом я тестировал они прекрасно работают в playstation 5 они прекрасно блять тимур флексин они 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 прекрасно работают с playstation 5 они прекрасно работают с пока они прекрасно работают с абсолютно всем кроме xbox то есть вот везде где есть generic usb у вас эти наушники будут работать более того если вы еще включите виртуализацию windows sonic или виртуализацию dalby atmos на пока у вас еще и 71 эффект будет очень хороший поэтому пульсы моя горячая рекомендация если у вас есть голды наверное оставайтесь пока на голдах я не вижу такой гигантской разницы чтобы просто сдавать голды и бежать за этими наушниками вот а если у вас платином и вам в них комфортно опять же платином просто лучше но сейчас вы их уже не купите их вывели из производства то есть в плате жмут голову у меня поэтому продавать очень многим жмут голову их прямо об этом пишут огромное количество отзывов поэтому если вдруг когда-либо вы подумаете о том что а вот не купили набрать ему блин пожалуйста просто подождите раздавайте мерить пока sony выпустит новую ревизию наушников именно с вот этим драйвером 50 миллиметров потому что сравнивал восьмом резиденте пульсы и плате мамы сейчас вообще не про эргономику чисто про звук плате нам банально гораздо больше звуков слышно я не знаю почему просто потому что ну сам драйвер лучше вот и все вот такой а свою очередь хотел сказать что у меня вообще случилось не очень крутая ситуация в том что я же помните был всегда фанатом голдов который вторая ревизия вот и который в общем то я использовал с playstation 5 первое время но у меня голды в итоге сломались знаете каким образом этот причем оказывается распространена довольно штука если вы периодически используете джек который вы втыкаете в голды чтобы пользоваться как проводные наушники да то в какой-то момент они заглючивают и они считают что у вас провод воткнут всегда поэтому типа даже когда вы втыкаете провод они все еще считают что в них воткнут провод единственный шанс это победить знаете каким образом когда вы берете и втыкаете провод на три четвертых и ищите этот момент когда наушники такие о надо же провод-то вытащили оказывается и включает режим а если если они разрядить их просто что-то выбрать не это не пассивные они пассивные как бы здесь вопрос в том что надо по идее их если бы я умел бы надо было бы их разобрать там даже не то что мне джек ну то есть нужно разобрать и внутри почистить потому что я зубочисткой зубочисткой это типа деревянной деревянной зубочисткой я пробовал как бы оттуда вытаскивать там патина там патина от мини джека осела я чистил изолтопропиловым спиртом и ватной палочкой вот этим кью типом отлегло кстати еще один совет если у вас вдруг голды начинают дропать связь часто с консолью сделайте hard reset лечит просто короче у меня hard reset в общем если не вылечил и я выяснил что-то именно вопрос джеком я попробую я попробую спиртом сделать может сработает но и за пропилом только спиртом блять они есть отлично вот у меня есть единственное что единственный способ как я это обхожу как бы когда мне нужно играть на пустышни 5 вот мы с димом поиграем и так далее я в итоге использую dual sense в которой я втыкаю через специальный провод черненький с лайкингом я как раз таки втыкаю earpods max и таким и таким сетапом играю как раз таки в них но я могу сказать что конечно звук там для всех игр playstation это каш пиздец он так круто играет мы кстати с максом тут обсуждали недавно историю папа раз задел эту тему мы с максом недавно обсуждали историю того что когда ты играешь в гарнитуре пульс вот которая новая для playstation 5 у тебя 11 звук а когда ты играешь допустим через наушники воткнутые в геймпад по проводу у тебя звук лучше хотя казалось бы должно быть блять наоборот потому что виртуализацию они по проводу в геймпаде завезли а в виртуализацию внутрь беспроводного сигнала не завезут только впоследствии но я могу но я могу сказать что она работает в некоторых играх например она работает в demon souls вот на playstation 5 когда ты играешь где 8 короче я на примере demon souls могу сказать что звук что в наушниках по проводу что в наушниках без проводу одинаковые абсолютно он реально пиздатый там и там а в некоторых играх блять лучше ты воткнешь гарнитурку именно блять конкретно в геймпад и она странная хуйня я могу сказать что поскольку у playstation 5 очень пиздатый звуковой чип чип в геймпаде и реально очень высокая качество передачи звука в отличие от playstation 4 я абсолютно весь восьмой резидент прошел вообще в своих музыкальных сценях хайфайных блять это охуительный экспириенс потому что звук полностью раскрывается на этих наушниках в этом плане я могу понять тимура вообще tempest engine очень круто работает через наушники например когда играю в колду мультиплеер играют только в наушниках потому что позиционирование идеально реально реально слышишь что сверху справа в двадцати градусах в трех метрах от тебя идет человек даже по лестнице это очень круто работа даже херня кстати с ретернулом в ретернул когда играешь на наушниках гораздо лучше просто слышишь где враг в аркаде это очень важно такое да слышите и я хотел рассказать про две длину одну новинку одну не новинку короче дело в том что я наконец-то заимел себе пульт короче новый для apple tv если вы смотрите сейчас нас на видео версии то вот я его даже могу вам показать это apple tv какой 4k который как она называется там ли это для apple tv 4k то есть он подходит на самом деле для старых apple tv в том числе а пуль типа новый да ты пытаешься найти и живут или apple tv перед притащить к видимо apple tv пытаются верить я нашел старый пульт короче чтобы вы понимали старый пульт выглядит вот так вот я даже я даже взял его неправильно не той стороной смысл в том что когда вот он валяется вот-вот-вот он просто валяется где-то где-то там на кровать вот валяется валяется дим какая страна какая страна верхняя какая нижняя этого не подсказывай не знаю и паска не подсказывай не подсказывай вот по идее вот это круглая кнопочка с какой-то вижу что за надпись круглая кнопочка это верхняя часть ты прав да и сейчас я сейчас его правильно повернул то то увидишь что на свету видишь не буду жаре вот сюда вот что в камеру камеру группу верни его более мира не вижу нихуя вот тогда вот смотри веришь а поворачивая видишь что нижняя часть у него глянцевая на верхняя часть она у него матовая так вот это обматывая часть верхняя это тачпад так правильно как убрать вот так вот то есть я угадал ты угадал но издалека в темноте особенно ты ты его берешь как берешь и добавишь ты взял его не той стороной и кнопки как бы они будут так вот так расположены что ты очень часто путаешься какую-то кнопку нажал особенно у него кнопка микрофона который располагается вот блин прямо по центру то есть менюшкой тут же микрофон ты по жизни нажимаешь на кнопку микрофона включится сирии ты такой чё бля почему зачем я не хотел эй эй выходи оттуда короче в общем это на самом деле супер неудобный пульт который просто все мои знакомые вообще весь интернет просто говнился от этого пункта несколько лет в итоге apple как бы понимая осознавая это короче выпустили новый который выглядит вот у которого сразу очевидно где верхняя и нижняя часть рам сразу вот и у которого типа они кнопку микрофона убрали вообще в бок на он вижу да боковая кнопочка не ты должен кнопку кнопку сбоку ножа они наконец-то ввели сюда очевидную совершенно кнопку которых непонятно почему до этого не сделали кнопку включения звука который выключает звук у твоего телека а как раньше надо было типа в него вниз и книжок пульт от телека нажать или зажать кнопку вниз и выключить громкость до конца довольно странно не было давно вот то есть по сути они теперь их самогонами кнопка включения который включает и телек типы это очень удобно и пол тебе видимо тоже да да вот еще путь сделали больше и тяжелее теперь как бы у тебя нет ощущения что держишь маленькую пиздюнку которая типа ну просто просто малюсенькая пиздюнка вот это путь теперь как вот ты можешь увидеть что он стал и толще вот еще с приложу и толще и выше и я могу сказать что он стал прям в разы удобнее намного и поэтому если вдруг у вас есть даже старые пути а он совместим до 4 да вот у меня и пол тиви 4k который четвертого поколения которые типа был он был первый apple тиви 4k такой типа который бы попроще вот а потом не выпустили следующие путь его 4k тип из нового поколения они не вижу у меня короче который просто короче я понял то не новый и путь или короче у меня у меня старый путь и 4k который вот был после третьего и к будет блин на самом деле супер удобного он очень быстро подсоединился очень быстро работает и самое главное еще интересная штука у него вот это верхняя круглая панелька но по сути это кнопки влево вправо вверх вниз плюс кнопка центральная они работают как тач панель и ты по сути можешь по ним водить пальцем как бы как по тач панели и переводить курсор по сути по тач панели нам лежит края режут руки я не согласен они плоские гранина плоские гранина а у старого пульта чё были закругленные что ли но они были таки чуть 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 скруглены вот можно даже что они чуть-чуть скруглены а папа граница стекла была такая пластиковая подложка как у айфонов ну понятно тоже с боков короче я очень доволен новым пультом если вдруг типа вы не хотите покупать новые пути и потому что ну хрен с ним на хрена мне типа нужно покупать типа новое пути потому что якобы он типа мощнее а мне это типа якобы не нужно как бы да ну можно купить просто тупый пульт а я а я просто отмечу что я тут слушаю тимура я вспомнил что однажды я настолько ебанулся что обучил свой телевизор вот этому пульту блять что это это пульт для управления радиоуправляемым катером и автомобилем это радио оборудование то есть вот это смотри поворот это газ и тормоз короче звук вперед звук назад и вот это переключать источники а как ты как-то обучил телек это хуйня там и к обучение есть бля это выглядит прикольно из разряда просто полный хуйни а где твой пульта телека так вот же он смотри playstation иксбокс приходит тебе в гости бабушка такая ну чё как тут включить первый канал вот эту хуйню грутишь да и вот здесь видишь на меня не наводи слышно короче в общем я дико советую пульта он очень классный и тип ну прям сильно улучшает качество вашей жизни если часто пользуетесь apple tv а я пользуюсь им часто вот как бы как раз ну чтобы по сути смотреть всю свою ебанину еще одна штука которая хотела посоветовать совершенно сейчас будет внезапно вообще не очевидно непонятно у меня есть проблема да всю свою жизнь пытался как бы найти себе нормальный дезодорант вот и я короче пытался их найти очень я в основном всегда пользоваться на эти какими дезодорантами которые пшикают ну типа то не вея то акс короче тут там еще какой-нибудь еще какой-нибудь аудиторию шариковым я честно пытался переходить на шариковый дезодоранта в том числе короче но они всегда оставляли жирное ощущение такой типа вот жидкости какой-то типа на подмышке и ты такой типа стоишь и у тебя мокрые подмышки какого хуя и липки еще после этого вот я пробовал типа и кремовые такие и пробовал короче который типа эти такие прозрачные короче такие сики пиздец не получалось мне в какой-то момент даже посоветовали наш какие знакомые типа из арабистанов посоветовали у них есть дезодоранты называется минеральные все в рабистане пользу минеральными дезодоранты типа по сути кусок камня которые как бы когда ты можешь оставлять часть своего верхнего слоя вот этого камня и типа они говорят работает очень круто я в итоге так и не смог найти его даже там как бы на кипре даже в дубае нормального не смог найти которого типа мне прям советовали говорю что вот блин в рабистане всем пользу ты чё давай короче но я так и не смог найти в итоге я решил попробовать дезодорант stick который знаете такая типа по сути как как свеча торчащие который типа по сути ты намазываешь часть вот это вот свечи и я попробую дезодорант который называется от ивсен лорана вот я просто был в шоке мало то что это самый лучший дезодорант моей жизни я просто вот делюсь сакральным знанием я бы думал подумал то что типа были но он каждый духу я стоит короче я подумал были ну типа советовать такой дезодорант конечно странно потому что реально на духу я стоит но 2 600 он стоит вот на сайте вот какой-то я использую его уже восемь месяцев а то есть он для не заканчивается он не закончился все что там еще осталось где-то наверное процентов 15 этого дезодорант я уже вижу там краешек 8 месяцев я уже использую дезодорант я за это я посчитал что раньше использовать я покупал вот эти пушикающие дезодоранты я использовал их примерно в среднем две штуки за месяц и короче две штуки за месяц они стоят примерно по 150 рублей 300 рублей в месяц я посчитал что принципе короче за год ты используешь где-то там на 33 600 примерно да то есть выходит этот дезодорант получиться больше экономичной чем если покупать время пшикающие а мало того самое главное его прикол в том что от него нет ощущения липкости он тут же иди просто мгновенно впитывается вот ты не потеешь запаха нету в не очень пиздатый запах свой собственный короче в общем я прям был это мой наверное самое лучшее приобретение за последние месяца тебя удивило то что он не на штука то что он типа как как-то посвящая то есть его я такого никогда до этого не использовал никогда не использовал твердый дезодоранты в top пасть такая штука только или шарики которые типа или которые такие штуки типа наш коррозоль типа олег как шарики но они крему из них крем такой идет типа из таких дырочек внутри короче есть похожий дезодорант он только у тебя он он здесь сделан в виде круглой хуйнюшки да вот ну вот внутри флакона да у тебя за лупа да я не хотел говорить этого слова ну да ладно я могу тебе сказать что твердый в принципе дезодоранты есть даже блять у долл спайса и он стоит в 10 раз дешевле я кстати я сейчас хотел сказать что вот тебе блять на зоне пожалуйста у спать вул вулфторн он конечно говно потому что он мне не нравится его запах блять но я просто к тому что это не уж смеяться что я не новинка из сэдлоран вот кстати такой да нет я не говорю что не новинка я говорю что я для себя открыл я тебе скажу что я пользовал вот такой вот дезодорант олдспайса и он у меня оставлял липкое ощущение на подмышку как будто тут есть реклама где написано не оставляет пятен на одежде и там собака и собак короче в общем короче в общем я хотел посоветовать потому что у айсэль у юсона лорана внезапно получился очень крутой дезодорант он с точки зрения если вы используете точно так же как и я эти пшикающие дезодорант он даже будет получится даже более экономичный вот потому что были ну реально я уже 10 я сегодня посчитал специально 10 месяцев его использую как бы пиздец ну как бы если рассчитать там раз в месяц как бы ну типа помесячно то получается немного мне очень понравилось очень крутой я учиться кстати последний штука которого найти он чего хотел сказать я внезапно посмотрел тут круэлло бля я тоже посмотрел мы будем про нее говорить или давай кратко давай быстро можно я кратко можно я кратко скажу можно расскажу более тупейшего фильма я в жизни не видел но он очень красивый он очень красивый и там довольно смешные прикольные герои и самое главное что как только ты это смотришь все такой что до круэлла была же такая вот эта манда короче из далматинцев и так далее а тут и смотришь на ее становление смотришь смотришь тебе становится и конечно немножко шок а потом ты какой-то например что ее друзья детства это те самые два хламона которые ей помогают вставать нам далматинца которых причем фильме в оригинальном играл хью лори и другой актер тоже супер известный это актер который играл в гарри поттере с отца рона и забылку зовут да 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 короче вот и вот этих двух хламонов типа да как бы их играют по сути два друга детства как тебе сам фильм то есть тебе понравился сюжет я фейс-палмил абсолютно весь а сцена смерти спрашиваю ты знаешь вот я после того как я почитал в твиттере о том что говорят что сцены смерти блядь типа в самом начале фильма происходит вот типа она такая тупорылая такая тупорылая я очень ждал эти сцены и в контексте всего фильма это блять не самая большая его проблема то есть как бы до то есть как бы ты ты смотришь на эту сцену она у тебя как-то блять проходит идти насрать на неё а вот дальше там происходит такой тупорылый пиздец который я вот до сих пор не понимаю но хуя было снимать фильм в которой она как бы добрая, но она как бы злая. Но она как бы добрая, но она как бы злая. Она как бы добрая, но она как бы злая. И ты до самого конца фильма вот мечешься между этими двумя понятиями и абсолютно не соперникаешься. Ты сам для себя решить. Она или злая? Но ты понимаешь, что она и не добрая, и не злая. Она ебанутая. Ебанутая, да. Но при этом, кстати, мне понравилось, как именно визуально снят этот фильм. Поскольку там речь идет про моду, получилось такое, знаешь, типа, дьявол носит Прада, но от Диснея. Типа того. За три копейки, хотел сказать, снятый, потому что Диснея, нет, не за три копейки, задорого. Но выглядит на три копейки. Пацаны, вы самое главное, не обращайте внимания на компьютерную графику. Я понимаю, что после того, как я это сказал, вы будете на нее обращать внимание, но, блин. Постарайтесь ее игнорировать. Мой вам совет, не смотрите Кроилу. Запейте хуйню. Посмотрите, это хорошее кино на вечерок. Это два кино на вечерок вам сегодня посоветовал. Тимур, Тимур. Не-не-не, бля, чувак, я тебе могу сказать, что с девушкой самое оно посоветовое. Не, как бы у тебя просто... Блядь, сука. Если бы я это посмотрел соленую, у меня бы не было девушки. Жены, да. У тебя особый тип жены, которая автомеханика, понимаешь? Ну, поэтому... Посмотри Форсаж 9 лучше. Знаешь, как у нее бомбило на шестой части, когда мы в кино пошли, блядь, это... Я не смотрел ни одного Форсажа. Блядь, я смотрел только первый. А, нет, я еще смотрел Хоббс и Шоу, или как там, блядь. Ну, типа, спин-офф Форсажа, о. Блядь, может, посмотреть Форсаж? Блядь, я займусь на выходных не точно. Я посмотрел все Форсажи, включая новый. Я как-нибудь потом в спешеле расскажу. Димка, ты знаешь, что надо сделать? Тебе нужно, короче, взять и сделать стрим, как ты смотришь Форсаж, и только показывается твое лицо, типа, и где-то вдалеке, типа, кусочек экрана. Вот, такой прям, чуть-чуть экранчиком, вот. Не получится, потому что копирайстрайк — это раз, второй момент, а звук? Звук же, она тоже копирайстрайк — это все. А ты говоришь, типа, пацаны, давайте раз, два, три, включайте фильм. Да, я тоже включил, все, поехали. И смотрим вместе. И это мне говорит Тимур, в котором в прошлом подкасте утверждал, что, ох, блядь, да кому нахуй нужна эта функция в FaceTime смотреть с кем-то еще? Дим, 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 дим. Ты же будешь смотреть со слушателями. И прошло эти деньги, блядь. Ну, потому что, когда же ты со слушателями смотришь, ты не можешь же как бы взять и как бы все их контакты собрать и всех подсоединить в FaceTime. Все гораздо проще, нахуй. Групповые звонки. 500 человек. Да, в зуме. Есть специальные платформы для совместного просмотра. Вот, опять же. Видишь? Можно просто там собраться, и все. Тогда не будет прикола в том, что ты на ютубе, ты смотришь, и люди не могут тебе одновременно в этот момент донатить, не могут тебе писать комментарии и как бы и так далее. Вы что? Я, конечно, понимаю, что я должен вам всегда напоминать как бы про систему ненитизации и прочее. Как реальный мир работает, блядь. Вот ты мразь, а? Мне, чтобы сказать, что, типа, да, вот лишний идея, пацаны, я проебался в прошлом подкасте. Нет, надо вот доказывать, что... Ладно. Ладно, давайте. Кройл говно, я резюмирую. Давайте, как бы, мы потихонечку заканчиваем, как бы, наш основной подкаст в участии, и, естественно, мы переходим к нашим клёвым, классным статьям. Самая крутая статья у Димки сегодня. Лучшие статьи недели. Я могу сказать так. Давайте, да я начну издалека. Можно я... Потому что у людей будут возникать вопросы. Вполне очевидно логичные. Почему? Я эту статью вообще, в принципе, рекомендую. Дело в том, что во всём виноват Денис Ширеев, если что. Ну вот. Видите, прошу его. Он мне скидывал в нашем чате, там, где мы сидим, что, говорит, на Тит Джорнале появился комментарий, а там же тебе есть клуб, типа, местный, что какой-то чувак хочет написать статью о том, что у него в члене стоит специальный прибор для того, чтобы у него была эрекция. Ну, то есть у чувака эректильная дисфункция. И ему нужен специальный прибор для этого. Он его поставил. В России их не так много. В России о том, что такая операция вообще существует, в принципе, далеко немногие люди знают. Ну вот. И вот, говорит, прикинь, чувак такой... И скидывает мне ссылку на Тит Джорнале. Я смотрю, значит, эту ссылку, читаю эту историю и не понимаю, нахуя это надо. И выясняется, что этот же автор, который написал это на Тит Джорнале, на самом деле, на Тинькофф уже давным-давно написал целую, блядь, программную статью о том, как сделать фаллопротезирование. Объясню, что это значит. То есть у вас, грубо говоря, в член вам вставляется специальная помпа. И они будут показывать ее на стриме. Давайте покажу вам медицинскую вещь. Где в одном яичке у вас, как бы, груша для накачивания члена, а в другой кнопке, собственно, в другой яичке сама помпа. И, как бы, захотел, чтобы у тебя член встал, нажал на одно яичко, захотел, чтобы он упал, нажал на другое. Блядь, для меня это было целым ебаным открытием просто. Я даже не знал, что такие вещи бывают. О том, что такие вещи делают в России. Я, блядь... То есть для меня это просто... Блядь, обзорвался мозг. Сейчас, погоди, я проиллюстрирую... Это вы что, там, начали на яички себе нажимать? Я вижу, что вы делаете на камерах. Смотри, вот так? Смотри, сначала ты делаешь вот так? Да. А потом, Дима, стой, 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 а потом происходит? Да, да, да. Вот, пример, так, да. Выдвигается объектив, грубо говоря. Ну вот. И у чувака там в комментариях логично задают вопрос. Ну, собственно, ну, то есть, нахуя? Понятно. А как бы в чём преимущество? И он говорит, блядь, если ты захочешь, то у тебя просто вот так по щелчку пальцев, что называется, встаёт член. Если вдруг тебе надо. Я пытаюсь себе представить ситуацию, когда мне это внезапно нужно. То есть, понятное дело, когда речь идёт о сексе. А если ты, извините, в транспорте нечаянно там как-нибудь нажал? Ну, едешь ты, не знаю, в автобусе и там как... Ну, короче, у меня много вопросов. И на большую часть этих вопросов статья ответила. Я вам чисто советую это почитать просто для общего развития. То есть, как бы, вдруг вам надо, а вы и знать не знаете, что такое бывает. Кстати, операция дорогая, если что. Очень. Полмиллиона, это не так уж. Можно мы перейдём от тихого, неловкого умолчания к следующей статье? Спасибо вам большое, пацаны. Да, следующая статья, это, в общем-то, чудесный, абсолютно не длинный, но очень хорошо написанный, как всегда у Юры, Трубоджедая материал. Коротко о том, что такое Windows, как он воспринимает Windows 11 и как вообще Windows работает. То есть, вот это очень ёмкое изложение того, почему мы Windows 11 получили ровно то, что получили. Очень советую почитать. Статья не очень длинная, но, блин, написано отлично. Я всегда радуюсь, когда Юра такие штуки пишет. Я, в свою очередь, посоветую такую довольно специфическую, нишевую статью. В основном она понадобится, конечно, разработчикам или тем людям, которые в целом интересуются AR, MR, VR и так далее. Вот этими всеми штуками. Дело в том, что тут рассказывается о том, какие нововведения Apple делает в, соответственно, AR. То есть, как augmented reality, дополненная реальность. Что там будут использоваться новые технологии по отражению реальных предметов, по созданию мешей, созданию этих, как называется это, отражений и прочих всяких штук, материалов реалистичных. И вроде как с помощью нейросетей это будет позволять делать какие-то совершенно безумно крутые результаты. И, ну, это дальше ведет к тому, что вот эти самые потенциальные, которых мы все ждем, там, типа, очки, будут работать совсем не так, как мы представляем себе, вот, по условному AR, который там был, там, год-два-три назад. Знаете, там, какой-то всратый динозаврик идет, дрыгается в пространстве, потому что, типа, iPhone неправильно принимает... Позиционирование хуевое, да. Позиционирование, да, и прочее, что все это в будущем будет выглядеть не так, как мы это думаем. На самом деле все уже сейчас даже, как бы, выглядит намного круче, чем вы могли себе видеть в каких-то техно-демках, которые, там, типа, условно, были 2-3 года назад. Давайте устраивать лидары во все телефоны вообще в мире. Классно будет. Да, короче, почитайте, статья крутая, там много примеров, много гифок, много видосов, как это все выглядит. Она, правда, на английском языке, но мы будем надеяться, что если вы разбираетесь в этой тематике, то, скорее всего, английский язык вы тоже знаете. Вот. Такие праги. Слушайте, ну и мы заканчиваем потихонечку наш подкаст. В первую очередь мы хотели, опять же, поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает, вот, потому что напоминаем вам, что, во-первых, у нас есть подписка за AfterCast Plus на нашем Патреоне, и мы, ну, как обычно, мы очень сильно благодарим всех тех, кто нас поддерживает, потому что это помогает нам и мотивирует нас продолжать что-то делать, даже тогда, когда, в общем-то, иногда хочется все это дело бросить. Но, как бы, очень круто, что есть вы у нас, а мы у вас. Ага. И вот. Но самое главное другое, что мы, напоминаю, что мы ввели такую же подписку, как на Патреоне, на Apple Podcasts. Она называется тоже AfterCast Plus. Она доступна, соответственно, в нашем подкасте, который вы можете, ну, соответственно, найти в Apple Podcasts на iPhone, iPad, где угодно, там, на Mac и прочее. И самое главное, что, опять же, она очень удобная, она очень простая, как бы, и так далее. Но мы уже говорили, что для нас она не очень выгодная, вот, потому что там мы намного больше платим процент, мы получаем эти деньги сильно позже, там, и так далее. Но, типа, если это выгодно вам, если это удобнее вам, как бы, ну, типа, окей, как бы, мы только за, потому что, в первую очередь, нам важно, чтобы это было удобно для вас, вот. И мы, в первую очередь, хотели, опять же, как бы, поблагодарить всех тех, кто нам заносит больше всего денег на Патреоне. Это, как бы, человек, блин, опять сейчас ошибусь, Александр Давыгора или Давыгора? Я думаю, что Давыгора, брат, мы это обсуждаем, третий подкаст подряд. Давайте все-таки Давыгора и называть его. Если это не так, Саша, напиши нам, как правильно. Да, короче, вот. Потом Алексей Пальников, Арсений Вайс, Дмитрий Карабенков, Евгений Неверов, Екатерина Александровна, люблю, когда девочки на сон попадаются, в зомбаре из Intel IT Recruiting, Ильин Егор, Михаил Аронов, Сахалинец, стример Элберн, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Ленский, Артем Логинов, Артур Галиулин, Артур Васильев, Денис Бондаренко, Евгений Тонев, Евгений Петрунько, funkopoprussia.com, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Джаггер Меш, Майга Брюханов, мистер Берни, мистер Валери, Нексен Су, Никита Попков, Никита Стрельников, Пан Котик, Павел Петлич, Павел Стариков, Радамса, реплей и гейм-кафе SPB открыты, надеюсь, до сих пор открыты. Очень сон фарт. Открыты, но по QR-коду, брат. Ти Юджин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Зив Берковский и один наш завтрашей, который посчитал нужным остаться анонимным. Ребята, спасибо большое, что вы были с нами, спасибо большое, что все тем, кто нас слушал, особенно если вы нас слушали в видео-версии, прям смотрели буквально, как бы все 4 часа посмотреть не так-то просто. Мы сидим 4 часа, просто чтобы дать вам некий контекст, когда Тимур говорит, вот это позволяет выпускать подкаст, это серьезная мотивация, потому что в Казани уже плюс 30. Плюс 30 у тебя? Нихера. Да. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши вот эти вот некое ощущение давления того, что есть некая ответственность, хера бы я лысого, когда записал подкаст в такой парилке. Я в перерывах просто ходил под душ, садился и писался дальше, потому что только так, только так. Жалкие плиты и без кондиционера. Если я его включу, ты меня убьешь просто. Ну ладно. Фону вошу. Я надеюсь, что у тебя там нету грома, блядь, на записи, и что там у тебя нету херачило. Можешь вырезать ручками. Блядь. Пожалуйста. Да. Да, Димка, все так и есть. Ладно. Ребята, короче. Я прошел 5 стадий, прям, знаешь, за 30 секунд. Спасибо большое, что вы нас слушали, спасибо большое, что вы нас смотрели, спасибо, что донатили, спасибо, что были с нами в чате, когда мы писали вживую, соответственно, видео-версию. Не забывайте ставить нам 5 звездочек в iTunes, а то иногда некоторые ставят одну звездочку, грустно, короче, поставьте 5. И если вы на нас подпишетесь в Apple Podcast, даже если бесплатно, и подпишитесь на нас в любом удобном для вас сервисе, будет круто. Кстати, напишите нам, пожалуйста, в следующий раз обязательно в комментах где-нибудь, ну, где вам удобно. Нормально ли у вас все с фидом нашим в Google Podcast? А то у нас тут недавно Google Podcast пытался, короче, сказать, что у вас другой фид. Ну, мы нашли какой-то там фид, и мы посчитали, что это ваш фид. И мы такие, типа, стоп, это не наш фид, наш фид тот, который был до этого. А они говорят, а, да, ну, вы, в общем, вставайте там в очередь в поддержку, короче, потому что мы там что-то нашли, что-то нахуй вертели, а если вы хотите это исправить, ну, типа, это ваши проблемы. А потом люди спрашивают, почему у него, блядь, хуй еще, все подряд, блядь, да потому что, блядь, пацаны и девчонки, спасибо, что смотрели, спасибо, что на теле. До следующего раза, всем пока. Пока, ребят.